Во-первых, тебя видно, во-вторых, тебя слышно. Всем привет! Привет! Я смотрю, ты сияешь, и у тебя очень бодрый голос. Я, честно говоря, боялся, что после вчерашней победы сборной Англии ты будешь слегка охрипшей и осипшей. Как тебе вчерашний матч, и много ли ты орала? На самом деле нет. У меня к сборной Англии очень странное отношение. Я небольшой фанат футбола сборных в принципе, потому что это, мне кажется, очень странный концепт. Он всегда прерывает наши любимые чемпионаты, чемпионат Англии, чемпионат России, и оттуда игроки постоянно возвращаются травмированными и так далее. Но мне кажется, что это достаточно еще такая национальная и патриотичная штука, то есть болеть за не свою сборную, мне кажется, странным. За сборную России я не очень болею, как и, мне кажется, большинство тех, тех, кто ведет этот стрим, слушает и смотрит его. А болеть за сборную Англии, ну, у меня пока нет британского паспорта, поэтому мне как-то не позволяет мое нынешнее гражданство это делать. Я симпатизирую многим игрокам, я симпатизирую многим другим сборным, но вот прям боления за сборную Англии у меня нет. Хотя вчера я была максимально близка, честно скажу, потому что матч был очень крутой. На Уэмблин, наконец-то, пустили 45 тысяч человек, и они со всем вот этим «it's coming home», со всем вот этим вот ощущением того, что сейчас мы всех порвем. Но это было 75 минут более сначала, как и все матчи сборной Англии, но последние 15 минут, да, конечно, все были в безумном восторге. Я, честно скажу, радоваться не радовалась, но я впервые за полтора года у меня заложило уши на стадионе, потому что там снова были люди, они снова кричали, и мы, как страна, которая сидела действительно полтора года, ну, год, в общем, в чистом виде, в таких жестких локдаунах и без каких-либо зрительных трибунах, возвращение 45 тысяч болельщиков на Уэмбли, это, конечно, было очень круто вчера. Я так понимаю, да, что, ну, болельщиков пустили уже достаточно давно, да, некоторые матчи уже проходили, да, но 45 тысяч – это рекорд, не рекорд для последнего года? Это рекорд, я думаю, с марта прошлого года, или когда у нас были последние туры перед пандемией на каком-нибудь Алтрафорде, да, где столько болельщиков, потому что нас закрыли, как и весь мировой футбол, на, естественно, локдаун в прошлом году, английский футбол вернулся в конце июня 2020 года, но вот весь сезон мы почти играли в АПЛ без зрителей, возвращали по 2 тысячи болельщиков на 10 стадионов АПЛ, где-то в районе декабря, когда были некоторые послабления локдаунные, а затем вот в этом мае наконец-то мы потихонечку возвращаемся в нормальную жизнь. В мае на финале Кубка Англии было 20 тысяч зрителей, на полуфиналах было по 4 тысячи, на последний тур АПЛ вернули по 10 тысяч болельщиков домашних, и вот сейчас евро тоже разгоняется, на групповом этапе было 22 тысячи, на Уэмбле, вот сейчас стадия плей-офф это 45, и на полуфинал и финал до 70 тысяч они хотят пустить, поэтому да, уже как бы почти нормальная жизнь, она вот уже вот здесь. Это какая-то акция к евро, или действительно все возвращается, и новый сезон тоже будет уже с болельщиками таким полноценным? Ничего не понятно, потому что даже новые штаммы везде каждый месяц обнаруживаются с разными латинскими буквами алфавита, и непонятно, когда этот алфавит закончится, но в Британии, в принципе, все более-менее хорошо, то есть здесь очень активно идет вакцинация, здесь, по-моему, уже порядка 70% взрослого населения получило первую дозу вакцины, порядка там 55% получило обе дозы, сейчас придут антиваксеры к тебе в комментарии, и начнут писать, что я пропагандирую за всякие вакцины, но действительно здесь это то, что решило проблему, более-менее у нас уже возвращаются кафе, у нас возвращаются рестораны, у нас пабы работают, театры при таком полузаполненности, вот в середине июля должны прям совсем все ограничения снять, вернуть там всякие ночные клубы, разрешить проводить концерты и так далее, поэтому Британия, в принципе, вся возвращается в норму, и вот за счет вакцинации здесь как-то все это победили, но надо сказать, мы сидели в очень жестком локдауне почти, почти 8 месяцев из года, то есть поэтому как-то вот такими странными, немножко драконовскими мерами нас здесь все это смогли победить, поэтому да, я думаю, что болельщики в АПЛ уже начнут, пока нет точных данных, сколько болельщиков они пустят, но я думаю, что начинать мы будем процентов с 25 вместимости, а там потихонечку будем разгоняться, в зависимости от того, как будет ситуация складываться. Но страна-то счастлива, ты видишь, что Лондон гуляет, потому что есть еще одна страна, которая вчера победила нежданно-негаданно, это Украина, и у нее общенациональный праздник, там все в футболках сборной Украины. Я специально, когда искала эту старую футболку локомотива, я, мне кажется, решила, что это та фамилия, с которой надо сегодня сидеть. Да, действительно, знаешь, Англия немножко странная в этом плане. Тут, конечно же, из каждого утюга уже так понемножечку орет «It's coming home», потому что это уже песня в зубах просто застревает, мне кажется, по ходу в любых больших турнирах. Но потому что здесь нет больших фан-зон, и мне кажется, что это вот должно сейчас разогнаться, потому что все очень боялись, ну, во-первых, все уснули на групповом этапе, когда Англия играла. Все очень боялись матч с Германией, и как бы вот немножечко так притихли со словами, вообще мы еще-то будем много орать, да, потом в итоге все это закончится ничем, поэтому как-то вот перед Германией они очень спокойно себя вели, хотя, конечно, все смотрели, все с работы вчера ушли в 4 часа дня, потому что матч был в 5 вечера. И вот мне кажется, что сейчас, да, сейчас начнется. С учетом того, что Англия еще получила Украину, и сейчас начнутся шапками кидаться все, в общем, в сторону Хрещатика, очень так яростно. И я думаю, что да, при том, что этот матч будет в субботу, и я думаю, что как раз вот Англия сейчас на четвертьфинал, а дальше, если будет полуфинал и финал, вот следующая неделя нас тогда ждет очень ярко и совершенно безумная. Но пока, да, все вот ждали матча с Германией и так немножечко перестраховывались и старались быть потише в своих высказываниях. Ну, конечно, празднуют, да, и все болельщики, особенно, которые были на матче, и которые были вокруг матча, да, я думаю, что в пабах тоже было вчера шумно и весело. Ну, вот прям так, что весь город вышел сегодня с утра на работу в футболках сборной Англии, нет, такого пока нет. Как для тебя-то вообще это евро проходит? Я читал, что ты достаточно эмоционально воспринимаешь такие большие события, и футболом, в принципе, начинало интересоваться из-за евро в том числе. Как вот это евро для тебя проходит? Вот, я так понимаю, что ты много матчей успела посетить и с многими болельщиками познакомиться, Шотландия, Англия и так далее. Да, у меня планка, на самом деле, была очень высокая, потому что я работала в чемпионатах мира в России, который, в общем, очень многие называют, и даже не только россияне называют, одним из лучших турниров. Я много говорила, например, с английскими фанатами, журналистами, которые вот после 2018 года, все, с кем я сталкиваюсь, действительно, я вот не преувеличиваю, все, кто узнает, что я из России, они такие, вы провели такой крутой чемпионат мира, вы прям вот такие были молодцы. Поэтому, конечно, планка была очень высокая. С другой стороны, после полутора лет ковида, как бы, планка, с другой стороны, наоборот, максимально была опущена, потому что, ну, хотелось просто какой-то уже нормальной футбольной жизни, да. И, конечно, если бы Евро проходил год назад и без пандемии, все было бы гораздо круче и веселее. И я помню, что у меня были редакционные обсуждения весной прошлого года, когда помимо матчей в Англии и в Шотландии планировалось, что я поеду в Дублин на какие-то игры, планировалось, что я поеду в Амстердам, в Копенгаген, но, естественно, все это схлопнулось, потому что ограничили количество работающих журналистов, ограничили всякие визовые истории, там, перелеты между странами – это отдельная сложность сейчас и для болельщиков, даже для тех, кто работает, в общем-то, на турнире. Но вот я честно скажу, даже несмотря на то, что я уже тут сказала несколько раз, что я не болею за сборную Англии, сборная Англии дарит мне ощущение, и, в принципе, сборная Шотландии в том числе, дарит ощущение крутого турнира, потому что в Лондоне, конечно, есть болельщики других сборных. У нас играла здесь Чехия, у нас играла здесь Хорватия, у нас играли здесь Италия с Австрией, и были местные экспаты. Ну, в Лондоне экспаты, мне кажется, любой из Амиби и любой сборной нашлись бы, если бы надо было. В основном все, конечно, местные, и немцы были вчера на матче, но когда домашняя атмосфера, то есть они, мне кажется, компенсируют недостаток, вот если бы приехали иностранные болельщики, если бы приехало, не знаю, 10 тысяч хорватов и захватило бы Лондон. 10 тысяч хорватов нет, но есть англичане, есть шотландцы, которые дарят это ощущение. Очень крутой был матч Англии-Шотландия на Уэмбли, когда сюда приехало 20 тысяч шотландцев, при том, что им выдали всего 3,5 тысячи билетов на матч, но они захватили весь центральный Лондон, и это было действительно то безумие, которое мы привыкли, наверное, видеть на больших турнирах, потому что они, да, купались в фонтанах, они там плясали, скакали, они купались в прудах, в гайд-парке и во всех прочих королевских парках. Особого, конечно, как это сказать, особой антуражности добавляло все то, что они все были в келтах, да, это традиционные, их нельзя называть юбками, любой шотландец, в общем, вас, мне кажется, даст вам в лицо, если вы называете келт юбкой, но вот эти традиционные шотландские наряды, а настоящие кельты не носят белья под этими, в общем, своими нарядами, поэтому, когда они становятся, в общем, очень пьяными, пляшут, скачут и купаются в фонтанах, это, в общем, немножко такое экспедиционистское зрелище. Но действительно эти 20 тысяч атлантов, которые захватили хотя бы центр Лондона, и они вот создали атмосферу. Ну и англичане вчера в том числе, потому что их было много, и вот это ощущение большого турнира немножечко поднакрыло. Да, не хватает других болельщиков, да, не хватает того, что вы видели, например, на чемпионате мира, когда в Москве перемешивались там все болельщики 32 сборных, которые приехали на турнир, но в нынешнем формате евро это, мне кажется, не было бы возможно даже и без коронавируса. Но евро есть, он такой немножечко странненький, я не могу судить о том, как это происходит в других городах, а в других странах. Говорят, там голландцы захватили тоже пару городов Европы, и было достаточно весело, что у венгров, конечно, было круто, у них был такой домашний почти евро. Но вот здесь Англия старается. Я поэтому именно очень хочу, на самом деле, сейчас, чтобы Англия дошла до финала. Не потому что я хочу, чтобы они выиграли трофея, потому что я хочу, чтобы было ощущение большого турнира, крутого количества фанатов, потому что я посмотрела на прошлой неделе матч Италия-Австрия, и это было, конечно, очень увлекательно. На поле увлекательнее гораздо, чем все то, что показывает команда Саутгейта, но вот по атмосфере, ну, такое было. Как тебе вообще, в принципе, вот этот вот формат? И с точки зрения того, что сейчас ковидный год, и если бы, в принципе, этого ковидного года не было, вот этот вот формат с многими городами или формат, вот как чемпионат мира 2018 в России, когда одна страна и ты, ну, и перемешиваются все внутри Москвы. Тебе что ближе, что интереснее? Я думаю, что мы сейчас за вот эти два года посмотрим на две такие крайности. С одной стороны, когда все раскидало максимально по всей Европе, а потом, когда в Катаре они проведут все на площади три квадратных километра весь турнир, и посмотрим, как оно будет в сжатом формате. Мне, конечно, нравится история про то, что все проходит в одной стране, и в этом плане, я думаю, что через три года евро, который в Германии, по-моему, планируется, в 2024 году, он должен быть вот очень крутой в этом смысле. Ну, потому что как-то это все гораздо компактнее, это все удобнее для болельщиков, потому что вот условно сейчас, например, Англия вышла в Италию, да, и она полетит там, и болельщики, если нормальное время, если бы они захотели туда полететь, но это некоторые там магистрические сложности. А кто-то полетит вообще в Баку, что из Европы, в общем, достаточно серьезная проблема до туда добраться. Понятна была история, почему Wi-Fi это сделали, они хотели всем так отсыпать немножечко добра и со всех собрать немножечко денег, но вот да, конечно, коронавирус тут наложил свой отпечаток на все это безобразие, хотя, с другой стороны, очень многие говорят, что это отлично, потому что так как бы Евро 2020 слэш 21, да, оно поможет всем странам как-то восстановиться от ковида и как-то показать, что жизнь возвращается и все в таком духе. Ну, странно, знаешь, мне кажется, что прошлый год научил нас радоваться, что надо радоваться тому, что у нас есть. Есть такое странное Евро, с другой стороны, представь, если бы Евро, например, отдали изначально, естественно, не знаю, про всю эту пандемию, какой-нибудь стране, какой-нибудь Турции, да, внезапно. УИФА любит отдавать таким странным странам, сейчас такие большие турниры и какие-то большие матчи, а Турция там совсем жесткая ситуация. И может быть, в условиях пандемии хорошо, что она так размазана по Европе, что где-то чуть похуже с ковидом, где-то чуть получше с ковидом, где-то победили, где-то не победили, где-то там по ЦРТС, с другой стороны, вакцины, и как-то все это более-менее уравновешивается. То есть, возможно, нам могло бы повезти, и Евро бы отдали какой-то стране, где совсем все хорошо, а возможно, нет. Поэтому тут вот действительно какая-то середина нашлась и, в общем, в слагательном наклонении и о футболе в целом нельзя говорить, о уж таком турнире в эпоху пандемии. Мне кажется, мы должны быть рады тому, что у нас есть, хотя это, конечно, очень странно. Я помню, когда только объявляли о том, что Евро пройдет, вот это юбилейное Евро, которое пройдет во многих странах, я впервые за долгое время даже себя поймал на мысли, что, о, так это интересная идея, можно будет даже куда-нибудь скататься на футбол сборных. Естественно, никуда бы все равно не скатался, а уж теперь и подавно, но как идея это казалось очень забавно. Но вот сейчас, когда я это смотрю и вижу вот эти вот сравнения, как где-то Уэмбли, где-то Баку, где-то вот стадион в Севиле, где даже сборная Испании ругает свой собственный газон и говорит, что он мешает ей играть в футбол, это все выглядит ну, прям вот очень странно, настолько не соответствует одна картинка другой, да, там в 7 часов смотришь один матч, в 10 часов смотришь другой матч и такое ощущение, что это два абсолютно разных турнира получаются. Где-то там Будапешт и 100% зрителей, которые орут, а где-то там 3 человек с флагами стоят, это уже неплохо. Не знаю, вот ощущения максимально странные получаются от такого турнира. Есть некоторая разрозненность, да, есть некоторая, ну, стилистика, конечно, все стилизовано, везде весят красивые одинаковые баннеры, но все равно, то есть, да, действительно, где-то старый стадион, я была на Хаммон-парке, который самый старый стадион Уэмбли, который был построен еще в конце 19 века, то есть, ну, и есть, с другой стороны, новый Уэмбли, да, и это вот даже в рамках одной страны, Великобритании, это два гигантских контраста, но, как бы здесь, ну, что имеем, то имеем, я думаю, что больше у Фанна такого не пойдет, и действительно, если бы это, если бы это было в нормальных условиях, это бы все немножечко, да, конечно же, уравновесилось, и болельщики были бы везде, и просто там, хотя я думаю, точно так же, например, в Баку были бы тоже полупустые трибуны, да, мы это видели на финале Лиги Европы пару лет назад, тоже там были большие проблемы с болельщиками, где-то есть беговые дорожки, где-то нет, ну, такое происходит, да, когда вы отдаете разным странам, у которых разная там вместимость стадионов, разные, в принципе, условия на этих самых стадионах, и понятное дело, например, что Россия отдалечная от мира, все новенькие красивые стадионы, в Катаре тоже сейчас все будет новое красивое, Германия будет играть через три года на стадионах, видимо, чемпионата мира 2006 года, тоже что-то постарее, что-то поновее, но посмотрим, то есть в нынешних условиях провели, слава богу, я действительно очень боялась, что его отменят совсем, были мысли весной, что его перенесут в какую-нибудь или Британию, или Германию, ту же самую, или Францию, где там все осталось, например, с Евро-16 года, но вот решили как бы все-таки немножко так пояса подтянуть и провести так, как запланировали, только у Дублина все отобрали и убили баллы, ну, слава богу, я думаю, что в целом, как бы эксперимент будет признан неудачным, и я думаю, что больше такого в ближайшие 60 лет истории УФА не будет повторять, но, в общем, может быть, надо было попробовать, чтобы понять, как делать не надо. Давай закончим этот блок вопросом, кто лучший болельщик, англичане или шотландцы? Шотландцы, конечно, шотландцы, но они на разных ступеньках немножко, то есть, ну, за Англию, у Англии очень странное боление, то есть мы, если вы видели англичан в России, на чемпионате мира, да, там это такие 50-60-летние дядьки, ну, во-первых, потому что молодежь не могла себе позволить поехать в Россию все-таки, да, на сборную, такие провинциальные, рабочеклассовые, такие с кузом огромным, потому что за сборную Англии в основном болеют провинциальные болельщики, то есть, если вы поговорите с любым фанатом Ливерпуля, Ман Юнайтед, Арсенала, ему будет совершенно вообще плевать, что происходит с сборной, во многом потому, что если мы про болельщиков, которые ездят на выезда, говорим, то все эти клубы, играющие в Еврокубках, им хватает всяких приключений, и в Рим съездить, и в Португалию съездить, и в Польшу, как бы им есть чем себя занять, а вот за сборной ездят именно всякие Ноттингем Форест, всякие рейдинги и прочие прекрасные персонажи, которым не хватает вот какой-то такой своей атмосферы. И, ну, они болеют, конечно, но вот как-то мне кажется, что не прям не суперкруто и яростно. А шотландцы, ну, для шотландцев это первый большой сурнир за 25 лет, то есть о чем мы говорим, для них это было, он еще и домашний был, и я была два раза, два матча, они играли в Глазго, и вот ты приезжаешь, у меня было ощущение, что просто нельзя было выходить в этот день по всей Шотландии из дома, если ты не в Килте или там не в Терсе сборной Шотландии, и как-то вот у тебя нет какого-то опознавательного знака, ну, и без волынки, да, условно говоря, то есть, потому что для них это было, конечно, при том, что оба матча дома они играли в будни, и я приезжала в Глазго какой-нибудь там в 12 часов дня, и все пабы забиты. Ну, в Англии тоже было примерно такое же, но вот в Глазго просто все веранды, все пабы, все рестораны, все вот с утра уже сидят и готовятся эмоционально к матчу. Они как-то... Да, сборная Шотландии повеселее играла все-таки. Да, она заняла последнее место в группе, да, она забила всего лишь один гол, но это было гораздо веселее, и поэтому в болельщиках было больше вот этих просто эмоциональных моментов, когда они там начинали кричать, орать там на очередной навес, как просто Эланди Робертсон в штрафную. Так что я думаю, что шотландцы стоят чуть выше в этой... в этой иерархии, да, я очень надеюсь, что в футбольной Статс Англии не смотришь стрим, иначе меня не пустят потом на следующие матчи англичан после таких заявлений. Удивительно, на самом деле, да, и чем-то похожая история Англии на Россию, то, что ты говоришь, что они не особо болеют, и история достаточно похожа и на мою историю о том, что если ты болеешь за «Локомотив», то как-то на сборную России у тебя уже эмоций не хватает, а вот если ты болеешь за какой-то провинциальный клуб, и в принципе так футболом интересуешься постольку поскольку, то твоя главная команда — это сборная. Как тебя вообще в принципе в Англию занесло? Что, почему? Почему Англия? Как-то так сложилось исторически, как и многие события в моей жизни. Это было в конце 2014 года. Как-то, да как-то, если вспомнить даже болеющего «Локомотива» конец 2014 года, что-то странное происходило, да? Я тогда работала в пресс-службе клуба. Можно вспомнить любой год «Локомотива» и сказать, что происходило что-то странное. Вот, и действительно, это был момент, когда вся эта история с Кучуком случилась, с его очень красивым увольнением, а мы все, мне кажется, в пресс-службе обожали Леонида Станиславовича, это прям было для нас такой личный прям удар под дых, не под дых. И что-то как-то в России куда-то не туда все ехало в 2014 году со всеми этими там Крымами и остальными санкциями и курсом рубля и так далее. Поэтому, поэтому, да, при курсе фунта 120 я решила, что почему бы не уехать нам в Англию именно в это время. Нет, так и так сложилось, что вот действительно стало понятно, что я к тому моменту три года поработала в пресс-службе «Локомотива», и что, в общем, что-то непонятно, куда дальше с этого расти, что дальше с этим делать, и как-то интерес немножечко угасает, и ситуация в клубе, в команде как-то тоже доставляла некоторый пессимизм. И, а мне всегда хотелось жить за границей, попробовать поучиться, может быть, и возникла идея как-то в семье, на семейном совете, что, с родителями, что почему бы не уехать, не попробовать учиться, учить магистратуру за рубежом. Так как у меня иностранный язык только английский, из вариантов было, ну, таких принципиальных, принципиальных, были штаты, и была Англия. У меня папа гигантский фанат Англии, гигантский фанат Лондона, поэтому, в общем, других вариантов особо как-то и не было. Поэтому я уехала сюда учиться, получила здесь магистратуру, и как-то за это время поняла, что что-то так тут хорошо, и мне здесь очень комфортно, и мне очень комфортно в Лондоне, я очень попала в него эмоционально, прям комфортно. И получилось так, что еще появилась возможность поработать здесь спортивным журналистом, ну, слушайте, поработать спортивным журналистом в Англии, с АПЛ, мне кажется, от таких вариантов не отказываются. Что тебе в бытовом плане в Англии, вот какая самая большая разница между бытом в Англии и бытом в России, с которой ты встречалась на первых парах? Ну, машины по другой стороне ездят. Ты водишь или катаешься? Нет, 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 я не вожу, я перехожу через дорогу иногда, и это иногда вызывает проблемы, естественно, к этому привыкаешь, но проблемы начинаются, когда на континент возвращаешься. Последние полтора года у меня нет этой проблемы, потому что последний раз за пределом Великобритании я была в январе двадцатого года, но по первости, да, полгода здесь, а потом приезжаешь обратно в Москву и вообще не понимаешь, в какую сторону смотреть и как это все переходить. И как бы, ну, в России, наверное, надежнее в обе стороны, потому что никогда не знаешь, но да, вот это было сложностью. А так, слушай, я, ну, я шесть лет уже здесь, и как бы, наверное, по первости были какие-то там сложности и проблемы, но я достаточно быстро адаптируюсь, мне кажется, к любым вещам. У меня нет вот этих мигрантских страданий и стенаний, да, я знаю, что очень многие, кто приезжают сюда, они начинают говорить, вот там не хватает, что в Москве все круглосуточно. Ну, у меня нет проблемы, там, не знаю, заказать что-то на Амазоне, и мне привезут завтра в 8 утра, а не в 3 часа ночи, как бы. Ну, то есть тоже вечная дискуссия, что там, не знаю, шторы нельзя, вот поехать в Икею купить в 2 часа ночи. Ну, ладно, как бы, ну, есть другие плюсы, как бы я могу пережить без штор. Вот, какие-то битовые вещи, ну, если нас девушки смотрят, то, мне кажется, они поймут, это известная история, что в Европе все там чуть хуже с какими-то стандартами, не знаю, там, маникюра, стрижек и так далее, но это, как бы, тоже к этому можно привыкнуть, и можно найти, не знаю, девочку-украинок, которая делает здесь маникюр, и, в общем, это перестает быть проблемой. Поэтому у меня нет какой-то жесткой тоски, у меня не было какого-то, вот, прям, критичного, прям, страдания. Ну, главная бытая проблема, что, как бы, курс рубля периодически ведет себя очень непредсказуемо. А так как я работаю на российские компании, то от этого непосредственно зависит моя бытовая жизнь, и иногда это так немножко выбивает из клей, когда там где-нибудь кто-нибудь ляпнет на какой-нибудь прямой линии, и ты прям так видишь, как рубль, так стремительно, и понимаешь, что, ну, в следующем месяце я смогу потратить чуть меньше денег, потому что, как бы, в общем, в абсолютных цифрах величина те же самые, но в переводе на фунты становится чуть меньше. Но вот у меня, я говорю, я, наверное, не знаю, неправильный, наоборот, правильный эмигрант, с которого вот нет абсолютно тоски по родине. Я живу между двумя русскими магазинами, 15 минут ходьбы до одной, 15 минут ходьбы до другого, поэтому, если вдруг у меня корейской морковки, я, кстати, не знаю, с какого момента корейская морковка стала очень русским блюдом, потому что вот все мигранты очень по ней страдают, а там пельмени, кефира или, не знаю, торт Наполеон, то вот 15 минут и у меня все это есть. Но вот в остальном, как-то вот да, я тут, наверное, не скажу каких-то откровений, не буду говорить про занимающую Европу, что здесь... Все эти страшные истории о том, как нужно экономить воду, а вот эти вот сливы, которые двумя кранами, в отличие от Москвы, в которой ты один рычажок поднимаешь, это же, не знаю, меня всегда этим пугали про Англию. Ну, в домах, в жилых, мне кажется, такого нет, то есть я, ну вот у всех квартирах, что я жила, был нормальный смеситель, как бы, с этим не было проблем. Экономия воды, да тоже нет, ну воду, мы вообще воду из-под крана здесь пьем, то есть, ну, ее можно здесь пить, ну ее можно фильтровать, как бы, чтобы она совсем уже была кристаллина чистая, и мне тут несколько недель назад рассказывали, как много вредного в воде из-под крана, я говорю, ну вы просто не видели там московскую воду из-под крана, например. У меня вот, да, у меня там все бутылки, они наполнены водой из-под крана, если вы в ресторане попросите tap water, вам принесут кувшин, который будет из-под крана налит. Так что, ну, не знаю, розетки другие, но как бы в какой-то момент времени ты просто покупаешь, у тебя все переходники теперь как бы с другим разъемом розетки. С экономией, ну, здесь, кстати, нету монополии, мне кажется, на провайдеров всякого электричества, воды, то есть, если тебе не устраивают тарифы в одной компании, ты можешь это все поменять, там, посмотреть, где это все повыгоднее и так далее. У нас, например, стоит бойлер, который нагревается ночами и потом раздает нам в течение дня воду. И как бы тоже в этом экономия. То есть ночью ночной тариф дороже, на рочной тариф дешевле, чем дневной. Ну, это какие-то такие бытовые мелочи. Это везде. Да, с этим как бы нет большой сложности. Насколько процентов ты чувствуешь себя британкой? Я не чувствую себя британкой, но я чувствую себя жителем Лондона. Мне кажется, это две большие разницы. Это как бы чувствуешь ли тебя, не знаю, россиянином или москвичом. Это как бы тоже две большие разницы. Хорошо. Насколько процентов ты чувствуешь себя как лондонка? Мне кажется, на все сто. В общем, мне очень комфортно здесь, мне очень здесь хорошо эмоционально и физически. Мне нравится британская погода, у меня нет проблем с дождями, и, кстати, не так много здесь, как всем кажется. Здесь нет туманов, как бы, это тоже обманчивая история. Лондон, ну, в Лондоне 36% населения, это люди, которые велись за пределами Соединенного Королевства, это мигранты, а еще третьи, люди, которые приехали из разных регионов Британии. Поэтому здесь очень легко быть, как бы, быть своим, да. То есть здесь такой микс, здесь это, мне кажется, во всем выражается. То есть, например, в архитектуре, если приехать в Лондон, если кто-то был, ну, то есть вы приезжаете в Париж, и сразу, в принципе, более-менее понятно, что Париж. Вы приезжаете в Амстердам, и понятно, что Амстердам, как бы, красивые домики на каналах. Вы приезжаете в Рим, и все равномерно завалено там руинами в разной степени паршивости. То есть вы приезжаете в Лондон, и у вас вообще просто как бы крыша едет, потому что, ну, вот это все намешано здесь. Тут у вас красный кирпич, тут у вас какой-то немский дворец, здесь у вас что-то из брутализма послевоенного, тут что-то стеклянное понастроили, какие-то внезапные небоскребы рядом с домом 16 века, и оно все уживается. И поэтому мне кажется, что и так много людей здесь тоже уживается. То есть Лондон, в принципе, Лондон он 2000 лет, Лондон всегда был международным городом, Лондон всегда был городом-портом, куда приезжали самые разные люди. Поэтому я думаю, что если бы я переехала в какой-нибудь Ноттингем, или в какой-нибудь Нью-Кассел, или даже в какой-нибудь Глазго, мне было бы существенно сложнее стать своей, условно говоря, и как-то можно чувствовать себя комфортно. А здесь, тут так все намешано, что тут, в принципе, все свои, мне кажется. Маша передает привет и спрашивает, где лучше погода в Москве или в Лондоне, и где комфортнее зиму переносить. Маше тоже огромный вообще привет, и все поцелуи, объятия. Конечно, в Лондоне комфортнее. Слушайте, московская зима, когда у тебя с апреля по... Наоборот, с октября по апрель вот это чудовищное серое месиво с низким небом, и совсем какой-то грязью, месиво под ногами. Опять, я не вожу машину, поэтому, может быть, автомобилисты скажут, что да, нормально, все, сел в один гараж подземный, доехал до другого гаража подземного, и все прекрасно и замечательно. Но вот как-то прям... Нет, в Москве меня всегда это утомляло. Не слышал ни одного автомобилиста, которому бы нравилось в Москве, если честно. А, ну вот, возможно, они все в Лондоне, у меня куча друзей здесь, которые водили в Москве, и которые говорят, что в Москве прекрасно и замечательно. Но, не знаю, как-то... А еще, ко всему прочему, так как... Это звучит ужасно, когда я говорю об этом людям. Так как я работаю на улице, большую часть, и люди всегда представляют, что я или дворник, или стою на панели где-нибудь вдоль дороги, но так как футбол в основном проходит на улице, то я очень как бы нежно реагирую вот на все эти погодные условия. Поэтому в Британии холодный февраль и март, и здесь при этом погода, как в Питере, во многом, я имею в виду уровень влажности, да, то есть местный плюс 5, это прям холодно, до костей пробирает, и хочется лечь и умереть. Поэтому я очень часто британцам объясняю, что московские минус 10 переносятся проще, чем местные плюс 5. Но здесь вот этого ледяного холода, его, в принципе, вот, ну, да, февраль-март, наверное, пару месяцев, я бы сказала, самые холодные, было несколько лет подряд, когда на Рождество у нас было плюс 16, как бы, в конце декабря, и это было совершенно прекрасно замечательно. Летом тоже погода достаточно ровная. Вот сегодня 18 градусов, у нас в начале июня было две недели с жарой, это всегда приходит такой хит-вейв, да, горячий какой-то воздух, откуда-то идёт, с океана или не с океана, я уже не знаю, откуда. Но жара тоже тяжело переносится, потому что нет кондиционеров почти нигде, и потому что опять влажность высокая, то есть всё, что выше 25, уже тяжело. Но я бы сказала, что 85% года – это комфортная температура от плюс 10 до плюс 22, и это вообще прекрасно. Проблемы с дождём решаются тем, что вы покупаете дождевик. Здесь редко бывают прям вот такие проливные дожди, как в Москве, например, были, да, пару дней назад. В основном это такая поморосящая просто история, которая, в общем, если ты не стоишь прям прицельно под дождём долго, то тебе, в общем, в целом нормально. Снега почти нет, туманов нет, как я уже сказала, поэтому... Нет, по погоде вообще вопросов нет, но... Проблемы с погодой начинаются в районе Ливерпуля, например. Потому что Ливерпуль стоит на море, и Ливерпуль отхватит не всегда. Я очень люблю ездить в Ливерпуль на зимние матчи, и там прям вот промозгло, там ветер с моря, там как-то прям... Так, извини, перебью про города, я у тебя сейчас ещё отдельно поспрашиваю. Тут в чате просят раскрыть тайну ёлочных шаров, которые у тебя за спиной висят. Расскажи, у тебя рядом где-то ёлка ещё? Нет, это просто лампочки, которые, да, висели на ёлке, а потом Новый год закончился, и если вы вот про эти говорите, которые висят... А вот там не ёлочные шары, там из окна свет. Это да, это было на ёлке, но ёлка закончилась, Рождество закончилось, а тут праздники заканчиваются прям сразу после Нового года. Британцы празднуют в основном Рождество, и Новый год уже так по остаточному принципу. Поэтому всякие ёлки и радостные истории ставят, наверное, в конце ноября, начале декабря, и число к пятому января всё, уже как бы жизнь возвращается в нормальное русло. А бутылка вина, я, кстати, вижу в чате, да, то, что спрашивают вот там. Это не потому, что у меня на прикроватном столике стоит бутылка вина, как бы, у меня всё нормально. Она ждёт какого-то твоего часа, я не знаю какого. Это бутылка вина, которую мне дали на Олд Траффорд. Я работала где-то в районе боксинг-дэй на Олд Траффорд, я уже не помню, что это был за матч, честно скажу. И Юнайтед дарил всем журналистам такой суверенный пакет с бутылкой вина и с такой огромной прям шоколадкой. Шоколадка была съедена ещё, по-моему, до Нового года, а вот бутылка вина всё ещё осталась. Я не знаю, если вина этот что-нибудь выиграет, наверное, вот тогда всё. А если сборная Англии выиграет? Сборная Англии ничего не дарит. Сборная Англии подарила вот, да, бутылку для воды, и на этом, в общем, всё. Ну, это не сборная Англии даже, это у Ифа подарила, они, в общем, всегда на больших турнирах дают всякую символику. Ну, возможно. Мне кажется, если сборная Англии выиграет, тут как бы шампанским надо будет заливаться, да, и этим английским пивом, который в воздух кидают постоянно на больших турнирах. Поэтому я думаю, нет, это вино Солл Траффорд, оно ждёт каких-нибудь достижений Юнайтед, в общем, в ближайшем, не ближайшем будущем. Лигу конференций. Извините. Вернёмся к английским городам. Я так понимаю, что ты уже очень много всю Британию изъездила, везде побывала. Расскажи о самых интересных, самых необычных английских городах, где тебе довелось быть. Не открыточные какие-то места, а вот то, что тебя конкретно зацепило. Я не люблю открыточные места. Я в этом плане очень такой, ну, видимо, так как, я не знаю, с футболом работаю, или у меня эстетика такая близка, я не люблю всю вот эту аристократичную шляпу. То есть люди, которые говорят мне, что там надо ехать в Виндзор, смотреть на Королевский замок, ну, как-то мне это так, ну, такое. А вот я люблю рабочие классовые штуки. Я очень люблю Манчестер. Он весь такой красно-кирпичный, прям, вот, он ещё железнодорожный весь, потому что это был железнодорожный центр Британии, поэтому это прямо, мне кажется, моё родное, как-то прям мне там хорошо и комфортно очень. Я... Оксфорд тембридж симпатичный, то есть если вы вдруг окажетесь в Лондоне, туда в часе езды от Лондона, там, в полутора часах езды от Лондона, там, в общем, всё прекрасно и замечательно. Я обожаю Бристоль. Бристоль прекрасный. Бристоль, это уже у нас, получается, что, юго-запад Британии, там, ближе к Уэльсу. И Бристоль – портовый город. То есть он исторически был ещё не только портовым, но он ещё был и пиратским городом. То есть они... И у них до сих пор какая-то вот своя история про независимость. В Бристоль не пускают до сих пор крупные сети супермаркетов, они не пускают сюда крупные сети пабов. У них вот там всё своё. Какие-то местные ресторанчики, которые держат владельцы, у них местные магазины, у них есть свой бристольский фунт, который в обращении только там. Вы не можете расплатиться им где-то ещё, но чтобы деньги крутились именно внутри. Да, куча всяких пиратских историй. Ну и Бэнкси оттуда – это знаменитый уличный художник, поэтому в Бристоле огромное количество граффити, огромное количество стрит-артов. Там прям очень круто и очень красиво. Я всем рекомендую. Часа-два из-за от Лондона. Что ещё из интересного? Да они, в принципе, все со своим какой-то изюминкой. Они, ну, рабочие классы, и все более-менее похожи друг на друга. Поэтому Манчестер очень похож на Глазго, например. То есть вот они, ну, с некоторыми поправками на свою особенность, но в целом вот есть очень такие большие параллели. Эдинбург, конечно, прекрасный и красивый. Замки, дворцы, холмы, всё, в общем, тоже максимально красиво. Ну, Шотландия. Шотландия всё-таки страна, по которой надо брать машину и ехать на машине, кататься по всяким полям, холмам и смотреть им на природу. Что касается городов, я так как в основном езжу по городам АПЛ преимущественно, в Норвич мне очень понравилось. Я очень рада, что Норвич вернулся в АПЛ. Норвич или Норвич? Когда я спрашивала у них, кстати, они местные говорят вообще Норвич. То есть это вот такое непонятное месиво из букв во рту. Ну, вообще Норвич, конечно. То есть, ну, слушайте, с Елагиным как бы спорить маэстро, даже как бы вопросов нет. Он очень европейский. Он был долгое время, ещё до всяких индустриальных революций. Он был ближе всего к Европе. И у них, например, были большие торговые связи с Бельгией и с Амстердамом. Поэтому там огромное количество бельгийских фабов. Там огромное количество каких-то... Ну, он очень европейский, действительно, в какой-то своей атмосфере. Лидс. Лидс прекрасный. Ну, я обожаю вообще английский север. И вот туда всё, что уже ближе к границе Шотландии. Очень круто. То есть вот в Лидс я съездила в первый раз в этом году, естественно. И была там, мне кажется, раза четыре. Я очень жду, когда... Я ни разу не была на Эллен Троуд с фанатами пока ещё. Но вот я прям в нетерпении. И то, что этот ближайший сезон АПЛ открывается в первом туре, там, матч Юнайтед Лидс. Это прям я вообще в нетерпении и в ожидании. Я жду, естественно, ответного матча. Потому что Лидс очень крутой, как город, и как стадион, и как, в общем, всё в том числе. Поэтому... Околофутбольная тема в Англии сейчас зажива. Что в России она потихоньку сошла на нет. Но если ты говоришь про Юнайтед Лидс, не спросить про околофутбол не могу. Я не очень в теме. Я не в теме, как бы, в России, да. Нет, как сторонний человек, который насколько это вообще в принципе влияет, да, там, насколько это всё видно, не видно. Нет, вообще нет. Я ни разу не видела, чтобы как бы кто-то где-то дрался, чтобы там они устраивали стенку на стенку, даже на самых принципиальных дерби. Я уверена, что это есть. Я уверена, что они до сих пор устраивают какие-то там свои разборки. Но это, естественно, всё происходит не вокруг стадиона. То есть я думаю, что да, как бы фанаты Вестхэма с Милуолом, если они хотят там немножко размяться и выяснить отношения, они это делают. Но это будет не в радиусах стадиона. Это будет где-то вот абсолютно посредо. Потому что на стадионах они всё прекрасно знают, да, и то количество полиции, которое есть и окружает. Я была, например, на Бирмингемском дерби, когда ещё остановила, была в чемпионшипе. Я остановила, играла с Бирмингемом, и вокруг Виллопарка было какое-то просто невероятное количество полиции. То есть там было всё это с кордонами. То же самое происходит на дерби Северного Лондона, которое максимально уже тоже пресное в этом смысле. То же самое происходит на матче с Ренателем Ливерпуль. Ну, просто бессмысленно. То есть как бы, ну, прийти подраться на глазах у британского ОМОНа, ну, такое себе развлечение. Оно наверняка где-то есть. Я думаю, что, возможно, это больше где-нибудь там в чемпионшипе и ниже. Но футбол в Англии, это такая уже, именно футбол на стадионах, это такое дорогое удовольствие, что, мне кажется, те люди, которые приходят на подраться, они не могут себе позволить заплатить 60 фунтов за билет на Арсенал и прийти подраться. Как бы, ну, зачем? Можно, я думаю, что есть какие-то, бывают моменты, там, потасовки где-нибудь, например, в пабах возле стадиона, но я вот ничего не видела, не могу сказать. То есть я прям совсем в этом не в теме. Плюс, ну, выросло немножечко такое травоядное в том плане поколение, потому что здесь фанатов очень сильно, конечно, закрутили жигайки после 80-х, то есть все 90-е, после всей этой истории, там, с Хиллсборо, с трагедией, да, и когда вот в 80-е был весь английский хулиганизм, то в 90-е очень сильно закрутили гайки. И плюс подняли цены, естественно, и вот выросло поколение, которое как бы не помнит со всех таких вот страшных вещей. Я разговаривала с несколькими фанатами именно олдовыми, да, которые, как бы, по ним видно, да, что они так голову-то отрывали еще там в 70-е к каким-то противникам своим, но сейчас этого, конечно, нет. Сейчас есть немножко такие, знаешь, оторванные, я не хочу называть их гопниками, но очень часто производится впечатление, что это именно они, которые ездят за сборной Англии. И вот все эти скандалы, которые, что фанаты сборной Англии поломали тут, покричали здесь, подрали с полицией там, вот это скорее оно, как бы. Но надо понимать, что англичане внутри страны и англичане за пределами страны, это две гигантские разницы. Мне кажется, они как только в Сомали от Рейнера садятся, у них тумблер щелкает в голове, и все, и у них все какие-то правила порядка, у них все какие-то, в общем, понятия прекрасные, как надо себя вести, вся вот эта британская, не знаю, вежливость, все что угодно, подключается вообще. И вот они, особенно молодежь, то есть, ну, надо понимать, да, что это вот их единственный способ прослабиться, они там до пандемии, когда все вернется в норму, купили за 15 фунтов туда-обратно билет, допустим, в Майорке, полетели туда, вот потусили там, напились этого дешевого испанского пива, подрались с кем-нибудь еще из местных и полетели обратно через неделю, там, пожив в отеле и в хостеле три звезды, да. Вот это идеальный отпуск для такого британского рабочего класса и молодежи, там, до 25, условно говоря, лет. Ну, есть такое, да, ну, слушайте, кто из нас ведет себя прилично в отпусках, да, как бы у всех, не без этого, все не без греха, поэтому, в общем, да, такое случается иногда. Тут, во-первых, рекламируют твой телеграм-канал Russian Small Talks, и тоже рекламирую, и тоже советую подписаться, и спрашивают, у тебя там много записей про различные пабы, откуда такая наклонность, а я дополнительно спрошу, где, в каком районе, в каком городе лучшие пабы, и чем они, вот, отличаются друг от друга. Ну, слушайте, у меня, опять же таки, у меня бутылка вина стоят возле кровати, мне кажется, после этого удивляться тому, что я много пишу про пабы, вообще невозможно. Это часть культуры, это бесконечный вопрос здесь, кто больше алкоголики, британские или русские, я на них отвечаю, что, ну, во-первых, британцы в основном пьют все-таки пиво, а мы как-то, опять, я обобщаю очень сильно здесь, у каждого свои истории, но в России, мне кажется, на крепкое переходит быстрее, а здесь вот, да, пиво выпивается, и когда я начинаю шутить над британцами, и говорить, типа, ну, над молодежью, да, говорить, типа, а что вы там над шотландцами, да, я говорю, а что вы виски не пьете, они вечно огрызаются, говорят, ну, еще 70 лет, чтобы виски пить, как бы, ну, то есть молодежь выпивается пивом, и, ну, пьют часто много, но, опять, если мы говорим про молодежь, то есть в пятницу вечером выпить там 8 пинт пива, а пиво это по пол-литра, да, надо понимать, это совершенно нормальная история, для них, для офисных работников, какой-нибудь, после работы пойти и выпить там пинту две, ну, это как бы вообще не... Это бывают нации, ну, видишь, нации, у которых печень каленая, да, но те же самые, например, какие-то чехи, какие-то немцы, да, французы, которые пьют по бокалу вина за обедом и совершенно спокойно себя чувствуют, ну, оно тут есть, да, а пабы это часть социализации, я всегда говорю, что в Британии социальный алкоголизм, да, то есть я очень... Ну, то есть если предлагать британцам, например, давай встретимся на кофе, то, скорее всего, это будет как-то более-менее бизнес-встреча, то есть даже если вы встречаетесь там со знакомыми или с коллегами на внеформальной обстановке, это, скорее всего, будет паб, ну, то есть это часть социализации, это не история про то, что давай пойдем и напьемся, это история про вот как бы пропоговорить, поэтому, например, в огромном количестве пабов там нет музыки, там нет никаких развлечений, там нет никаких телевизоров даже с футболом, туда просто приходят люди и там закладывают уши от того, что громко, от того, что люди разговаривают, и это немножко странно, вот со стороны может казаться, я помню, что меня очень сильно шокировало, кстати, может быть, опять мой круг общения так, но вот иногда в России бывает такое, что даже встречаешься с друзьями и все равно в какой-то момент все у вас в телефоны уходят, что-то в твиттере написали, что-то какой-то пуш пришел, кому-то надо ответить, кому-то надо позвонить, и вот это периодически такое разрывает всю социализацию. Британцы приходят в паб, и все, вот на 4 часа они убрали телефоны, если вы пришли там с коллегами, с друзьями, если вы пришли с кем угодно, да, и вот они сидят реально там, у меня есть знакомые, если там коллеги даже, с которыми периодически им надо было какой-то вопрос быстро там выяснить по работе или почему-то еще, но я знала, что они в пабах, я видела, что там он в последний раз был сети типа 5 часов назад, и все, потому что человек пришел туда не выпить и так одним глазом посмотреть твиттер и так далее, да, и сделать вид, что я вот социализируюсь с друзьями, а люди приходят туда общаться, им вот для них это важно, то есть это просто место, где они социализируются, где еще и выпить можно. Поэтому, да, я много пишу про пабы, у меня есть любимые, они, как правило, все далеко от центра города, потому что, ну, здесь это, перечислять прям любимые, в Лондоне 7 тысяч пабов, например. Чем они отличаются друг от друга? Вот ты говоришь о том, что это место, куда приходят люди пообщаться, ну, и представляется, чем они, в принципе, могут друг от друга отличаться, ну, максимум с сортами пива, и то, я думаю, что... Сортами пива, да, то есть здесь есть, например, сетевые пабы, да, и сетевые пабы, они всегда будут... Есть, например, сетка Везерспун, это прям вот самое дешевое, это прям самое задрипанное место, это вот такой кабак, прям, куда действительно ходит молодежь, опять, я не говорю, что молодежь, это прям плохо, ужасно, это прям какие-то такие бедные люди, ну, да, туда ходят, как бы, ребята, кому вот прям хочется дешево и быстро и качественно напиться. Там будет классическая линейка пива, там будет классический, там какие-нибудь дешевые, самые простые коктейли, там будет дешевое домашнее вино и так далее, какие-нибудь тоже самые дешевые, не очень вкусные бургеры, там фишин-чипс, и вот они туда приходят именно там напиваться, тусить и плавно после этого идти в коин-бар. Есть пабы чуть более туристические, которые выглядят, мне кажется, более аристократично, там может какие-нибудь там красивые вензеля, рюшечки-хрюшечки висеть, где есть то, что называется там гастропабы, да, где-то скорее уже история про поесть британскую еду. Я не очень люблю пабы с едой, честно скажу, ну то есть как бы это, ну это отдельная уже история, отдельная там статья бюджета и отдельное настроение. У меня есть несколько любимых пабов, которые не сетевые, в которых, например, плюс в том, что они сотрудничают с независимыми какими-то пивоварнями, да, и у них есть краны пива, и у них у тебя может быть там 10 кранов, на 4, на 5 хорошо будет традиционное пиво, да, там британское, какой-нибудь лагерь, какой-нибудь эль, какой-нибудь гинлос вечный и классические варианты, а на 5 будут пиво от местных, местных любых других пивоварен, куда вот им завозят три этих больших кега, три больших бочки, и вот они ставят, значит, там один сорт. Когда эта бочка заканчивается, они ставят там другой сорт, и вот поэтому там можно приходить и пробовать что-то новое и какие-то там разные варианты, но это всегда еще история про локацию, то есть у всех должен быть, например, локал паб, да, на районе, то есть их огромное количество сестра в центре, у меня тоже есть миллион места в центре, у меня есть любимый паб, который вот там 15 минут ходьбы от дома. Как саппорт и локал тим, только саппорт и локал паб? Да, 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 саппорт и локал паб, да, то есть тебе туда приходят действительно там по выходным, туда приходят, там, ты знаешь уже каких-нибудь этих официантов, барменов, да, и, то есть еще чем Лондон отличается? Это тоже перескакивает с одно на другое, Лондон это же сборище деревень, то есть вот в Лондоне район, в котором ты живешь, это немножечко тоже отпечаток на тебе, примерно как там чем ты занимаешься, да, там не знаю, откуда ты, там семейное положение, все что угодно, и вот район, потому что здесь районы очень разные, то есть исторически в Лондоне 33 бора, 33 района, и в разных концах Лондона люди говорят с разными акцентами, да, то есть ну как максимум. Где живешь ты, и чем характеризуется твой район, для понимания? Я живу в 15, я не знаю, это очень странная характеристика, я живу в 15 минутах ходьбы от стадиона Милуола, что бы это ни говорило обо мне, я живу в Южном Лондоне, Южный Лондон, ну как, Южный Лондон, это всегда, это была исторически рабочая классовая история, ну тоже все мое любимое родное, но рабочий класс именно британские преимущества. Восток Лондона, это в основном мигранты, потому что именно на восточной части была большая часть лондонского порта, и в основном вот все, кто в Лондон приезжали, они всегда ли там, там гигантская польская династия, там гигантская индусская династия, как бы там еврейский район тоже, вот все Восток, Почти все мигранты, они там на востоке, поэтому, например, сейчас основная масса мигрантов сейчас здесь – это литовцы и поляки, поэтому все литовские магазины вот за творогом – это все в восточный Лондон. Север, я бы сказала, что это такой семейный, средний класс сейчас, и, ну да, я бы сказала, средний класс. Запад – это аристократия, то есть там уже побогаче, ну, Челси, все дела, все как надо. Поэтому я живу как-то в Южном Лондоне, я через полгода после того, как я переехала сюда, я переехала в Южный Лондон, и вот так с тех пор я сменила уже, по-моему, 4 или 5 квартир здесь, и я так вот к северу от реки, мне кажется, я не перееду никогда, мне очень здесь, ну, во-первых, к Темзе близко, а я как-то вот мне, у меня к Темзе, к набережной, вот ко всей этой возможности туда-сюда вдоль реки ходить и бегать – это прям большое плюс удовольствия. Гринвич рядом здесь, это парк, там Гринвичская обсерватория, весь этот нулевой меридиан, и все в таком духе. Ну и да, как-то вот здесь, особенно тоже в этом районе, в Юго-Востоке Лондона, все, что вокруг Гринвича, здесь уже, ну, не средний класс, но те, кто к нему, там, не знаю, здесь очень много, например, живет тоже, ну, в принципе, достаточно молодой. Я бы сказала, что здесь живут люди, там, типа, 25-35 лет, то есть вот эта вилка. Все, кто после 35-ти, они уже все-таки или за город уезжают с семьями, или вот куда-нибудь там, не знаю, на север, к примеру. А здесь достаточно молодое комьюнити, здесь много всяких новых районов, здесь открывается куча всяких милых кафешек, ресторанов, именно вот рассчитанных на такой, не знаю, креативный класс, не креативный, ну, вот на там тех, кто не комфортен, приятен и ни с кем не знаю. Поэтому Южный Лондон прям... Слушай, ты говоришь о том, что после там 35-ти люди переезжают, нету такого, что ты поселился, всю твою жизнь живешь, и потом внуки твои живут здесь же, как с, условно говоря, пабы, которые передаются по наследству, там, да, с 11-го века, я слышал, есть пабы, которые до сих пор работают, или как абонементы на стадион, которые передаются по наследству, то есть жилье это совсем не такая тема? Мне кажется, нет, поэтому есть, например, многие жители западного Лондона, которые поднялись, но которые говорят, например, что они болеют за Вестхэм, и сразу, кстати, все про них понятно, типа, что они, откуда они, как бы, или за Кристалл Пэллос какой-нибудь. То есть здесь, кстати, та команда, за которую болеете, это тоже очень часто показатель происхождения, потому что, вот, да, команды, это тоже семейная история. Я знаю очень мало, если у нас, например, часто бывает такое, что, там, родители болели за Спартак, а я, там, из соображения и противоречия пошел, там, за Динамо болеть, да, решил, что, вот, я, пик, вот, папе и старшим братьям будут делать. Здесь такого нет, то есть я слабо себе представляю, если кто-то, там, выкин с пинтушами, у тебя, там, все, да, прадедушки болели за Тоддмхом, это такое нечто-то, я не хочу, пойду, там, выпендрюсь, буду хипстером болеть за Арсенал. Ну, как бы, сразу по шапке и из дома, как бы, вон, поэтому, а района нет. Нет, мне кажется, что здесь тоже это, ну, история про то, как бы, чтобы найти свое место. И районы меняются, и районы перестраиваются, и перерождаются очень быстро. То есть тот район, в котором я живу, например, там, 10-17 лет назад, там, стражил и говорят, что тут была совсем другая история. И здесь еще много нового девелопмента и каких-то новых, действительно, жилых комплексов, кварталов, очень хороших, симпатичных, хотя раньше тут была, там, промзона, и все было страшно и ужасно. Поэтому, а многие переезжают, да, и, естественно, особенно сейчас, когда стало понятно, тем более, когда сейчас стало понятно с пандемией, что совершенно необязательно жить там, там, где ты работаешь, да, в 10 минутах езды, и это все, многие работают дистанционно. Плюс то, что можно взять за город, например. И одно дело, можно купить квартиру с одной спальней в Лондоне, в центре, а можно купить трехэтажный дом в пригороде Лондона за одинаковые деньги. И те, и те деньги будут гигантскими, но одинаковыми. И, как бы, да, но здесь очень хорошая связь, например, пригородных районов всех с центральной части Лондона. То есть у меня есть знакомый, который живет не очень далеко от хитрого, от аэропорта. То есть он, представляете, да, как далеко аэропорт может быть от центра города. И он доезжает до работы в лондонском сити в центре города за 25 минут на электричке. То есть в этом проблем нет, что ты на метро едешь только, сколько ты едешь на пригородной электричке. А здесь электрички, в общем, выглядят чуть симпатичнее, чем, мне кажется, наша на ленинградском направлении. Но, да, куча народу уезжает, и люди мигрируют, люди перебираются из одного района в другой. И поэтому тут, в общем, да, нет такого, что я вот окопался, и все, я буду жить здесь. Ну, хотя тоже, может быть, просто я, может быть, у меня, кстати, на самом деле, круг общения не очень большой в плане возрастных разниц. Может быть, я просто знаю не так много там бабушек и дедушек, да, которые там живут годами и десятилетиями в одном месте. Поэтому, ну, в общем, молодежь как-то, да, очень спокойно все делает, перебирается. Хотя очень многие как-то прирастают к районам. У меня есть подруга, которая сейчас, например, хочет переехать, но она живет там в этом районе, который ей очень нравится уже последние, мне кажется, годы четыре, и вот прям не хочет туда уезжать. А там как бы нет жилья, которое там подходит ее каким-то критериям. Она мучается страшно, говорит, есть хорошие идеальные дома, но они в других районах. Я уже не хочу уезжать отсюда. Я сейчас тоже понимаю, что у меня жизнь настолько там завязана. Какие-то любимые места, практически все друзья живут тоже, в общем, не очень далеко от меня. И вот я понимаю, что я, да, наверное, из этой части города, ну, еще там пару лет точно вряд ли уеду, пока, не знаю, круг общения не сменится или не сменится там, не знаю, какой-нибудь жизненный уклад. Мой внутренний болельщик РЖД хочет защитить электрички ленинградского направления, но у него не получается. А в чате очень поднялась тема про пиво, как ни странно, разумеется. Да. Вопрос номер один. Можно ли встретить в английских пабах паленое пиво, чтобы это не значило? Ну, видимо, некачественное, плохое пиво. Или английский паб – это гарантия качества? Скорее нет, чем да, потому что здесь, в принципе, прямые поставки от производителей, в принципе, здесь очень сильно следят за качеством. У меня была история, когда я в Москве пила, например, сейчас в московских барах периодически бывают там London Pride и какие-то там британские элии, сорта пива, и я знаю вкус, какой он должен быть, какой он здесь. И в Москве, даже несмотря на то, что у них тоже поставки там с завода, все это четко, оно какое-то другое. Я пыталась объяснить, у меня было ощущение пару раз, когда я приходила в бар, я говорила, ну, London Pride не такой на вкус, я знаю, я приехала позавчера из Лондона. Они говорят, ну, это наши поставки, оно такое на вкус. Ну, то есть, не знаю, в каком моменте все ломается, но, может, воздух другой, поэтому как-то по-другому все это ощущается. Нет, не бывает здесь, мне кажется, паленого пива. Единственная проблема была, на самом деле, после того, как... Единственная, когда вот прям было... Знаете, иногда бывает, кстати, не то, что паленое, а бывает, если наливают с дна бочки. И вот в элях есть проблема, что как он такой достаточно сильно концентрированный, там, может быть, там, типа, концентрат вот этот внизу скопился, и тебе, если наливают снизу, то он такой получается сильно крепленный. И, в принципе, если он прям совсем не такой, ты можешь подойти к бармену и сказать, типа, чуваке, а вы точно не снизу кега мне налили, потому что что-то это на вкус странно. И, как правило, они говорят, да-да, давайте мы нальем, типа, из новой, потому что вот мы там бочку меняли, и могут быть такие проблемы. И была проблема после локдауна. Я была... У нас было в прошлом году 4 июля, это был просто день независимости от локдауна, потому что 4 июля нас открыли после того, как нас закрыли, собственно, в середине марта. И открыли пабы впервые за несколько месяцев. И все, естественно, тут же ломанулись в эти пабы, потому что как же так, 3 месяца сидели дома, пили дома, и надо уже идти бежать обратно в паб. Сейчас, кстати, не бегут, потому что за долгие месяцы этой зимы все поняли, что что-то экономика пабов работает не очень хорошо, что как бы за те же деньги ты можешь дома упиться гораздо веселее, радостнее и бюджетнее просто в разы. Но тогда все тут же побежали в пабы, и, видимо, многие места не промыли вот эти трубки, которые подводят, собственно, к кранам, и там 3 месяца было какое-то застоявшееся старое пиво, и вот это было тоже не очень приятно. Но это был единственный вот раз, когда прям совсем что-то не то было. Да, Тим, ты модерируй, потому что я уже чувствую, что мы сейчас уйдем в какие-то алкогольные дискуссии и дегустации. Продолжаем алкогольную дискуссию. Спрашивают, разобралась ли ты, чем отличается Эль верхнего брожения от нижнего? Нет. Ну, как, я знаю, чем отличается лагерь от Эля. Ну, как бы, если я правильно понимаю, сейчас трудят пиловары в чат, и как бы тоже окажется, что я все делаю неправильно. Но лагерь в основном это газированное пиво, да, все, что с пузыриками, а Эли британские, все, что не газировано, поэтому, если вы заказываете, кстати, в основном британские Эли, они будут теплыми. Ну, потому что они будут в комнатной температуре. И это то, что очень много людей раздражает, и почему не называют теплое пиво? Потому что оно не хранится в холодильнике, и там кеги стоят именно в комнатной температуре. Оно не газированное, оно очень более терпкое, оно очень более горькое, но тоже на любителя, как бы, кто-то любит, кто-то нет. А чат вообще говорит то, что это первый стрим, на котором им спать не хочется, так что, видимо, алкогольная тема — это то, что нужно обсуждать. Вопрос, наоборот, антиалкогольный. Ты так говоришь о том, что это социальный алкоголизм. Можно ли выжить в Лондоне, будучи нелюбителем пива и в целом хейтером алкоголя и так далее? Или это, ну, национальная идея? Можно, абсолютно точно можно. Опять же таки, пабы — это не значит, что, как бы, если вы не пьете, вам туда нельзя. Нет, в пабах наливают безалкогольные напитки, это не проблема. Вам нальют газировку, вам нальют сок, как бы есть то, что называется ginger ale, да, имбирное. Ну, оно называется имбирное пиво, но оно не пиво, конечно, это просто имбирная газировка. Но оно все есть, но и, в принципе, если вы просто приходите немножко там поапсоциализироваться, то вам будет абсолютно норм. У меня была проблема, я ставила на собой пару лет назад эксперимент, я год не пила. За этот год моя социальная жизнь, как бы, уничтожилась просто, потому что одно дело, мне кажется, что если ты изначально себя ставишь, как бы, что ты не пьешь, и все, как бы, принимают это. А другое дело, если ты пьешь хорошо, радостно и весело, как, в общем, я это делаю, а потом просто резко перестаешь это делать. То есть, как бы, ну, сейчас тут же возникают два вопроса. Первый, ты беременна, и второе, типа, ты болеешь. Я говорю, нет, я просто, типа, мне все нормально, я просто, типа, вот решила, как бы, так проэкспериментировать над собой. И это становится странно, потому что, во-первых, да, все начинают пытаться себя споить, а потом, если ты пьешь, как это в компании, то, ну, мне кажется, все, кто люди не пьют, они иногда замечают, да, что если компания все так пьет немножко по нарастающей, то их градус веселья поднимается, а твой остается, как бы, на том же нормальном уровне, но им кажется, что сидишь грустной, печальной и недовольной жизнью. Вот, поэтому, как-то стало тяжеловато немножечко, но затем, да, я решила, что все, прекрасный, замечательный эксперимент, больше так не буду делать, поэтому теперь, в общем, все, моя социализация снова на высоте, да, и, в общем, ну, можно, конечно, если вы, опять, тут огромное количество денег, тут можно, там, заказать буртогольные коктейли и так далее, то есть это не обязательно, у вас в анкете на британскую визу нет пункта пьетов или нет. Вернемся тогда к футболу, вот ты переехала в Англию, и когда тебе пришла в голову мысль сходить на футбол, что это был за футбол, и какие, ну, давай пока вот на этот вопрос, а дальше разовьем тему. Почти сразу, ну, потому что зачем, иначе, как-то переехать в Англию, помимо прочего. У меня было долго, ну, не долго, некоторое время у меня была моральная дилемма, потому что, естественно, после того, как я поработала в пресс-службе локомотива, я знала примерно всех журналистов российских медиа, да, и, ну, моей главной дилеммой было этической, можно ли просить, не знаю, помогать с аккредитациями или нет, как бы, не знаю, или просить, типа, давайте я напишу вам текст, а вы мне поможете аккредитоваться, потому что я не представляла, как это работает. Ну, в общем, ломалась-сломалась я недолго, пару месяцев, наверное, после чего написала, как бы, на тот момент времени просто сайту в мире спортс.ру Владу Воронину, с которым мы... Оп, снова видно. Ты написала Владу Воронину, лучшему в мире редактору. Да, главному редактору лучшего в мире спортивного сайта, ну, ладно, хорошо, за атлетику может быть лучший в мире спортивный сайт, как бы, спортс.ру на втором месте, но, да, я написала тогда, я говорю, Влад, может, будем работать с аккредитациями, как бы, Кайль, да, пожалуйста, в виде бложек, как бы, и пиши туда, он поможет с аккредитациями. Правда, проблема в том, что в Англии с аккредитациями все немножко тяжеловатее, чем в России, то есть... Не работает сегодня интернет. Да. Так, слышно меня, видно? Слышно, видно, но что-то как-то... Стабильность связи две полоски из четырех, а то и одна. Ох уж, это связь с Москва. В моей ситуации ничего не изменилось. Ну, давай попробуем, если сейчас еще раз будет жесткое проседание, тогда мы свяжемся какими-нибудь другими техническими способами и договорим. Да, вот, и здесь сложности с тем, чтобы аккредитоваться на АПЛ и, в принципе, на любое соревнование. вы не можете написать в клуб, вы не можете написать в премьер-лигу и попросить... Вот я иностранный, даже очень большой и известный сайт, закажите меня, пожалуйста. Вы должны, насколько я понимаю, купить лицензию на освещение АПЛ, даже если вы просто печатное издание. Как-то так-то работает. Но на Лигу чемпионов можно было аккредитоваться через клубы, на Лигу Европы, на всякие маленькие, большие такие матчи в матче сборной Англии. И как-то с этого я начала и прям стало получаться очень здорово. На самом деле, первый мой матч был очень странный и нестандартный. Первым матчем случился прощальный, товарищеский матч Стивена Джерарда. Я узнала, что он будет. Команда Джерарда против команды Каррагера. Они играли весной 2015 года на Энфилде в перерыв на сборной. И я приехала туда на удачу просто. И пришла к кассам, на что мне просто громко рассмеялись лицо с словами типа самый легендарный футболист в истории клуба заканчивает карьеру. Удачи вам с тем, чтобы попробовать найти билет. Естественно, как бы в день матча там уже ничего не было. Но я постояла в кассе и я, в общем, так сделала жалостливые глаза и сказала товарищу по другую сторону стекла. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, может быть, что-то есть за углом, за угловым флажком и за чем угодно место. И он мне сказал, что... Он долго искал, он 10-15 со мной общался, что осложнялось тем, что он говорит с ужасным ливерпульским акцентом. В Ливерпуле очень тяжело. Ливерпульский скаус это тяжелее, чем любые шотландцы, серьезно. Невозможно, мне кажется, понимать, что они имеют в виду и что они от тебя хотят. В общем, он какими-то знаками и буквами пытался со мной общаться. Я что-то понимала, что-то нет. Но и в тот момент, когда он сказал, я говорю, слушайте, уже прям вот точно почти совсем ничего нет. Я говорю, ну ладно, не судьба. А тут к нему подходит девушка какая-то, знаете, что-то включу, говорит, вот здесь вот снялась бронь сейчас с билета, вот там один есть такой билет за 30-40 кунтов. Я говорю, давайте мне его сюда нанеси скорее, пожалуйста. И как-то вот так я случайно попала на какой-то безумный матч. Это было так давно, что на Айнфилде еще была старая центральная трибуна, сейчас она новенькая, свежая и отреставрированная. Тогда еще была старая с такими балками посередине, собственно трибуны, которая закрывает там всякие виды на ворота и все в таком духе. Но это было здорово, да. А потом как-то потихонечку да, я начала ходить тоже на всякие еврокубковые штуки. Тогда еще права на АПЛ были у Матч ТВ и как-то в общем тоже можно было договориться с ними, что если как бы никто от них не приезжал сюда и не освещал какие-то большие матчи, то я могла тоже там от них ходить. Денег мне за это не платили тогда, я что-то там для них иногда снимала, иногда на спорт писала какие-то тексты и как-то вот да, так все и начиналось. У тебя в целом было все равно, куда ходить, ты просто ходила на те матчи, на которые можно ходить. По большому счету да, но мне было просто прикольно, потому что что-то было совершенно новое, совершенно непонятное как бы и в сравнении на контрасте с российским футболом, да, плюс это была возможность как бы поставить какие-то галочки, типа там была на Ултрафорд, была на Энфилде. Сейчас я чудовищно зажралась по сезон в Манчестер, я уже такая, господин, уже невозможно туда ездить, я уже устала, пожалуйста, можно какой-нибудь другой туда съездить. Но тогда это было прям круто и тогда были болельщики, тогда были зрители и тогда была прям крутая атмосфера и да, на контрасте я смотрелась очень круто. Просмотр футбола в разных частях Англии отличаются друг от друга, как сами города друг от друга отличаются, футбол на севере Англии, футбол на юге Англии или все плюс-минус глобализировано одинаково? Я бы сказала, что футбол в топ-6 и футбол за пределами топ-6 это да, это две большие разницы. И это не потому, что у них там суперлига, денег больше и так далее, потому что это более крупные международные бренды и соответственно если вы приедете на какой-нибудь матч Арсенала, то основная масса у вас будет, там конечно будут всякие олдовые товарищи, которые передавали билет на хайбери из поколения в поколение, но там будет очень много туристов, там будет, ну, Стадион Арсенала в этом плане называют часто библиотекой, потому что у Арсенала одни из самых дорогих билетов лиги, и туда, естественно, приходят люди, которые могут себе это позволить, и они рвать глотки никогда не будут. То есть это очень такое спокойное, кузьмичевское такой просмотр футбола. Вы сидите, получаете удовольствие или не получаете удовольствие, в зависимости от того, что Арсенал играет. Такая же очень частая история на Алтрафорд, такая же очень частая тоже история на Стэнфорд Бридж в том числе. То есть все эти клубы топ-6, они, конечно, гораздо более спокойные и гораздо более камерные. Я всегда говорю, и если вы приезжаете в Англию на футбол, если вам хочется такого крутого английского именно футбола, в традиционном понимании, езжайте в провинцию, а еще лучше идите в чемпионшип, клубов, чемпионшипов в том же самом Лондоне, например, огромное количество или там Лига 1, Лига 2 даже, там будет гораздо все круче. Я помню одно из моих самых ярких впечатлений. Я была пару лет назад, когда еще Ибрагимович играл за United на матче West Brom, по-моему, да. West Brom, Man United. И это было прямо очень яркое впечатление, потому что вот там действительно болельщики, они, может быть, были не так организованы домашние, но вот как только мяч попадал к игрокам United, они начинали свистеть. Они начинали прямо орать, свистеть, топ ногами. Как только мяч попадал к игрокам, они начинали аплодировать и тут же, значит, преисполняться радостью. Поэтому и вот этот контраст, и вот это каждое движение авансии, каждое движение прямо аплодисментами, на каждое действие реакция, это есть провинции. Этого нет, к сожалению, на Emirates, на Enfield, на Gold Trafford, на Etihad и так далее. Ну, это вот цена вопроса и цена глобальных брендов. В низшей лиге тебя заносило? Ну, я ходила на пару матчей прям совсем в нон-лиге. Я была на матче клуба братьев Невиллов и всего вот этого класса 92, да, они, в общем, команда в пригороде Манчестера, когда они играли, по-моему, в пятом или шестом дивизионе на данный момент времени. Ну, это такая, да, в общем, мне кажется, как на матче Казанки ходить, вот примерно такая же атмосфера, но только побольше людей, да, на трибунах. Чемпионшип очень прикольно. Я ходила на чемпионшип, ведь, как я упоминала, уже бирмингемское дерби было очень крутое. Я ходила на пару матчей Милуола, и это было тоже очень бодро. Один из матчей был прям такой настоящий Милуол экспириенс. Это был кубковый матч, Милуол играл с Лестером, и после матча Милуола выиграл, я уже не помню, это одна 16, одна восьмая была, по-моему, в общем, кубка Англии. И когда Милуол выиграл, туда, значит, там случилась питч инвейджин, да, все фанаты начали двигать на поле. А я была на кромке поля, на бровке, снимала что-то для матча, и меня, так получилось, что меня зажало, то есть впереди меня было это поле, с кучей фанатов, туда тут же уже вышел британский ОМОН, там вышла эти конная полиция, все как надо, а за моей спиной была гостевая трибуна фанатов Лестера, поэтому, естественно, они тут же начали махать друг другу самыми разными пальцами, они начали кидать друг другу там бутылки и так далее. В какой-то момент времени мимо меня вот так пролесел штул в метре от меня, я поняла, так, ладно, это достаточно веселое мероприятие происходит здесь. И когда я уже в какой-то момент времени полезла с камерой снимать что-то куда-то уже вглубь толпы, меня действительно за капюшон поймал футболист, господи, фотограф Лестера, которого я знаю, он поймал меня, дернул меня за капюшон, выдернул практически оттуда, говорит, куда ты летишь? Я говорю, ну там вот, значит, атмосфера, надо снимать, он говорит, русская, ты вообще больная, на всю голову пошли отсюда, не надо тебе здесь ничего снимать. Но было весело, после этого я говорю, да, что как бы, ну вот, me all experience был, он был, значит, именно в кубковом матче, было прикольно. То есть, если бы была возможность походить на чемпионшип, я бы ходила, правда, с огромным удовольствием, потому что это новые города, это новая атмосфера, это всегда прикольно, чуть более камерно, а там истории тоже, куча-куча всего, там действительно съездят, например, в какой-нибудь там Нотиндом Форест и посмотреть, как живет когда-то легендарный клуб, это клево. Но пока, в общем, возможности нет, времени нет, не хватает на все это, а ПЛ хватает выше головы, так что, да, ну когда-нибудь обязательно. Футбол в Шотландии или, может быть, тебя в Ирландии у Уэльса заносило, там вот он чем отличается, вот именно клубный футбол, не сборная, да, не такое, а... На клубном футболе в Уэльсе я была, ну я была на матче Свонзи, это был матч АПЛ, поэтому, я знаю, сколько он может читаться, у меня остались неприятные ощущения от Свонзи, потому что это был февраль, а Свонзи, это один из самых депрессивных городов Британии, там очень высокий процент 19, по-моему, процент безработицы, то есть это вот бывший рабочий классовый город, который очень сильно скатился, и в котором жизнь тяжелая, грустная, печальная и тоскливая, и как-то там все было что-то не так, поэтому вот от Свонзи у меня какие-то печальные впечатления. Шотландия в этом плане очень крутая, ну я сужу по самой высокой планке, я была и на Айборксе, и на Селтик-парке, причем на Селтик-парке мы были полтора года назад с Вовой Степниенко, когда он снимал о своей планете футбола, про, собственно, дерби старой фирмы, и мы были на Селтик-парке на матче Селтик-рэнджерс, и это просто отрыв башки, то есть в принципе и Айборкс был отрыв башки, хотя я была там на, что это было, наверное, Лигу Европы, Рейнджерс-Спартак года 3-4 назад, наверное, и это очень круто, то есть вот это похоже и по уровню футбола, и по уровню боления, это, да, похоже вот на чемпионшип, наверное, на английский, именно в позаряженности, это очень круто. Да, я не была там в каком-то Данди или в Абердине, там, наверное, может быть, немножко это все еще более провинциально, но Селтик-рэнджерс очень круто, даже если они играют с кем-нибудь там командами попроще, но дерби старой фирмы на это было очень тяжело попасть, я уж там не знаю, как команда Вова доставала эти билеты через какие-то, в общем, свои хитрости, но это было очень-очень круто, это, наверное, одно из самых крутых дерби, на которых я была. Да, сейчас дам тебе немножко отдохнуть, расскажу про свои впечатления, про английский футбол. Я вот в футболочке в английской сижу, кстати. Для меня с Англией, как и для многих, наверное, моего поколения, в принципе, начиналось увлечение футболом, это, во-первых, чемпионат мира 98-го года и сборная Англии с бэкхабом Оуэном и противнейшим Диего Симеоне, а во-вторых, это, конечно, Елагин и его репортажи с английских стадионов, РЕН-ТВ и прочее, как потом я узнал, то, что это вообще были матчи какой-то недельной записи, но смотрелось все это как, ну вот, какой-то глоток невероятного воздуха и оттуда узнавались совершенно какие-то невероятные слова, которые в российской жизни не встречаются, мерсесайцы, скаузеры, валийцы, Райан Гиггс и все вот в этом, это какая-то вот магия была, да, какой-то вот футбол с другой планеты, дальше вот сейчас я не особо английским футболом интересуюсь, и опять же, да, есть локомотив, есть российская премьер-лига, хватает выше крыши, а тут есть еще и работа по московскому футболу, тоже, в общем-то, футбола много, но есть еще такая игра, как футбольный менеджер, и она тоже в моей жизни идет с каких-то там 2000-х годов, и всегда в каждом футбольном менеджере ты начинаешь играть за клуб конференции, какой-нибудь английской, совершенно любители, берешь какой-нибудь клуб и начинаешь движение наверх, и одной из моих главных любовей в английском футболе до сих пор является клуб Донкастер, которого я в футбольном менеджере 98 приводил к победе в Лиге Чемпионов, давно это было, Донкастер сейчас, где он, Лига 1, я его я его выводил выше, так что знаете, что лучший тренер истории Донкастера это я, вот, подтверди мое ощущение от английского подвального футбола, это то, что вот в таких городах, вокруг вот таких вот клубов, конференции, Лига 2, Лига 3 и так далее, в общем-то строится жизнь по выходным, то есть это место сборища людей, которые туда приходят и проводят там весь день, и там играет вот эта вот команда, в которой футболисты там, может быть, работают, потом после работы приходят, и все вместе потом еще идут в паб пить пиво, и это вот такое вот реально место притяжения людей на выходные, или нет? Да, мне кажется, это абсолютно точно, я бы даже сказала, что это не только в какой-нибудь Лиге 2, это бывает иногда и на матчах АПЛ, опять же, это же мой прекрасный экспириенс с Вестбромом и Ман Юнать, это было где-то в середине декабря, то есть Рождество уже близилось, и за мной сидел какой-то прям такой очень бермингемский дед, который орал матом в общем весь матч и требовал своих игроков переломать Ибрагимовичу ноги, и в общем он орал-орал, а его там в какой-то момент стюард пытался там успокоить и посадить, в общем где-то естественно не успокаивался, а когда матч закончился, дед, значит, пожал руку этому стюарду и в общем со словами типа Джон, ну все, значит, увидимся на новогоднем ужине, типа Мэри очень ждет вас с Люсей в гости, типа все, давай счастливо, увидимся через неделю. Это действительно, по ним видно, что вот таких особенно, если люди на стадионах топ-6, они меняются, сейчас там за счет, не знаю, каких-то туристов в том числе, то вот на таких клубах, которые поменьше и гораздо менее известны за пределами Британии, даже за пределами социального города, там люди вот годами приходят на свое место. У них этот абонемент, они знают всех своих соседей по трибуне, они знают всех детей, всех внуков, там все новости, кто в общем сломал себе бедро или кто там еще в общем что-то, у кого там у сына проблемы с экзаменами выпускными, и вот это, да, я допускаю, что вокруг этого жизнь строится, потому что ну в очень многих этих городах делать больше нечего, ну как бы правда, но это как мне кажется в любой провинции, да, то есть все эти Донкастеры, все эти, да в принципе даже те команды, которые играют в АПЛ, да там, я была в Норвиче, очень милый, симпатичный город, но что там делать дольше одного дня, я вообще не понимаю, мне кажется, ну то есть там приехать, погулять, симпатично, мило, замечательно, но жить там постоянно, ну наверное да, жить вокруг футболок. Вот это вот нытье Деньяры Беллидинова про Ливерпуль, в котором нечего делать и депрессия, она имеет под собой место. Ну депрессия футболистов это вообще отдельная история, да, как бы, не знаю, мне кажется, не умение себя занять в том числе, и все знают же, конечно, ну не знаю, насколько это широкая история, но мне кажется, про нее наинократно рассказывали, там, как жизнь Юрия Жиркова крутилась в Бермудском треугольнике из, собственно, его квартиры в западном Лондоне, собственно, где-то 500 метров от него был ну лондонский ЦУМ, да, скажем так, ну он не супермаркет, конечно, это торговый центр Хэрротс, где закупаются русские арабы и всякие, в общем, богатые и прекрасные люди, куда приезжают на таких платиновых всяких Порш и так далее. Вот, а под третьим углом треугольника был какой-то бар, где был, типа, кальян, немножко русской кухни и так далее. И вот он прожил все два года, что он был в Лондоне, он прожил в этом треугольнике, как бы, все, он не убирался, а, ну еще он убирался в музей военной истории, потому что Жирков всем известен, фанат всей этой штуки. И у всех там наших легионерок, да, крутилось дома российское телевидение, то есть, ну, мне кажется, там Погребняк, может быть, адаптировался, да, из всех этих, кто приезжал вот именно в поколение после Евро 2008, да, он тоже поиграл именно по всем вот этим дырам и трущобам всяким английским немножечко. Но делать нечего, ну, опять, я, может быть, просто никогда не жила не в столице, да, я родилась и выросла в Москве, а потом переехала жить в Лондон, как бы, и у меня нет опыта жизни там в Манчестере, Ливерпуле, Престоне, я не знаю, Брайтоне или городах поменьше. Там наверняка есть чем заняться, да, то есть, в принципе, как бы, мы тоже, кто в Лондоне живет, мы не ходим каждый день на Трафальгардскую площадь, да, и не проводим каждый выходной в Бакенгемском дворце на экскурсиях. Нет, у нас тоже есть какие-то свои центры притяжения, там, не знаю, свои любимые места развлечений, парки, там, пабы, рестораны те же самые, там, в театр выберешься пару раз в месяц, как бы, и нормально. Я думаю, что в Маленьких городах жизнь примерно так же, но я допускаю, что там просто футбол один из центров притяжения жизни абсолютно точно, и он может быть, да, более сильный и более яркий, чем все остальное. У меня есть знакомая, которая сама из пригорода Шеффилда, и она болеет даже не за Шеффилда United, не за Шеффилда Уэнсдэй, она болеет за Барнсли, это, в общем, команда тоже из пригорода Шеффилда, и вот она, когда даже Барнсли был в Лиге 1, она следила каждые выходные за результатами, и смотрела хайлайты, и каждый раз, когда она ездила домой из Лондона, они ходили там с отцом и с братьями на матч, это все еще, хотя, в общем, можно было выбрать любую команду АПЛ, у нее была вторая любимая команда АПЛ, она так за Арсенал посматривала и притапливала немножко, но всегда, да, Барнсли был на первом месте, поэтому, да, маленькие города, ваша жизнь крутится вокруг маленьких клубов. Давай, закончим на этом английский блог и перейдем к твоей локомотивской жизни, все-таки многие зрители тебя помнят, знают и любят по локомотивским временам. Один из самых частых вопросов, который, в принципе, задается, как попасть в футбольный клуб в России, как попасть в локомотив, в частности, болельщики грезят тем, чтобы работать на любимый клуб, уж не знаю, зачем. Во-первых, как ты попала, как твой рецепт успеха, и, во-вторых, принесло ли тебе это счастье? Я попала в... Я оказалась в нужное время в нужном месте. Мне кажется, мы все выходцы с прекрасного сайта локомотив.инфо, спасибо ему большое, хотя к нему там могут быть у самых разных людей куча самых разных претензий, но начало 2010-х, да, это вот был момент, когда там стык, конец нулевых, начало 10-х, был момент, когда, мне кажется, инфо был не просто, знаешь, источником информации, куда все новости с клубного сайта публикуются и дублируются там из Спорт Экспресса, где было очень много крутых людей, которые делали очень много крутых вещей, которые писали репортажи, которые брали интервью, которые делали какие-то там разборы-неразборы, которые делали видео, монтировали, и это было прям клево, и это был такой, да, как это называлось, да, интернет 2.0, да, когда пользователи сами создавали контент, и его было много, то есть, мне кажется, там мы все сейчас, там, Алды все вспомним, хотя 10 лет прошло, да, но мне кажется, мы все вспомним кучу интересных людей, которые тогда в этом во всем были, и я писала на инфо, я брала, писала какие-то тексты, фотографировала какие-то матчи, и был прекрасный момент, мне кажется, прекрасный для очень многих, кто в итоге оказался в клубе, когда в 2011 году сменилось руководство пресс-службы, туда пришел один из руководителей пиар-департамента Дениса Новоселова, к которому у многих матч-локомотива огромное количество претензий по самым разным, в общем, моментам и ситуациям, у меня к Денису никогда не будет никаких вопросов, вот человек, который взял меня и еще несколько человек на работу, именно потому, что он хотел обновить пресс-службу, притащить туда каких-то новых, свежих людей, на самом деле, это была очень простая логика, если ты берешь на работу студентов, которые болеют за клуб, которые и так бесплатно делают как бы видеотексты, репортажи и так далее, то просто позови их на работу в клуб, дай им зарплату, не знаю, меньше прожиточного минимума и они будут работать 24 на 7, как заведенные, просто от того, что они туда попали. И это было примерно так, то есть мы оказались как-то там, нас оказалось в момент, в момент трое, там, собственно, пришла я, пришел Леша Жарков, пришел Витя Степанов, Леша, в общем, в определенный момент руководил там ЛогТВ, Витя Степанов был диктором стадиона, мне кажется, все, в общем, люди, которых в локомотивской тусовке знают, помнят, я уж не знаю, любят, не любят, но тут уж как бы на вкус цвет. Витя Степанов вернулся на дикторскую роль, по-прежнему радует на своем голосе. пока всех волят, как бы, да, вот, и как-то все это, да, и на тот момент времени это все сработало, я честно, абсолютно считаю, при том, что это было странное время, опять, в локомотиве всегда все времена странные, но вот мы пришли одновременно с Биличем, и я поэтому до сих пор за Биличем очень радую и переживаю, я когда вижу его здесь, я когда накатывается периодически на английский футбол, так, на полсезона до того, как его увольняют, это очень клево, и он меня помнит при всем при этом, он, когда только пришел в Вестхэм, и Вестхэм еще играл на Аптон-парке, на старом стадионе, я ему как-то написала, я просила через Степу Левина, типа, можно ли свидать меня с Биличем, пожалуйста, и я написала Славину, типа, вот я тоже в Лондоне, если это не будет очень сложно, можно ли как-то помочь с билетами, он оставил мне прям два билета на матч, и я сходила с огромным удовольствием, это был мой единственный матч на старом Аптон-парке, на старом стадионе Вестхэма, и виделись мы с ним тоже, когда он вот в начале прошлого сезона в Вестброме немножко попылил, и, ну, это было вот действительно время, там была очень молодая пресс-служба на самом деле, то есть, если вы вспомните этих всех людей, там пресс-служба был Андрей Лялин, который стал пресс-служба в 24-23 года было, 25 плюс-минус, да, у нас был как бы редактор сайта Сергей Томилов, тоже который сейчас в Одноклассниках, большой босс, и мы были какие-то все молодые, все как-то нам было очень клево от этого, а мы, да, вот эти люди, которые пришли именно из болельческой среды, мы прям горели этим, то есть, мне кажется, что кто-то из нас, мне кажется, что Леша с Витей там влезали в какие-то там дискуссии, даже в комментариях, стали объяснить, что как происходит, ну, опять, там, это было клево, это абсолютно точно сделало меня счастливой, я до сих пор считаю, что вот те там два с половиной года, и это было прямо очень круто, то есть, это было два года, когда у нас схлопнулась, мне кажется, вся жизнь за пределами клуба, то есть, потому что, ну, ты работаешь пять дней в неделю, потом у тебя в субботу матч молодежки, в воскресенье матч основы, как бы все, там, на выезде, не на выезде, но, и, ну, жизни нет, мне кажется, на второй год моя работа в клубе, мои все остальные друзья перестали меня звать вообще на какие-то мероприятия, потому что, я понял, что это бессмысленно, что у меня нет времени, но так у нас собралась такая молодая пресс-служба, мы работали вместе, а после работы мы ходили тусить вместе, как бы, потому что больше никто не будет тусить, когда у тебя матч случился вечером в понедельник, и вот ты его отработал, как бы в один вечер ты закончил, ты хочешь отдохнуть, ну, да, и ты идешь работать, ты идешь отдыхать со своими коллегами, потому что больше никто не будет с тобой и пить, и радоваться жизни вечером в понедельник, и это было клевое время, это было прям очень здорово, это наверняка не смотрелось так со стороны, да, то есть это было время с Мородской, и это было какое-то, но сезон Кучука, например, с этой бронзой, это было очень, ну, правда, то есть я сейчас вспоминаю, кучу времени прошло, прошло 8 лет, но это одно из самых до сих пор теплых моих воспоминаний, то есть это была прям очень странная, очень такая, не знаю, может быть, немножко наивная жизнь, да, что вот как-то нам хотелось, чтобы было круче, больше, лучше, и, ну, я помню одно из моих самых ярких воспоминаний, у нас весь этот сезон Кучука у нас была традиция, что мы ездили, там, в какой-то части пресс-службы, есть прекрасное заведение Лига Паб на Лубянке, которое, и после каждого матча мы ездили в Лигу Паб, после каждого матча домашнего выездного, там, в пятницу, в субботу, в понедельник, в средние недели, мы ездили в Лигу Паб, нас знали там все, мы приезжали в самых разных, мне кажется, форматах, и был прекрасный матч, когда, собственно, Локомотив, Кучковский сезон, в самом конце, когда Локомотив играл в Краснодаре, при 1, по-моему, в последних минутах, и я всегда в Локомотиве, я работала с молодежкой очень много, соответственно, я ездила обычно на выезд с молодежкой, возвращалась с молодежкой же вместе в Москву, и матч «Основы» смотрела уже из Москвы, а ребята там, в общем, Жирков тот же самый, и Новоселов, и там Лялина все, они ездили именно с основой, Саша Погребняк, и в этот день, там играл «Зенит» днем, по-моему, в час дня, я пришла в Лигу Паб в час дня, суббота, воскресенье, в воскресенье, я пришла, да, типа в час дня смотреть матч «Зенита», я посмотрела матч «Зенита», это все два часа, потом там типа в 4.30, по-моему, начался наш матч, который я тоже смотрела по телевизору, и он закончился, я орала на всю Лигу Паб, естественно, а после этого я сидела там и ждала, пока чартер прилетит от Краснодара в Москву, и парни приехали ко мне, пресс-служба приехала ко мне, естественно, вся в экипировке, дорабатывая что-то еще на ноутбуках, там, заливая какие-то видео или там, делая какие-то фотки, приехали ко мне, и мы сидели там, по-моему, часов до 4-5 утра, то есть, как бы, мне кажется, что это вот была моя такая, часов 16, мне кажется, я в Лиге Паб провела, это было какое-то такое, знаешь, как еще не студенчество, что ли, то есть, вот прям, прям клево было, ну, правда, то есть, мне кажется, потом стали все, кто остался там, да, Леша вот работал до недавнего еще времени, там, всего этого скандала, все стали чуть более циничные, все стали чуть более такие, ну, не знаю, там, чуть более, может быть, с профессиональной точки зрения на все это смотреть, да, у тебя был стрим с Кириллом Брейдой, я не успела его посмотреть, хотя Кирилл я тоже обожаю безумно, он приходил, вот он, и потом уже следующее поколение, да, Женя Кириллов, Аня Галая, это тоже, в общем, все фанаты, это тоже все, в общем, практически оттуда же вышедшие люди, и они пришли вот в конце, там, 14, начале 15-го года, такое следующее уже поколение, мне кажется, они скажут ровно то же самое, то есть, когда ты приходишь работать в свой любимый клуб, это прям кайф, кайф, но, помимо того, что ты работаешь 24 на 7, помимо того, что начальство абсолютно справедливо понимает, что те, в принципе, недоплачивают, и тебя, как бы, в общем, требуют от тебя гораздо больше, чем требует твоя зарплата, которая тебе платит, просто потому, что, ты любишь этот клуб, и ты будешь делать это, как бы, как можно больше для этого клуба, но потом начинается очень серьезная проблема, что твое психологическое состояние раскачивается как маятник, и оно очень сильно зависит от результата команды, оно, в принципе, у всех болельщиков зависит от результата команды, да, то есть, мы все болеем за любой клуб, там, команда проиграла, очень плохая неделя дальше будет, команда выиграла, ура, замечательно, прекрасно, там, типа, настроение повысилось, улучшилось, а если ты работаешь внутри клуба, то у тебя, как бы, весь клуб, особенно ты работаешь в пресс-службе, и ты должен коммуницировать с футболистами, у которых тоже качает, и ты понимаешь, например, вот вы проиграли, и все, ты понимаешь, что на следующей неделе ты никакого там нормального интервью не возьмешь, потому что все будут ходить грустные и печальные, потому что у всех будет дурацкое настроение, ты понимаешь, что все будут в каком-то там, тренер опять уйдет в какую-нибудь, любой тренер идет в какую-нибудь, там, не знаю, скажет, что-то вот плохо сыграли, потому что пресс-служба отвлекала, и вот не пустим вас на базу, значит, на этой неделе, вообще открытую тренировку давайте не проводить, но это бывает, но это как бы в футболе практически везде, и оно не только в России, оно и здесь, в Англии точно так же происходит, после плохих матчей тебе тоже там приходится футболистов на послематчевое интервью ждать полчаса, и тебе Тотмахан приведет к вам какому-нибудь человеку, который со скамейки вышел на последние 20 минут, и что он тебе про матч скажет, ну, это везде есть, это очень энергозависимая и энергозатратная индустрия, один из моих коллег здесь, который, он британец, он работает сейчас с корреспондентом на Ближневосточный БИИН телеканал, но он работал в Ливерпуле и строил Ливерпуль ТВ, да, несколько там лет назад, и он говорил, что он из клуба ушел ровно по той же причине, он говорит, невозможно, когда у тебя каждую неделю тебя бросают то в одну, то в другую сторону, это очень вот по эмоциям, просто в какой-то момент начинает, это потом начинает переплескиваться, тебя бесит все на работе, ты приходишь домой и начинаешь поплескивать это там на родных и близких, и вот здесь, мне кажется, люди уходят из клубных пресс-служб ровно по той же самой причине, да, потому что, ну, ты уже не вывозишь, это какая-то такая эмоциональная очень сильная усталость, наверное, если ты профессионал, если ты можешь отключиться головой от этого, тебе чуть проще, но если ты болельщик, тяжеловато очень сильно. Опиши рабочий процесс, который у вас там был, не знаю, мне очень интересно, кто придумывал идеи, как их разрабатывали, были ли у вас какие-то, не знаю, там, мозговые штурмы, или каждый занимался каким-то своим отдельным направлением, и вел его, и в целом, как рождался контент в того времени в «Локомотиве», много ли у вас там согласований было, много ли вам там Ольга Юрьевна спускала, что надо делать вот это, вот это, или вы к ней ходили и говорили, что вот будет круто, если мы сделаем вот так вот, как это все происходило, как создавался контент в то время? Насчет коммуникации с Ольгой Юрьевной я не скажу, и это одна из тех причин, почему, мне кажется, мы все будем очень благодарны Денису Новоселову, он был буфером как бы между нами и руководством, и он хотел согласовывать как бы все вещи и идеи, и мне кажется, что он там получал и огребал за какие-то вещи, которые мы придумали, может быть, гораздо сильнее, но он вот как бы, ну, работа начальника, наверное, да, как бы защищать своих подчиненных и как-то в это все отстраивать, но да, то есть согласование там можно, нельзя, мне кажется, вот там выбивание каких-то идей, это было с ее стороны. Ну, было ЛогТВ, которое было достаточно само по себе жило, и у них там рождались какие-то в основном идеи, и они там все это как бы генерировали, это если ты Лешу когда-нибудь позовешь сюда, он, наверное, тебе расскажет, что это все происходило. В пресс-службе люди отвечали, были за свои направления, то есть у нас был, как бы Денис был начальник, Андрей был, Лялин был пресс-стоше, был Тимофей Засцепилов, который отвечал за социальные сети, Саша Погребняк был наш фотограф, Сережа Томилов отвечал за сайт. Мы с Витей, мне кажется, затыкали периодически все дыры, которые можно было затыкать, да, то есть я работала с молодежкой очень много, вот, я при этом иногда снимала, например, на сборы, мы ездили с Сашей Погребняком чередуясь, если это было там три сбора зимних, то Саша ездил на первый и третий, а я ездила на второй, потому что, ну, там, графировать именно. Все рождалось как-то коллективно, мне кажется, ну, по матчам там, в общем, достаточно понятная специфика работы, то есть, в общем, мачу, репортажи, трансляции и так далее, это все более-менее очевидные истории. Мне кажется, что тогда, 8 лет назад, в нашей жизни весь наш креатив сильно крутился вокруг предматчевой программки, то есть, это то, что занимало нашу работу практически на протяжении недели, какие-то тексты, какие-то интервью, оно было завязано, вот именно, мой креатив был там, как-то все... Извини, перебью, в Англии институт программок он еще остался? В Англии институт программок остался, он существует даже сейчас в пандемию, не знаю, для кого, для чего, мне кажется, они существенно скучнее, чем то, что мы делали даже 80 лет, 80 лет назад, у меня, да, уже очень много времени прошло, да, у меня свалка этих программок, я, честно говоря, не знаю, куда их девать, мне дают их, потому что на каждом матче, как бы, ну, и ты их листаешь, там есть всегда, там, слово главного тренера, слово, там, интервью какой-то большой звезды, они точно так же, как мы, мне кажется, выкладывают все это на файт, но здесь пресс-службы, мне кажется, гораздо более стерильны, как и весь английский футбол, как бы, и здесь, ну, потому что тут они меньше позволяют себе хулиганить немножечко, да, делать какие-то веселые штуки и все в таком духе, то есть здесь все-таки достаточно, особенно если мы говорим про большие клубы, да, то есть это достаточно консервативно, то есть у них все очень вот в рамках, и там похулиганить, подснять что-то, как бы, чуть более веселое, но нет, очень-очень редко это вижу, например, и они гораздо, ну, они гораздо более переживают, да, за свое какое-то там публичное представление, не знаю, почему, я понимаю, почему это работает, но вот они гораздо более стерильные в этом плане, да и в принципе практически вся английская журналистика спортивная тоже достаточно стерильная и гораздо более классическая, чем у нас, потому что тут люди все еще будут читать и послематчевые скучные репортажи в Guardian, в Times, как бы, в Daily Mail и во всем остальном, то есть самое крутое, что сейчас делает спортивная журналистик, и здесь это делает сайт за атлетик, он делает то, что, не знаю, спорт тот же самый делал еще там 5-10 лет назад, делая не стандартные репортажи, а какие-то крутые штуки, тактические разборы, интервью с привязкой там к каким-то историям из жизни и так далее, да, вот, поэтому, про что я говорила, про все это, да, про творческий процесс и предмочевые программки, то есть наша жизнь очень сильно крутилась тогда вокруг предмочевых программах, мне кажется, мы в них делали клевые штуки, мы в них что-то хулиганили, брали какие-то нестандартные интервью, нестандартные рубрики, это никто никогда не читал, потому что предмочевые программки никогда никто не читает, Тираж программки, 200 экземпляров. Что-то типа того, да, как бы, и, ну, да, это было, но это все рождалось, знаешь, как любая, мне кажется, творческая среда, я не знаю, я не работала в редакции в классическом понимании, то есть, ну, я сейчас работаю в редакции там, с sports.ru и сотрудничаю с ОК, и все это происходит, там, у нас есть планерки по зумам, там, переписки в чатах и так далее, но Локомотив был единственным единственным творческим критик, где мы сидели просто в одном кабинете, и это все рождалось вот в каком-то потоке, да, кто-то, кто-то что-то увидел и типа, ой, смотрите, какая-то клевая мысль, давайте сделаем там следующую программку вот это, или там, вот, не знаю, Red Bull снял, не знаю, был тогда уже Red Bull или нет, но там, условно говоря, снял какой-то крутой видос, давайте его немножечко адаптируем, и вот Лок ТВ снимет что-то примерно похожее, то есть, как-то все это вот было очень гармонично, и как-то оно все, плюс, действительно, люди следили за трендами, там, Андрей Лялин очень много следил за тем, что делают всякие разные международные клубы, их пресс-службы, и это можно было дергать и адаптировать на свой лад, то есть, как бы, у Жаркова мозг работает на бесконечный, мне кажется, творческий процесс, у него там, реально, иногда он в середине любого времени суток, мне кажется, он говорит, а у меня есть еще такая идея, давай сделаем, можно сделать вот так вот, там, чтобы Самедов, не знаю, зачитал стихи, это все было на фоне, там, не знаю, какого-нибудь депо, я думаю, господи, откуда ты это взял, а потом, как бы, он это делал, это получалось круто, то есть, ну, клево было, клевое было время, очень, очень наивное, очень такое вот, ну, мне кажется, каждая пресс-служба об этом говорит, то есть, я помню, вот те, кто работал до нас, они тоже, как бы, уже потом в этих встречах говорили, вот в наше-то время, да, я абсолютно уверена, что, будут через пару лет, или уже сейчас, даже вот в наше-то время, как мы пришли, все поменяли, сделали все по-новому, сделали все гораздо круче, и оно все по-другому стало, ну, всегда это была, как я это помню, это была такая юность, прям вот молодость, это прям, ну, мы были живые очень, это, может быть, не смотрелось так со стороны, я прекрасно знаю и помню все те претензии, которые там высказывались к пресс-службе, к руководству, к команде и так далее, но мне хочется верить, что мы делали то, что мы могли, но, может быть, мы делали меньше, чем мы могли, но мы все это делали искренне, и я помню, ну, как бы, насколько сильно люди за это болели, насколько люди сильно за это переживали, как бы, опять, я говорю за себя, я говорю там за, там, за Жаркова, я говорю за Брейдо, я говорю вот за тех, там, за Вить Степанова, да, ну, ну, мы там, после каких-то матчей мы рыдали, вот, как взрослые абсолютно там люди, адекватные, но да, вот, как бы, настолько это было, как бы, больно сильно, потому что, когда ты внутри этого, ты еще как-то, тебе, мне кажется, чуть сильнее бьет, потому что ты знаешь настроение еще и футболистов, и тренеров, и как бы, ну, их тоже можно ругать, да, но они тоже делают то, что они могут в силу своих возможностей, способностей, физических, умственных, и так далее, и так далее, поэтому было круто, то есть я, может, забывается, какие-то плохие моменты, да, я говорю, куча времени прошло, но я вспоминаю с огромным теплом об этом, я не думаю, что у кого-то из нас еще будет вот такая, ну, взрослеем тоже, да, становимся чуть более серьезными, может быть, менее такими романтичными, эмоциональными. Давай, ты постоянно говоришь о том, что ты работала с молодежью, и все эти истории о том, как ты постоянно вспоминаешь, как ты, не знаю, Мирнчуку ЕГЭ помогала задавать, как вообще сотрудник пресс-службы, почему вообще ты курировала детей и много там времени с ними проводила, и ты в том числе там помогала им уроки делать, почему, это разве твоя работа? А потому что это так сложилось исторически, когда еще на инфу, ну, проще всего было как-то аккредитоваться на матче молодежного состава, да, как-то было проще всего прийти туда и добраться туда. То же самое, что, например, делала Оксана Гонза, которая сейчас работает, насколько я понимаю, все еще фотографом академии, да, и она делает там сколько-два, условно говоря. Это было просто проще делать, ну, как бы проще доступ был, да, одно дело как бы там, и для пресс-службы это было, я помню, когда мы только начинали, там тогда еще Паш Новиков работал в пресс-службе, и когда там от сайта спрашивали, от Локомотив Информирования спрашивали, можно ли там вот, типа, девочка придет, пофотографирует, типа, молодежный состав? Да, пожалуйста, господи, никто и так не ходит на этот молодежный состав, пусть девочка придет, пофотографирует, что жалко, что ли? И как-то я их фотографировала, и когда пришла в пресс-службу, стало понятно, что я единственный человек в пресс-службе, который, например, знает всех этих людей, ну, как бы, там, может назвать весь состав молодежки, как-то, и, ну, да, стало понятно, что, как бы, ну, зачем искать ползного человека, вот Даша их всех знает, как бы, они ее все знают, я ездила с молодежкой на несколько сборов зимой и летом, и все эти сезоны, и, а поэтому, да, мы сидели на сборах, как бы, что на сборах делать? Сбор очень скучное мероприятие, что для футболистов, что для пресс-службы, на самом деле, как бы, и, да, два раза тренируйтесь, остальное время не представлено сами себе, а это были зимние сборы, и, естественно, не было времени другого это делать, и, как бы, это была не моя инициатива, это была инициатива полстянованного отменств времени, он, как бы, доктора посадил биологию с ним решать, как бы, а я сказал, вот русский язык с ним решать, но это было два вечера, типа, подряд, как бы, и все, и на этом история закончилась, то есть, ну, это было прикольно, как бы, опять, это было такое, это, как бы, не знаю, такая вот, прям, после этого, мы же комментировали молодежку ее было ютубом, мы комментировали ее и трансляции решили на каком совершенно дурацком сайте, я не помню, что это вообще был за сайт, как бы, это был, ну, как бы, что за сервер, за сервис, и мы комментировали с Лешей Жарковым, потому что Леша понимает футбол, и я понимаю в молодежке, то есть, как бы, да, я вот знала, кто все эти люди, как бы, где они все играют, могла рассказывать какие-то байки из того, там, кто еще, кто где вырос, и так далее, семейные истории, было клево, два года подряд, по-моему, мы все отработали, и было очень забавно, поэтому, поэтому за всеми, мне кажется, я честно скажу, я не слежу сейчас за Локомотивом прицельно, у меня стоят пуш-уведомления на результаты, как бы, но если ты, скажешь, попросишь меня назвать сейчас состав Локомотива, я сломаюсь, как бы, после Баринова и Миранчука и Жмаледдинова, ну, Гилерна, да, вот все, после этого я сломаюсь очень быстро, я смотрела тут на состав Ставарняков, ну, потому что мне пуш пришел, там, типа, кто-то забил все эти люди, вообще не знаю, все эти люди, ну, я перестала внимательно следить, да, наверное, пару лет назад, как бы, остались, вот, какие-то только, какая-то только молодежь, и, ну, я их помню, они меня помнят, я помню, я, когда Лысцов вернулся, я что-то написала ему в Инстаграм, а он пришел такой, а что-то у меня не подписано, как бы, типа, почему-то она не подписалась, я говорю, то, что ты играл, непонятно где, я говорю, сейчас вернулся, все подписалось обратно, все нормально, вот, и я очень, мне очень радостно, мы, я видела, я помню, когда на чемпионате мира, я приехала в Самару, на Россию-Ургвай, и Миранчук, один был на лавке, второй был в составе, и я фотографировала весь чемпионат мира, я была на кромке поля, и на гимне, я Антона, который сделал скамейки, я ему так помахала, он говорит, ты что тут делаешь, я говорю, ну вот видишь, поднялись, как бы, сидели на сборах, решали ЭГЭ, сейчас поднялись, чемпионат мира работаем, я очень рада за Лешу, я радовалась реально, и там тоже писала ему поздравления, когда он перешел в Италию, я очень жду, когда границы какие-то откроются, и я смогу все-таки видеть на матч Аталанта, и мне будет очень радостно, неприятно, за то, что бар в сборной России, тоже очень клево, ну то есть, я за ними сижу, и так, ну очень показательно, я честно скажу, но это просто по-человечески как-то прям, ну это прикольно, знаешь, когда ты знаешь кого-то, когда ты помнишь кого-то, кто-то начинал, мне кажется, в любой индустрии, в любой профессии, то есть, особенно когда ты знаешь, что человек лично, ну мы не общаемся близко, да, мы там не переписываемся в ежедневном режиме, я не пишу там после каждого матча о Таланте, Леша, какие-то поздравления или что-то еще, нет, но я думаю, в принципе, мы, наверное, да, увидимся, я схожу на матч, билет он, я надеюсь, сделает за все, что в общем, за все, что я сделала для молодежки локомотива 10 лет назад. Смотри, я как, в общем-то, тоже много походивший на молодежку, а теперь еще и с детско-юношеским футболом более-менее связан, у меня вот прям очень четкий есть эффект прикипания к различным людям, которых ты впервые увидел каким-то вот таким вот 12-летним 13-летним шкетом или в молодежке там 16-17 лет им было, и ты видишь, как условный Бурлак Беляев выходит на поле, и они такие абсолютно очень наивные, очень амбициозные парни, но такие при этом достаточно корявые, они растут на твоих глазах, растут, 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 и потом бац, они, ты их обнаруживаешь, как они выходят против Бильбао в плей-офф Лиги Европы, и ты видишь, что это вообще-то, ну, очень крутые парни, которые могут противостоять очень сильной команде, которая потом до финала дошла, и вот в этот момент у тебя очень сильная гордость, хотя, по сути, я никакого отношения к этому не имею, но вот ты их провел, ты к ним прикипел, и за их успехи как раз очень сильно, еще больше, еще сильнее эмоциональная привязанность появляется. Было у тебя такое, да, вот, что ты конкретно к вот тем молодым своим птенцам, когда они выходили на поле, что у тебя дополнительная какая-то вот эмоциональная привязка была, и дополнительная конечно, конечно, мне кажется, ну опять, мы все, да все болельщики, мне кажется, за воспитанников, за своих всегда очень радостны, то есть это, и это удивительно, понимаешь, что они, что в принципе достаточно, мне кажется, достаточно большое количество из них дошло до какого-то взрослого футбола, потому что куча народа, тех, кого, может быть, считали тоже самыми талантливыми, гениальными и вообще молодцами, они осели где-то там в каких-то армянских лигах, хоть там, не знаю, ПФЛ и так далее, да, там кто же в, например, Чалов старший, да, Даня Чалов, который тоже играл за нашу молодежку, ну он сейчас следит за братом и в общем делает из себя этого модного дизайнера, да, он там формы всякие крутые придумывает со всякими, в общем, авангардными принтами и все в таком духе. Очень популярная тема, кстати, ничего обычного. Да, да, то есть это круто, и это тоже круто, как они находят себя, да, вовне футбола, я, ну мне кажется, Даня всегда был очень интеллигентом, я помню, он на сборы с книжками приезжал, ну как, все приезжали на сборы с книжками и у всех этот шантарам лежал как бы годами просто на полочках, а Даня прям приезжал, и читал, и как бы, то есть, ну по нему, мне кажется, по нему было видно, и у них семья вся такая, на самом деле, потому что с Даней у меня еще история, что мы жили по соседству практически, и часто, когда мы приезжали со сборов с молодежкой, его забирала мама на машине, они подвозили меня до дома, вот, поэтому как бы я, в принципе, ну там было видно, что у них очень интеллигентная семья, что в принципе, даже если не состоится в футболе что-то, то там все хорошо с головой, поэтому, то что он нашел себя в каком-то таком... Я брал интервью, извини, перевью, брал интервью у 14-летнего Федора Чалова, и он рассказывал, что он там до 12 лет, что ли, на каком-то музыкальном инструменте играл, и разрывался, куда ему пойти, в музыкальную школу, или в футбол. Да, да, да. И я помню, что да, мы ехали в какой-то момент тоже там, то ли со сборов, то ли еще откуда-то, да, и там мама рассказывала, что вот там типа Федя сделала там типа капитаном его года там в СК, то есть ну как бы какие-то такие мелкие детали, и конечно это очень круто, то есть и конечно ты потом, да, сидишь, и как вот там меме Ди Каприо перед телевизором, да, кричишь, а вот я его помню, я его знаю, типа вот я его еще вот таким вот помню. Конечно это круто, то есть ну, мне кажется ты прекрасно понимаешь, мы не оказали никакого существенного влияния на их карьеры, конечно же нет, то есть они вряд ли там, если Миранчук когда-нибудь получит золотой мяч, как бы он вряд ли, конечно, не помнит нас и перечислит, но, ну, и это знаешь, это не, это странно, то есть это не гордость, и не такое, не самомнение в духе, что типа, не знаю, вот я его, значит, помню еще таким, и вот я заметил, заметила его раньше вас всех. Нет, но это очень прикольно, это очень радостно для людей, которые что-то добиваются, да, то есть так же можешь следить за какими-то своими, там, не знаю, молодыми коллегами, да, то есть, не знаю, я могу сейчас говорить, да, что мы все читали Лукомского, когда он еще был там блогером, тактические анализы писал и в Дубае жил, как бы, сейчас Лукомский из каждого утюга, да, ну, то есть, и очень крутой, вот, то же самое с футболистами, многие осели, фиг пойми где, многие осели, как бы... У тебя есть история про вот самое большое разочарование, когда ты вот прям вот очень надеялась, что вот этот парень обязательно выстроит, обязательно станет футболистом и не получилось. Мне кажется, тоже моя память стирает какие-то такие самые неудачные истории. Я помню, что когда мы комментировали, мы... У нас с Лешей был такой любимый дуэт, Леша очень поддерживал Никиту Сломатова, а я очень поддерживала Мулина. Ну, Камиля сел, в принципе, где он сейчас? Где-то... Он в Ротариже был, если я правильно помню. Ну, да, он много поиграл, но он хотя бы на уровне РПЛ остался. Да, как бы, где Сломатов, я вообще... Но долгое время был в Зените 2, и в итоге... Вот, а потом как-то, пропало. То есть, ну, я говорю, может быть, опять, село того, что я уехала и стала меньше лидеросийским футболом в целом, я как-то не могла отслеживать, где и что происходит. Ну, да, карьеры странно складываются. То есть, я за, например, Никилий Дубчиковым слежу, что он в Армении где-то играл, и он, они с семьей приезжали пару лет назад, еще до карантина сведая, мы видели с ним в Лондоне, они в отпуск туда приезжали. Как бы, тоже как бы с карьерой все не очень сложилось и так далее. Пантик на Эдхартияде, я помню, что мы все на него надеялись, мне кажется, достаточно много и достаточно сильно, как бы, но, мне кажется, он закончил достаточно быстро. Да, он практически сразу после молодежки никуда и не попал, никуда не пробился, на пару просмотров съездил и в ЛФЛ где-то сейчас просто без себя бегал. Вот, мне кажется, что, ну, это нормально, это, и, ну, мне кажется, по 1995 году тоже было более-менее понятно, по 1996 году было понятно, что мирончуки вырастут, было, мне кажется, ясно более-менее всем, как бы, что мы помним мирончуков, как бы, не всегда возлагали их надежды, но было ясно, что, как бы, из этого вырастет что-то, если не случится ничего нестандартного. Плюс у них, в принципе, с головой все в порядке. Да, но есть история с Сашей Ломакиной. Да, опять же-таки, тоже, ну, обидно тоже, в общем, вполне себе. По Барину, мне кажется, было понятно достаточно быстро, что Бара будет просто, у него тоже с характером. У меня на каждой твой пример есть контр-пример, да, если по Баре понятно, то где Макаров при этом, тоже где-то в роторе. Да, Капитанин в роторе, но далеко ему до уровня того, чтобы попасть в состав сборной России на Евро. Хотя, абсолютно одинаковые уровни парня были. От Джамальдинова, кстати, я не ожидала. Мне кажется, что Джамальдинов как бы достаточно быстро сольется. Ну, он, мне почему-то кажется, что это еще история тоже про, ну, не то, что про происхождение, да, но, понятное дело, что Баринов, например, рос в гораздо более суровых условиях, чем Джамальдинов. То есть, как бы у Рифата все хорошо в семье, и, в принципе, он такой добротный, средний, не знаю, высший класс. Поэтому, если бы не сложилось с футболом, он бы как бы нашел чем-то занять. Поэтому, мне немножко, может быть, было удивительно, что он как-то вот именно состоялся в футбольном плане, хотя, да, там тоже повело в какой-то момент времени. Ну, слушайте, у нас были истории тоже в самом-самом начале, это еще когда я в локомотиве работала, что Лешу Мироничука тоже немножечко повело. То есть, у него был какой-то момент, там несколько месяцев, когда звездочку поймал, и он там, и были ситуации, когда он там приходил в офис, и он там шел по коридору, он проходил мимо, как бы, и ты ему там типа, Леша, привет, а он вообще как бы делает, видишь, что у тебя не существует. Ну, конечно, там, да, у нас всех там прислужбой, в том числе, мне кажется, и в команде, он там получил в какой-то момент по шапке, типа, ты это, типа, границу-то знай, как бы, давай поспокойнее будешь общаться со всеми. Ну, все нормально, все в итоге сложилось, мне кажется, что это совершенно нормально для молодых футболистов, нефутболистов, кого угодно. Мне кажется, что у всех такое было. Мне кажется, когда я начала публиковаться на спорте регулярно, у меня тоже, как бы, там, это немножко стрельнуло в голову в некоторых моментах. Ну, да, потом успокаиваешься, осознаешь свое место в мире, и начинаешь работать, и начинаешь более адекватно к себе, и к окружающему миру относиться. Поэтому, очень радостно за них, конечно. Ну, всегда за своих воспитанников, как бы, мы будем гораздо больше следить, чем за любых самых крутых легионеров, которые будут там приезжать в чемпионские митчи за нас забивать. Ну, да, это, это круто. Давай, закончим локомотивский блок вопросом про самые приятные тебе, как сотруднику пресс-службы, футболиста локомотива, с которыми ты работал, и почему, да, если есть какая-нибудь история. И если захочешь ответить, то с теми, с кем было тяжело работать, и почему, соответственно. Тяжело. Ну, как бы, мы всегда знали, что есть, ну, есть люди, которые больше идут на контакт, есть люди, которые меньше идут на контакт. Ну, понятное дело, что там, что где раз бы с Уфа, как бы, там ни на кривой, ни на кривой казине подъедешь, как бы, вообще никак. То есть, ну, это была, это была, это была история, что многие легионеры, как бы, они так делали для галочки какие-то вещи, и все. Ну, у меня опять силы футболки, с чьей фамилией, как бы, у меня с Михаликом очень всегда были теплые отношения, была даже в какой-то момент байка, что он только мне дает интервью, там, после матча, или ЛКТВ, или кого-то еще. Мы с ним, я просто вспомню, как мы с ним на сборах записали очень крутое интервью, а это был как раз 14-й год, это когда на Украине все было прям тяжело, и он на сборах зимой у него работали трансляции с Майдана постоянно, в ноутбуке, как бы, он за всем этим следил, и мы с ним говорили про это в том числе, как бы, это когда еще патриотизм головного мозга по обе стороны границы включился не так сильно, поэтому, как бы, мы абсолютно нормально с ним пообщались, проговорили какие-то такие важные вещи, и поэтому, да, он мне, у меня, по-моему, пара его футболок, на самом деле, даже когда я уже здесь жила, я приезжала, в 16-м году, не помню, какого года Михалик играл, я приезжала, и приходила на какой-то матч локомотива, и я была по трибунке, и он такой, проговорил, ты что тут делаешь, я говорю, я с футболкой новой приехала, а то, типа, новый сезон, новая форма, а у меня, типа, нет, он такой, ладно, сейчас сделаем, пошел, принес, мне, типа, майк. Да, поэтому, как бы, к нему не было вопросов, ну, на самом деле, были палочки-ворчалочки, всегда русскоязычные, как правило, то есть, мы можем там, сколько угодно, не знаю, сказать, не осуждать, что-то разное думать про, там, Тарасова и Самедова, но, в принципе, всегда, когда нам нужен был, например, там, основному вещателю, матч ТВ, да, нужен был какой-то послематчевое интервью, или еще какой-то комментарий, или что-то еще надо было сделать после неудачных матчей, да, они, в принципе, да, конечно, с недовольным лицом, да, конечно, с таким, типа, ну, блин, ну, куда, ну, зачем я постоянно, ну, мало людей, которые выходили, как бы, к прессе, да, поэтому, мне кажется, что у каждого клуба есть, пыл из, там, пяти-шести футболистов, которые любят это дело, и которые готовы, в общем, сейчас стараться, вот, и, ну, да, даже после тяжелых поражений можно было к ним прийти, типа, блин, пожалуйста, ему, пожалуйста, очень сильно надо, можем ты вот выйдешь сейчас, два вопроса, я тебя через два вопроса, типа, уведу, и на этом все, как бы, и, ну, то есть, и они так, скрипя зубы, и так далее, но, опять, на самом деле, у нас была такая, мне кажется, внутренняя хитрость, потому что, я очень часто после матча, особенно после неудачных, отвечала именно за то, чтобы футболистов вывесить на какое-то интервью, мне кажется, что потом эта практика работала и Саня, и Галай в том числе, это такой, не знаю, позитивный, непозитивный, сексизм, сексизм, но, если после матча отправить, в общем, милую девушку к футболисту, и после неудачного матча, и жалостивым и глазами скачать, блин, пожалуйста, там вот этот навещатель очень просит, ему очень надо интервью, ну вот можно-то буквально на полтора вопроса, парня, любого парня, гораздо проще футболисту послать, как бы сразу сказать, что типа нет, типа все, иди далеко, надолго, как бы на все буквы, никуда я не пойду, и вообще отвалите от меня, мягко говоря. Девушку послать впрямую все-таки, как бы тяжеловато, поэтому, да, они так скрипят зубами, и мне кажется, вот тут это была такая пундруковая хитрость, что да, что у нас всегда была договоренность, типа да, что иди, типа сам я доволю, такие хитрости. Вернемся в Англию, вернемся в нашу красивую, счастливую Англию. У тебя есть ответ, почему английский футбол, английская премьер-лига, это лучший футбол в мире и лучшая лига в мире? Ну есть базовый ответ на этот вопрос, который все всегда упоминают, что здесь каждый может обыграть каждого, но есть более такие рациональные вещи, в английском футболе больше всего денег, в сравнении с другими европейскими футбол-клубами. Если мы не говорим про топ-клубы, если мы не говорим про Монтериал, Барселону и всех вот этих прекрасных ребят из Суперлиги, то в английском футболе даже в последней команде АПЛ гораздо больше денег, чем в любой АСАС-Луни, чем в любом, в любых каких-то других клубах Италии, Франции, кого угодно, если мы не берем, конечно, чемпионов постоянно. Больше денег, больше возможностей, больше внимания, как бы больше крупных звезд. Ну вот сейчас на том же самом Европе представителей АПЛ в полтора раза больше, чем представителей ближайшего преследователя. Я уж не знаю, какая там лига следующая по порядку в этом плане. Больше крутых игроков, больше крутых тренеров. Ну как бы больше внимания и все большие тренеры, мне кажется, хотят ехать сюда и играть с лучшими. То есть, понятное дело, что есть ребята, которые уезжают, если тебя зовут, как показал пример Карл Анчелотти, если тебя зовут в Реал, ну как бы что тут делать? Ну, бросишь Эверсу, поедешь в Реал. Ну, это отдельные вещи. Но в основном, мне кажется, что, ну, и там Жозе Мурини поехал к нам опять старствовать в Италии, потому что закончились клубы, которые в Англии, которые готовы его терпеть. Но, как бы, да, тут самые лучшие, тут сейчас самые лучшие тренеры, может быть, самые лучшие тренерские идеи, самые лучшие тренерские баталии, как мне кажется. Но, и действительно, ну, интересно смотреть даже, там, не знаю, я смотрела матчи Лидса с самыми разными командами в этом году с огромным удовольствием, потому что это было как бы круто и прикольно, да, это команда, которая не претендовала пока там на топ-6, но за которой было интересно наблюдать. И, в принципе, могут быть там нестандартные какие-то рубки, да, и вдруг там приехал в Вестбром, обыграл Челс на Стэнфорд-Бридж 5-2. Ну, клево же. Я понимаю, что в Италии, в Испании, в Афанции, в Германии тоже бывают такие совершенно неожиданные результаты. Но как-то вот в Англии, не знаю, может, тоже, да, я живу здесь, и я не следила так пристально за английским футболом, пока я жила в России, но как-то вот тут я внутри всего этого ворюсь. И опять, у меня еще история про то, что мне надо постоянно существовать в информационном потоке, а я не могу существовать в информационном потоке, например, немецкого футбола, потому что я не знаю немецкого. И мне кажется, что там люди, которые эксперты по тем или иным чемпионатам, им все-таки хорошо бы знать язык той страны, чьи чемпионаты они показывают. Просто чтобы следить за новостями, там не в переводе, а именно в прямую. И за английским футболом, так как в футболе говорят больше народу, следить как бы проще большинству людей. Именно потому что они могут посмотреть какие-то интервью, почитать что-то, И как бы им это будет интересней Сколько лет тоже в Англии? 6,5 За вот эти 6,5 лет английский футбол, как по-твоему, поменялся, изменился? Потому что есть стереотипы, естественно, стереотипы об английском футболе Силовом, беговом, где навесы и удары головой И современный футбол, в котором царствует Гвардиола Когда мы смотрим финал Лиги Чемпионов В котором бежать и навешивать, это вообще не про английский футбол, оказывается Вот на твой взгляд, это история только вот этих вот топ-команд Или в целом английский футбол несколько меняется? Английский футбол, конечно же, меняется Но, во-первых, становится меньше у нас английских тренеров в АПЛ, меньше половины И мне кажется, что сюда съезжаются люди с самыми разными идеями И, в принципе, все какие-то топ-тренерские школы Они так или иначе в итоге оказывают Тухель сейчас приехал и тоже строит свой новый Челси Который, может быть, менее амантюрный, чем был Челси Лампорда Но это чуть более классический Челси, который сурово играет в обороне И надеется, что Тима Вернер что-нибудь сделает впереди Есть какие-то нестандартные вещи То, что Сульшер, например, вылез с Юнайтед на вторую строчку Я вообще не знаю, как это произошло, честно сказать У меня как бы к Сульшеру очень такое скептическое отношение То есть я вообще всю первую половину сезона Я кричала, что он вообще не тренер, что его уволят до конца года Но вот что-то как-то там есть, да И это там происходит, это какие-то новые совершенно идеи Понятное дело, что, наверное, смог бы ли он это сделать Холодным зимним дождливым вечером в Стоке С другим набором игроков и без Фернандо Шино Но это совсем уже тоже другой отдельный вопрос Поэтому дело, что Жозе Мауриньо в Суонс тоже не пойдет тренировать Чтобы там свои какие-то особости ставить Но нет, английский футбол гораздо более интересный И даже английские тренеры строят что-то гораздо более интересное Ну, британские тренеры в широком смысле слова Тот же самый Роджерс, который в Лестере сделал много чего интересного И, в общем, достаточно сильно вырос тоже сам по себе За вот те два года, что он в Лестере Ну, это не английский, британский футбол в классическом смысле слова Хотя Роджерс, в общем, Северо-Ирландин Даже Ходжсон в Кристал Пелосе сделал что-то поинтереснее Чем просто там, давайте будет навешивать на Заху Ну, в основной массе это, конечно Но, ну, опять, надо понимать, что тоже у всех возможности разные И понятное дело, что там очень старался Скотт Паркер с Фулхомом Сделать что-то красивое, изящное, элегантное Просто уровень исполнителей другой Когда у тебя уровень исполнителей другой Когда у тебя не могут там, когда у тебя нет голоконте в центре поля Ты, понятное дело, тебе приходится перестраиваться И, ну, да, немножечко дуболомов Немножечко, как бы, более тупо и прямо играть Но нет, английский футбол, мне кажется, еще на уровне чемпионшипа может быть Есть чемпионшипы, вот команды, например, которые прям Вот чемпионшип это их Которые вряд ли когда-нибудь пойдут в АПЛ Просто потому что они играют по-другому И вот как бы просто, ну, не хочу говорить тупо, да Но там чуть более примитивно, скажем так Ну, да, есть тренерские гении Есть Гвардиола, который Перепосмыслил вообще свой Сити за этот сезон Вообще таких невероятных высот Теперь АПЛ еще, видимо, полтора года будет думать Как с этим бороться и как этому можно Чего-то противостоять Но, нет, английский футбол И это именно действительно, это вот тоже такой микс Сюда приезжают разные люди, сюда приезжают разные тренеры Сюда приезжают большие тренеры С разным видением И тот же самый там Артета, например Который тоже, у которого все было плохо в начале сезона Но сейчас Арсенал вот там в концовке За ним никто не следил, потому что он как бы как осел В первой половине сезона, там, в районе десятого места И там уже не выкарабкаться было оттуда Но у него там очень хорошая серия беспоражений Да, и как бы он тоже перепридумывает И английский футбол, мне кажется, сейчас заставляет думать больше Делать какие-то вещи больше Потому что, ну, главные какие-то умы Тренерские, аналитические, скаутские Они, мне кажется, да, сейчас, сейчас все здесь Возможно, это в какой-то момент Ну, это же денежная история, да Там в 90-е итальянский футбол был такой крутой И все крутые идеи были оттуда Вот, потом Испания с Гордио и с тем же самым Да, и со всем этим, с Мауриньо Вот, сейчас Англия, не знаю, возможно, там через какое-то время Это все будет, там, в Германию переедет Что-то большое, крутое Ну, все, что переезжает в Германию Потом оказывается просто в аварии, которая все скупает Ну, и поэтому, возможно, вряд ли Но английский футбол, он равный По ощущениям, из Германии уже обратно переехал в Англию Так вот, если посмотреть Триднестатистический футбольный болельщик, конечно же, будет смотреть АПЛ Потому что, ну, это интереснее, мне кажется Я могу быть тут, конечно, субъективной Сейчас, не знаю, в чатик могут прийти какие-нибудь фанаты Леона И сказать мне, что, как бы, ничего подобного Французский футбол, типа, за ним будущее Но сейчас, как бы, больше всего денег здесь Самые крутые игроки едут сюда И мне кажется, что мы даже стали, кстати, слышать меньше здесь в последнее время Потому что, если раньше очень многие англичане говорили Английские футболисты говорили Я хочу поиграть там в Реале, я хочу поиграть в Барселоне Да, там, ну, пример Бейла показал, что А, во-первых, это не так просто, потому что ты, оказывается, едешь Там надо еще истанский учить Как бы, сейчас ерунда какая-то происходит А, во-вторых, сейчас все понимают, что нет, как бы Ну, хочется поработать с Гвардиолой Хочется поработать с Клопом А они работают здесь, как бы, поэтому Поэтому, например, мне очень обидно за очень многих игроков Эвертона Которые приходили в прошлом сезоне поработать с Анчилоти И что, теперь, а теперь Они работают с Рафа Бенитосом Ну, как бы, что ж Вот, поэтому Так Я Себе сделал небольшую ставочку На какой минуте стрима появится упоминание Лестера Ты продержалась аж до третьего часа У нас был вопрос в чате Почему ты на самом деле болеешь за Лестер? У меня вот там, где Вот там плакат При этом добро пожаловать в Лестер Который из чемпионской компании С Лигой чемпионской Слушайте, я приехала в Англию без каких-то фанатских предпочтений У меня не было любимого клуба здесь И Я абсолютно лестерский Глори Хантер Я начала болеть за Лестер После того, как я приехала в Лестер на чемпионский парад Потому что я следила за ними Я не работала тогда еще с АПЛ Даже не ходила тогда еще на АПЛ В их чемпионский сезон Но я смотрела английский футбол И было Ну, это была история про сенсацию Про то, что вау Какой-то маленький клуб, который еще не вылетел в прошлом году Что-то вдруг внезапное случилось Но это реально, как если сейчас в этом сезоне Будет, я не знаю, Брайтон бороться за чемпионство Хотя у Брайтона, в принципе, все было хорошо по XG в прошлом сезоне Только с результатами не перло Но Это был шок Но Лестер тогда действительно Там еще был сезон такой, что все лидеры провалились И как-то клуб только пришел И, в общем, все это какое-то такое было Ну, топ-шестерка действительно в том сезоне Как бы всем посыпалась А Лестер боролся, прости господи, за чемпионство С Тоденхэм и Арсеналом То есть, как бы, ну, этот шок невероятный Да, сейчас такого себе представить невозможно И был вот весь этот сезон А потом мы как-то собрались с компанией журналистов Таких самых безумных и фанатов английского футбола И мы поехали на чемпионский парад Я всегда про себя говорю У меня даже в Твиттере написано в описании Что я эксперт по чемпионским парадам Я очень люблю чемпионские парады в Англии Потому что это клевая традиция Команда ездит на открытом автобусе По району вокруг стадиона Как правило, там, в больнички собираются Это очень эмоционально заряженное событие Даже если вы не болеете за этот клуб Ну, если это не клуб вашего принципиального соперника Это прям очень прикольно Все радуются, все кричат Футболисты радуются, как бы, с кубком Ну, это позитивное очень мероприятие Я люблю позитивные мероприятия Вот, и мы поехали в Остер Потому что было понятно, что что-то, как бы, будет клевое и крутое И мы приехали туда И население Лестершира, как бы, всего графства Это 300 тысяч человек Из них 250 тысяч было на параде То есть весь город гулял, весь город был абсолютно ошалевший от счастья Весь город был абсолютно с тяжелой головой Потому что, как бы, две недели после того, как они официализовали чемпионство Невозможно было уже столько пить, как бы, празднуя все это безобразие И мы, по-моему, приехали в Остер И вот, знаете, иногда, когда ты заходишь в бар, где много пили И там кумар такой стоит А тут ты, как бы, в городе сходишь с поезда или с автобуса И у тебя вот над городом, над всем вот таким, ощущение похмельного кумара стояло И это было просто, вот, это была такая запредельная концентрация счастья в воздухе от людей А я говорю, я очень люблю эмоционально заряженные мероприятия Я и в футбол-то пришла после Евро-2008 Потому что что-то все пошли тогда еще не на Никольскую А просто, как бы, да, на улице гулять Да, на манежку, вот Но и как-то клево И что-то все пошли, и все побежали И я побежала, как бы, показалось, что это клево, весело и радостно И потом, как можно было в 2008 году оказаться в локомотиве, я вообще не понимаю Ну, это отдельная, конечно, история Случайность не случайной Вот, а в Лестере И действительно, вот эта концентрация счастья, которая там была И, ну, это было прям здорово А потом началась Лига Чемпионская Компания Я ездила на Лигу Чемпионскую Компанию Которая тоже внезапно получилась Какой-то прям безумный Лестер зашел до четверть финала И это было прям очень круто И, ну, мы все начинаем Если это не команда То есть здесь в Англии начинают Те, кто родился здесь, начинают болеть за команду своих родителей Или там, где ты живешь А те, кто приезжий И те, кто даже снаружи страны смотрит Все болельщики английского футбола Опять же, если это не только какие-то хипстеры Которые решили вдруг, что они будут за Тотмахом болеть По какой-то причине Как правило, это все, они начинают болеть за победителей Просто если ты в какой момент начнешь лидить с футболом Если вы начинали лидить за английским футболом в 90-е Вы, скорее всего, болеете за Юнайтед Потому что Юнайтед брал как бы все везде Если вы там начали в начале двухтысячных Это будет Арсенал Если вы там помните финал 2005-го Это, конечно, будет Ливерпуль И это идет вот такими ступеньками Ну, то есть к 2016-му у всех уже были свои любимые команды Только я осталась как бы без английского клуба А тут Лестер подвязался И это оказалось прикольно И там было очень много Ну, просто реально, мне кажется, можно кино снимать И это вот, ну, невозможно придумать как сценарий Но все, что случилось после этого Неужели еще не сняли, учитывая Netflix? Жду, жду, должны, должны Там какой-то про жизнь в Арде, по-моему, снимается То ли фильм, то ли сериал, что-то в таком духе Да, во-первых, все эти персонажи, которые там собрались в чемпионский клод Вообще какой-то отряд самоубийц То есть какие-то вообще абсолютно сбитые летчики везде Там дети легенд, как бы, и прочие люди Которые давно-давно списали отовсюду Вот они собрались и выиграли лигу Потом они, значит, в Лиге чемпионов начали шуметь Там, конечно, Лига чемпионов была Я говорю, вот у меня на плакате видно, да Это просто группа, этот Не группа Лиги чемпионов А распродажа самолетов изи-джета Да, потому что там был Копенгаген, Порто и, господи, и Брюге Вот, ну, то есть, какое-то очень безумие совершенно Ну, потом, да, там было, в общем, Сивилия и Атлетик Мадрид в плей-офф И это было прям круто, параллельно с этим Ластер чуть не вылетела за ПЛ Как бы в тот же год Там были истории, что команда сплавила раньере И что-то как-то вообще какое-то безумие Потом была эта гигантская драма с разбитым вертолетом В котором погиб владелец И это, конечно, просто огромная боль И огромная трагедия, которая очень тяжело была осознать Для всего клуба Потому что, ну, Вишай значил гораздо больше, чем многие другие владельцы Для своих клубов у него было совершенно другое отношение к команде, к болельщикам, к городу То есть, ну, никого, мне кажется, в ЛПЛ, вот никакого владельца другого так не любили Как любили его и как сейчас любят там его сына Тут, извините, перебью В принципе, да, Англия это же достаточно консервативное общество И людей извне, которые тем более начинают владеть чем-то, что как бы болельщики считают своим и собственностью города Я так понимаю, что, в общем-то, в основном негативные отношения ко всяким вот этим вот приезжим людям Ну, сильно зависит Которые начинают владеть и... Сильно зависит от результатов Сильно зависит от того, что эти приезжие люди делают То есть, если ты спросишь, мне кажется, сейчас у любого болельщика Челси У Челси, конечно, как бы, ну, какие-нибудь алды могут там говорить, что как было здорово без русских денег Но с момента прихода Абрамовича Челси выиграл больше трофеев, как бы, чем любой другой он выступил Здесь, ну, это абсолютно там просто в цифровом даже соотношении Фанаты Манчестер-Сити тоже, конечно, можно говорить, что они там все пластиковые, штукатарские деньги Это же новый мешок, но, простите, как бы, результат есть Теперь, как бы, полочка с трофеями тоже, в общем, в синей части Манчестера есть Есть, конечно, безумные владельцы То есть, ну, Нью-Касл бедный мучается там бесконечно Уже не знает, куда его, куда девать У многих претензий, ну, то, что Леви творит с Тоттенхэмми, как бы, тоже вообще непонятно И уже он там несколько месяцев не может тренера нового найти Потому что все говорят, что мы не пойдем туда, что-то там какое-то безумие происходит Вот, и, понятное дело, что это очень сильно коррелирует в трофеи, да То есть, как бы, кронки в арсенале тоже не любят Именно потому, что он, скорее, больше про бизнес-составляющую Что, ладно, в четверку попадаем, деньги от Лиги Чемпионов получаем Все хорошо, типа, деньги есть, а трофеи, как бы, фиксными А Мишай, как-то он, ну, как-то сложилось все То есть, он пришел в небольшой клуб, плюс, опять, сложились результаты То есть, как бы, при нем клуб, значит, совершил великий great escape Когда они чуть не вылетели из АПЛ накануне Своего чемпионства А потом было, собственно, чемпионство И он, мне кажется, очень тонко понимал, что вообще происходит Он мало говорил Это тоже, кстати, сейчас То, что отличает Абрамович, например Абрамович не дает интервью Абрамович, например, 10-15 лет После момента, когда он пришел в молодец футбол Он там по пальцам двум, мне кажется, можно пересчитать Сколько интервью он дал Он молчит, но делает Как бы, дает деньги, когда надо На трансфер, не на трансфер и так далее Есть результат Вот с Вишаем был то же самое Он, мне кажется, не очень хорошо знал еще английский Он почти не давал интервью Но он очень много делал Он очень много приезжал на матчи, например То есть, это тоже показатель Болельщики это любят То есть, сколько раз кромки был на матчах Арсенала Я вообще не уверена То есть, владельцы Ливерпуля приезжают периодически В Сити, мне кажется, тоже сам Шейх был пару раз буквально А Вишай приезжал почти на каждый матч на домашний То есть, он прилетал из Айланда И прилетал иногда с семьей И он знал всех Он общался с командой Он общался с тренером Он знал, что происходит у команды У кого дети болеют У кого там, не знаю С женой проблемы и так далее То есть, ему это было интересно Он очень много жертвовал, например, на благотворительность Именно в самом Лестере На его деньги построили отделение в больнице Лестерской, как бы Жертвовал университету и так далее Он много делал для болельщиков Какие-то мелочи Например, всегда на Рождество Был бесплатный какой-то пирожок И, не знаю, пиво на стадионе Это мелочи Но это как-то вот было все очень так по-доброму И это то, что проявилось, например, на примере его сына Когда Лестер выиграл Кубок Англии в этом сезоне И они вытащили владельца, собственно, сына Которому, ну, 30-32 А, ну, то есть он совсем молодой еще Для владельца Обычно это такие уже серьезные, солидные дяденьки А тут и его команда Причем он не сам, значит, вышел такой Значит, дайте мне кубок Его вытащил Шмейхель, как бы, на поле К команде, когда они праздновали Они дали ему этот кубок Они все вокруг него встали кругом Начали кричать, что, типа, там аплодировать Скакать вокруг него Это не протокольная была история Это была очень живая история Ну, то есть это как вот моменты радости Когда ты радуешься и безумно Ты не вспоминаешь, что у тебя там президент клуба стоит Тебя надо его там вытащить на поле В протоколе с ним сфотографироваться Нет, ты делаешь именно какие-то вещи Которые вот у тебя изнутри идут И то, как это праздновалось с топом Да, с сыном Виша Это было очень по-семейному У Лестера вообще достаточно семейный Клуб в хорошем смысле этого слова То есть, ну, как-то, опять Я пристрастна абсолютно точно Но как-то вот это все сложилось Плюс, на самом деле, работая с журналистом Это очень, мне кажется, прикольная команда Чтобы за нее болеть Потому что нет никогда никаких У Лестера нет принципиальных соперников Как бы сильно принципиальных Там есть дерби, который пытается заявить Что Лестер его принципиальный соперник Но как бы где дерби, а где Лестер сейчас Вот, как бы, конечно, есть зуб Там у каких-то клубов уже топ-6 Потому что за последние пять сезонов Топ-шестерка разбивалась дважды И оба раза ее разбивал Лестер, собственно Попадая в нее по итогам сезона И это, как бы, это клево Ты приезжаешь на любую базу Ты приезжаешь на любое интервью Разговариваешь с любым предстошем любого клуба Они какие-то, у кого болеете Типа там, примерно, база толстых Это дело, что если бы я болела за Арсенал Ну, никто бы меня не выгнал оттуда, естественно Но все равно, как бы, ты говоришь Лестера Они такие, Лестер? Серьезно? Что? Ты русская? Каким вообще боком? Но это, не знаю, это клевая история Это немножко, да, про какие-то внезапные вещи Я говорю, Лестер выиграл Кубок Англии Я была на стадионе Я рыдала полчаса после этого Ко мне подошли, мне кажется, все коллеги Ко мне подошли все стюарды Спросили, типа, все нормально Ну, как бы, девушка, все в порядке, еще вы рыдаете Я правда, я не могла остановиться полчаса Ну, это было настолько, счастье настолько захлестывало эмоциями Что это было, как бы, очень клево и здорово Ну, и команда сейчас хорошо играет То есть, ну, да, мы, конечно, каждый сезон проигрываем место в топ-4 Я уже посмотрела календарь следующего сезона Последний тур Лестер играет с Саутгемптоном И, видимо, в матче с Саутгемптоном мы проиграем топ-4 в следующем году Но это будет в следующем году Но команда, да, я, кстати, вот Точно как Локомотив Я смотрела на это в этом сезоне Локомотив выиграл кубок и проиграл ее чемпионов Я перед последним туром, я говорила У меня уже одна команда это сделала Пожалуйста, не надо Но, видимо, карма такая, что Ну, на вас, по-моему, интересно смотреть Причем, опять, сейчас каждое трансферное окно Постоянно эти вопли про то, что, типа Сейчас кого-то продадут Сейчас Мэдисон купят, сейчас кого-нибудь еще купят Тилиманс сейчас в Бельгии выйдет в финал чемпионата Европы И Ливерпуль его купит Ну, ничего, каждый год продавали Магуайра продали, Чилвелла продали, Канте продали Продадим Тилиманса, купим кого-нибудь нового Вон подписали форварда из Ливерпулла Ну, это... Просто клуб очень хорошо, очень разумно управляет То есть он... Клуб живет посредством Опять, посредства гигантские То есть, ну, это огромные деньги, да Это клуб, который не бедствует, да И не страдает Ну, у Лестера такие же возможности, как у какого-нибудь Вестхэма, Эвертона Мне кажется, ну, вот такая, да, там, вторая Второй эшелон, да, после вот этих топ-6 Но у Лестера, получается, они принимают правильные решения Не всегда, как бы, да, ну, там, Клод Куэль, например Тот, который был тренером перед Роджерсом Возможно, было не очень правильное решение Но такие-то ключевые вещи клуб делает очень правильно И вот есть какая-то очень здоровая химия между владельцем, руководством и советом директоров Тренером, клубом и, собственно, болельщиками Вот это все очень хорошо работает в Лестере каким-то волшебным образом Поэтому прям приятненько болеть Блок вопросов из чата С каким игроком и тренером АПЛ общаться приятнее всего? Ну, у меня есть, если честно, личные симпатии То есть я могу сказать, что у меня было зум-интервью с Дженни Варди В концовке вот этого сезона Он не сказал там никаких супер-откровений Как бы, там не было никаких супер-гениальных вещей Там были очень простые ответы на вопросы Но для меня это было прям круто Я очень хотела, я очень просила Потому что сейчас у Ока есть история Что так как все интервью берут по зуму В концовке сезона То как бы в основном его берет московская редакция А тут я сказала, что не, ребят Если есть момент, когда надо немножко стукнуть кулаком по столу Вот я тут стукну кулаком по столу Я очень хочу, пожалуйста С Мэдисоном, кстати, было опять Я сейчас съеду с Лестерских рельс, я обещаю Нет, давай вернемся на Лестерские рельсы Потому что про Варди очень интересно Чем он крутой? Почему он крутой? Почему он такой, какой он есть? Вот ты как человек, который с ним пообщался лично Потому что он живой Потому что он такой, какой он есть Нет такой истории больше в английском футболе Потому что человек, во-первых, он играет в свои 33-34 года Ему хватает скорости Бегает так, как он бегает Хотя вообще форвард такой тип И после 30 теряют моментально скорость Но это вот ощущение, я помню Когда в Лиге чемпионов они еще играли Я фотографировала тогда, я была на кромке поля И вот когда ты видишь На тебя, по факту, в динамике Варди бежит У него разгон У него вот это, знаете, иногда Как собака с поводка срывается Вот движение такое, не знаю Головой поводит Вот у него есть ощущение, как собака просто сорвалась Я не знаю, на какой энергии Внутренней он это делает Ну это гены какие-то, да Но это человек, которому 27 лет на заводе Подшипники делали, что он там делал, я уже не помню Это человек, который вот Он немножко, вот это классика английского футбола Он до сих пор пьет перед матчем две банки Рэнгула Он жует этот жевательный табак Он в прошлом году перестал пить портвейн накануне матча Вечерами, потому что он говорил, что он не мог в отеле уснуть Поэтому ему там приходилось стакан портвейна пить, чтобы засыпалось лучше В современном футболе это невозможно представить Понимаешь, когда у тебя есть, с одной стороны, Криштиану Роналду Который спит в своей крео-камере, да, там по 13 раз в день Разбит на каждые 20 минуты, там, у него вокруг 15-х ужасных бегает А с другой стороны, вот это вот Весь английский футбол старый, там, все 90-е, они так играли Я помню все эти истории, там, из книжки Венгера Когда он приехал в Арсенал Сказал, а можно мы перестанем как бы фиш-н-чипс есть утром в дни матча И бургеры Давайте мы будем кушать, там, не знаю, пасту, курицу, не знаю, там, рис Суши очень полезные У меня все смотрели на городского сумасшедшего Сейчас, конечно, футбол гораздо профессиональнее Все эти, там, восстановления, циклы сна, еда, диета, все Варди, как бы, на него это не работает Ну, то есть, он очень простой Он, как бы, он, ну, простой не... Я не für, что он просто тупой Нет, он, как бы, ну, он Ön очень четко понимает свое место, как бы Он, как бы, он очень четко осознает все, что, как бы, с ним происходит У него есть какие-то тоже свои заморочки, например Он, например, в интервью не хочет говорить там про какие-то личные вещи То есть, он, там, не говорит про семью в интервью, да, он, там, не говорит про какие-то там свои Например, в очень многие футболисты мы спрашивали, как они пережили локдаун � instagram Там, и сидение дома с детьми, наконец, да, впервые за свою жизнь Как бы, ну, он сказал сразу, то есть, там, это было в списке вопросов всегда на такие интервью мы присылаем вопросы изначально, ну, то есть на согласование с клубами. Они сказали, нет, типа, в времени будет... Он не отвечает на вопросы на пролечную жизнь. Про футбол, да, как бы, но пролечной жизни нет. Но он не то, что глубоко анализирует какие-то вещи, да, то есть он не дает тебе суперфилософские какие-то там ответы на вопросы. Хотя он очень хорошо понимает игру, он очень там... И Роджерс про него тоже говорил, что как бы у него на очень хорошем уровне понимание футбола именно, и то, как он действует на поле, какая-то токсическая научность и так далее. Но вся вот эта его история, он какой-то в нем жизни просто много, вот жизнь такой настоящей, простецкой, и вот без каких-то там загонов, без каких-то там такой прилизанности, лакированности, без такой, ну, я не хочу сказать академичности, но практически все, кто там прошел через там клубы, через академии там клубов АПЛ, понятное дело, что они там знали с детства, что они хотят там быть футболистами, и там, может быть, там, ты тренировался там, какой-нибудь Стоунс тренировался в академии Сити, и вот он как бы там вот и дошел до всего этого, безобразие. Там Тренд Александр Арнольд тоже знал, что вот я играю в Ливерпуль, я вырос возле базы Ливерпуля, я, значит, вырасту и вот буду, как Стивен Джерард. Варди до сих пор во всех интервью говорит, то есть у него все спрашивают, как бы, что с вами случилось, если бы вас не прописал Лестерн, он говорит, я бы как-то работал на заводе, ну, как бы, да, мне было бы 33, работал бы на заводе, там, собирал эти, там, какие-то болты, блям, я не помню, что он собирал в этом заводе. Ну, то есть, и это невозможно себе представить, то есть у него, во-первых, ну, видимо, ну, этот талант какой-то, да, там, но есть талант уровня Месси, да, вот, как бы, а есть талант уровня Варди, как бы, тоже. Как можно перед матчем пить две банки Рэдбула, я перед интервью с ним для антуража, как бы, для подводки, я, значит, открыла банку Рэдбула тоже и выпила ее, там, и до, и после интервью, и я потом весь день сделаю, у меня вот такая вот трясучка от количества это, ну, непонятно, видимо, у него энергия так и работает. Поэтому мне Варди очень крутой, то есть, и все его истории, все вот про, они очень простецкие, он же мог перейти в Арсенал после чемпионского сезона, но он сказал, говорит, типа, нет, ну, как бы, во-первых, он понимал, да, что лучше быть супер большим, супер крутым легендой в Остере, чем он придет в Арсенал, а там, надо, может, не знаю, работать будет больше, или, не знаю, не факт, что там он заиграет. Как бы он сказал, нет, что Остер поверил мне тогда, когда никто не верил, поэтому, как бы, я их сейчас не предам, я не буду уходить. И это болельщики ценят. Ну, нет, то есть, и при том, что многие люди уходили уже из чемпионского состава, там, Морес ушел, да, и там, Конте ушел, и потом уходили люди тоже по-разному, к Чилвелу сейчас очень, там, неприятное отношение среди болельщиков, потому что Чилвел вообще воспитанник, а он потом ушел в Челси с вами, я пришел сюда, типа, завоевывать трофеи и так далее, а перед финалом Кубка орал, что, типа, это никакой матч еще я не хотел выиграть так сильно. Как бы, ну, молодец, что тебе сказать, вот, ну, как бы, поэтому, а Варди, прям, не, Варди легенда, Варди как бы памятник поставит перед Think Power, я вообще не удивлюсь, поэтому, да, и он был очень круто, ну, это, знаешь, галочка такая, то есть ты иногда, и я, причем, немножко боялась, когда на это интервью шла, что иногда бывает, начинаешь брать интервью у человека, кумира, да, оказывается, что он, там, не знаю, или в плохом настроении, или он тебе что-то отвечает не так, или отвечает просто на отвали, или как бы, ну, то есть, а тут было, ну, то есть я занизила ей собственные ожидания, но было очень приятное интервью, мы очень круто 10 минут поговорили, то есть, как бы, я, да, галочку поставила, и с тех пор, да, очень, в общем, довольна собой, да. А если говорить про какие-то другие еще интервью, с которыми интересно общаться, я говорю, Мэдисон, как бы, и было в начале сезона интервью, которое круто разошлось с Sky Sports, он тогда, да, интервью, где он анализировал, там, Лестер тогда шел прям двойки, по-моему, и у него в очередной раз говорили, типа, сможет Лестер или нет, и у него был такой большой монолог, что, типа, вы говорите про все другие клубы, да, а я вот, а мы просто будем делать свою работу, да, и пусть там шумят про Арсенал, про Ливерпуль, про Сити, про кого угодно, пусть всегда говорят, типа, при всем уважении к Лестеру, но, говорит, ну, мы, как бы, будем просто делать свою работу. Я обожаю Инди Робертсона, как бы, это всегда прям очень тоже приятно. После матчевого интервью, то есть он, несколько раз я у него брала после матча интервью, именно в тот момент, когда Ливерпуль сыпался в середине сезона, и если какой-нибудь там Хендерсон уходил в какое-то отрицание, да, и говорил, да нет, у нас нет проблем игровых, просто, типа, это все неудача, и это все, вот, как бы, типа, случайности и так далее, потому что, типа, да, конечно, впервые, там, за черт дай, сколько лет мы проиграли на Энфиле, случайность совершенно, как бы, там, причем три раза подряд, удивительное дело. Ну, вот, и он как-то уходил, да, в какое-то такое отрицание, что, типа, нет, у нас нет проблем, как бы, ни игровых, никаких других, вот просто не везет нам. Клоп там, ну, у Клопа, понятно, у Клопа была тяжелая история, да, у него и команда все не шло, и Клопа мама умерла, то есть в моем времени он не смог поехать на похороны в Германию, там, тяжелая вся история была, было видно, что он на эмоциональном был взводе, и он, это была тоже широкая история, когда он сорвался на одного из журналистов после матча в интервью, и так наехал, у него достаточно жестко. А Робертсон даже после проигранных матчей приходил, и он был эмоционален, но при этом он был очень спокойный, и он действительно, у меня есть любимое интервью с ним, когда он говорил, типа, все, забудьте, как бы, забудьте, мы не в чемпионской гонке, мы, прошлый сезон был хорош, когда прошлый сезон был хорош, все, мы недостаточно хороши сейчас, как бы, и у нас другие цели, другие задачи, и, как бы, с ним всегда он давал, он дает всегда очень такие развернутые, большие ответы, и это прям здорово. Ну, Мауринио, конечно, как бы, это... Извини, опять отмотаю на шаг назад. Клоп, у тебя же тоже было с ним общение, ну, по крайней мере, каким он показался. Да, у меня было с ним интервью, у меня было с ним после матча в интервью, после, по-моему, это был следующий тур, после того, как он сорвался на как раз моего коллегу, и мне когда сказали после матча, что, типа, у тебя клоп, и я такая, мне кажется, побелела в этот момент времени, на что ко мне подошел человек из АПЛ, который, в общем, отвечает за координацию клуба и международных бродкастеров, и он такой, так, не бойся, типа, у тебя есть вопросы, задавай эти вопросы, как бы, и все будет хорошо, это твоя работа, он должен на это отвечать, если он сорвется, как бы, то это будет ему в минус, а не тебе. И он, ну, опять, тут на самом деле, мне кажется, что опять за меня сработал мой гендер, потому что передо мной был корреспондент ESPN, и клоп ему так немножечко жестко отвечал, а я подошла после к микрофону, и он, мне кажется, посмотрел, он увидел, что это как бы девушка, и так он еще вздохнул, и было понятно, что он так немножко, ну, подсобрал, может, какую-то эмоциональность, да, и, может быть, говорил мне гораздо менее эмоционально, но гораздо более спокойно, то есть, как бы, видимо, не знаю, может быть, мне кажется, да, что они так все чуть вежливее ведут себя по отношению ко мне, но, ну, или к любым девушкам-корреспондентам, но было такое ощущение. Это было тяжелое время для него, это было тяжелое время для клуба, но в целом, как бы, из всего того, что я вижу регулярно там, клоп очень, клоп очень живой, клоп тоже вот очень, он держит дистанцию, то есть, он не будет панибрат, он не панибратствует, нет, то есть, он, как бы, очень четко, вот, как бы, разграничивает всегда, но при этом у него, ну, у него харизма еще, как бы, ты в ней ничего не делаешь, да, то есть, мне кажется, что очень мало людей, которым он не нравится просто потому, как он себя ведет, а потому, как он, в общем, себя позиционирует, поэтому к клопу тоже, в общем, в основном, в плане претензий нет. Мауринио всегда шоу, всегда, как бы, восторг и радость, интервью, которое я у него брала, достаточно было простенькое, но он ворвался ко мне на флэш с Соном после, я не помню, что это был на матч, по-моему, это был матч, когда Тодденхам обыграл Арсенал в районе ноября-декабря, и Сон забил, и он давал мне какое-то радостное интервью, и Мауринио прошел, собственно, по позиции, он так приобнял Сона, и такой ему, значит, в этот гухо, такой, типа, хреновый гол забил, а потом еще наклонился к микрофону, типа, хреновый гол, и ушел. Вот, естественно, значит, я тут же написала всем в редакции, я говорю, слушайте, вырежете этот момент, значит, запихайте его везде, там, типа, такой, значит, смешной момент, эпизод, значит, трансляция, сейчас разойдет разлетится вирусный, после чего ко мне подошел пресс-таше Тодденхама, и он такой, слушайте, типа, а это в прямую было? Я говорю, да, у нас, типа, слышишь, в прямом эфире. Он такой, вы можете это вырезать? Я говорю, ну, и в прямом эфире уже нет, и я говорю, ну, и при всем уважении, как бы, это, ну, это как бы наш контент, это как бы, ну, это сочная очень история, ну, мы не можем это вырезать, никуда не постить. И пристал же такой, вот иный ред, типа, какой, блин, идиот. И я говорю, я говорю, слушайте, ну, ваше заборение тренер, как бы, должен быть готовы к такой фигне. Ну, понятное дело, что, наверное, для имиджа клуба это не очень здорово, но, что вы хотели? Вот, поэтому, а так, ну, на послематчах интервью, на самом деле, мало чего можно такого прям яркого, интересного и крутого вытащить. Моя любимая история, премьер-лига делает для международных бродкастеров, есть этого или с прошлого сезона, у них есть рубрика, называется легенды премьер-лиги. И они раз в месяц бродкастерам выдают какую-то легенду из прошлого, да, то есть какого-то игрока, который уже закончил, который играл там в 90-е, в 2000-е, они дают его на полчасовое интервью, когда вы сидите красиво в студии, когда вы сидите вот как, примерно как в студии Дудя, да, на двух стульях, между вами стоит, значит, трофей АПЛ с ленточками того клуба, собственно, за который эта легенда играла, там, значит, волки его на заднем плане. И некоторые легенды странные, ну, то есть как бы некоторые тоже так непонятно, ну, им есть что рассказать, но они не очень умеют, да, а некоторых они прям приглашают, и, ну, например, мое первое такое интервью было с Бербатовым, Бербатов очень любит себя, Бербатов прям очень любит себя, и как бы вот им просто задавать вопросы, типа, расскажите про свой лучший гол, и он соловьем прям 10 минут тебе будет заревать, как он прекрасно играл, какая у него, значит, была там химия в команде, то есть 5-е и 10-е, это прям здорово. Меня совершенно поразил Тони Адамс, конечно, то есть он человек сложной судьбы, да, и все знают, что у него были проблемы с алкоголем, что он был в реабилитации очень долго, и я пришла к нему на интервью, у меня был список 30, по-моему, вопросов, там про Арсенал, не про Арсенал, про все, значит, его там непобедимых сезон, и про то, как он сейчас. Когда он отвечал мне на 8-й вопрос, типа, режиссер, ну, там, продюсер, который все это устраивает, начал мне пальцем показывать, типа, у тебя осталось 2 минуты, потому что он на каждый ответ, реально, на каждый вопрос давал ответ, реально минут по 7, вот, очень длинно, это часть тоже его, он в терапии находится, это много лет, да, есть что-то вообще с Тони Адамсом, кстати. Вот, да, возможно. Я тебе сразу сказала, я говорю, 3 часа уложен, это было, и это было прям очень здорово, получилось такой прям цельный дюйм, он там в философию ушел в какой-то момент времени, но было прям прикольно, поэтому вот такие легенды, это здорово. А футболисты, тренеры часто отвечают, они понимают, что это часть их работы, они, в принципе, хорошо и много говорят. Футболисты, те, кто понимают, что это важная часть, то есть тот же самый Робертсон, он и в Ливерпуле участвует во всех медиа-активностях, там, во всяких видео и так далее, смешных, не смешных, реалити-шоу и так далее. Есть те, кто вот немножко на отвале отвечают, но это тоже, как бы, оно во всех футболах, как бы, бывает абсолютно по-разному. Давай дальше, вопросы из чата чуть более кратко, чем про любимых футболистов, потому что есть еще один блог, который хочется обсудить про освещение английской премьер-лиги. Аберин Мартел спрашивает, за что уволили Мауриньо, он же только начинал выигрывать. Не до конца понятно, что происходит в голове у Мауриньо, что происходит у Ливи, что происходит вообще в Тоттенхэме, какое-то безумие совершенное. Была странная история, потому что случилась тогда же, когда появилась история про Суперлигу, и было ощущение, что его уволили, потому что он сейчас хочет что-то ляпнуть против Суперлиги, а типа позиция клуба якобы... В первые часы казалось, что позиция всех представителей клубов должна совпадать с позицией владельцев. Потом, когда посыпалось негодование от всех, там, от клопа до всех остальных, в общем, футболистов-игроков, которые говорили, мы вообще не понимаем, что происходит, стало ясно, что это не про то, но они вылетели из Еврокубков, они вылетели очень бесславно из Еврокубков, как бы, и тот футбол, который они показывали, ну, это было душевозбирающее, конечно, немножко зрелище, поэтому я думаю, что это была просто история, которая так наложилась немножко на всю эту историю про Суперлигу, но решение было принято раньше, а сейчас никто не хочет идти к Тоттенхэм, и это, как бы, будет проблемой для Кутишки, все еще нет главного тренера. Я так понимаю, внятной идеи, кто вместо Мауриньо не был ни тогда, нету сейчас. Нет, появляются раз в пару недель какие-то персонажи, потом все срывается, вот, сейчас говорят про нужный тренера, но не знаю, посмотрим, как бы, почему это все, все придет и приведет. Сделает ли Санчо Манчестер Юнайтед на порядок сильнее? Куда же сильнее, ну, как бы, учитывая, ну, не знаю, здесь, конечно, история, я очень не люблю, честно говоря, все эти слагательные наклонения, это не знаю, если ты когда-нибудь записываешь подкаст с Вадимом Лукомским, то вот скорее к нему, да, за всеми этими вопросами, с тактическими расстановками, как его встроят в команду, где вместо кого он будет играть, честно скажу, не знаю, я вот в этом плане, я еще терпеть не могу трансферные окна, особенно пока ничего не подтверждено, особенно пока, как бы, ничего не понятно, то есть, ну, опять, мы видели кучу примеров тренеров, которых, не тренеров, трансферов, которые случаются, и ничего не происходит, и, как бы, пришел большой футболист, а что-то... История про Манчестер Юнайтед, как раз, все эти... Абсолютно, точно, да. Димарии, Марсиалии и прочие ребята. Да, 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 гигантские футболисты, Алексею Санчесу даже, как бы, может сложиться, может не сложиться, как бы, если, опять, тут же все еще что-то понятно, это как бы, хочет тренер, или хочет руководство, да, поэтому, в общем, большой вопрос. Если это тренерская история, то, наверное, да, тогда его понимают, куда оно будет встраивать, а если это просто, типа, давайте купим его, чтобы продавать чуть больше футболок с его фамилией, ну, тогда это уже другая история. Видела ли Дарья игру Крыха в Вестбромвиче до Локомотива? Нет, нет. Здравствуйте, Дарья, не страшно ли было во время беспорядков в Манчестере? Было странно, честно скажу, мы приехали на этот матч United-Liverpool, и, как бы, протесты уже были, а это было тоже, там собралось тысяч десять человек перед стадионом, а мы за локдаун отвыкли от такого количества людей, и это было немножко странно и стрёмно, потому что тоже у всех еще тут, ну, мы тут, правда, все в немножко измененном состоянии сознания, и реально все, когда видят такие большие толпы народу, сейчас уже понятно, что основная масса вакцинирована, хоть как-то, а тогда, как бы, непонятно, что сейчас на тебя кашляют, кто-то, да, и ладно, одно дело просто заболеть, но другое дело, как бы, если ты, как журналист, заболеваешь, ты, во-первых, две недели снижаешь в изоляции, а потом тебя еще, как бы, долгое время не пускают там на стадион, исходя, чтобы ты там тоже не нарушил все эти баблы АПЛ, и, как бы, чтобы ты, в общем, никого там внутри не заразил. Поэтому, да, как бы, можно было легко вывалиться там, типа, скашляет кто-то на протесте, а ты потом на месяц вываливаешься там из концовки сезона. Вот в этом плане было не очень приятно, так, чтобы прямо ощущения страшно, стрёмно, сейчас, не знаю, закидают фаерами, ну, среди нас не было Вудворда, среди нас не было глейзеров, как бы, мы стояли в достаточно оцепленном, оцепленной зоне вместе с другими бродкастерами и вели, как такие сводки с места действия сбитого, там, с телефонов, что, типа, за моей спиной, не знаю, осажденный утром. Неожиданно стала военным корреспондентом. Да, было очень интересно, было очень нестандартно, потому что, да, мы, конечно, в основном, конечно, любим про футбол, говорите не про беспорядки, а вокруг него, но очень многие коллеги говорили, что наконец-то что-то весёлое, потому что у нас внутренний мем, что все матчи топ-клубов в этом сезоне заканчивались с учетом 0-0. И мы все такие, наконец-то что-то весёлое, а не нулевая ничья, как бы, какая-то атмосфера. Было, я люблю такие-то же ощущения, такие моменты, когда непонятно, что будет происходить дальше, то есть как бы, когда события развиваются вот прям в процессе, и ты это видишь, и ты за этим следишь, и ты следишь там за соцсетями, за кем-то там, кто что сказал, кто что крикнул, то есть это прям прикольная была работа. Ну, было немножечко, да, дискомфортно, но так как мы были, страшно не было. Было непонятно, было не очень хотелось, чтобы матч переносили, например, на следующий день, потому что стало понятно, что он был оставаться когда в Манчестере с ночевкой. Но да, матч перенесли, поэтому мы приехали на второй раз, и там тоже начались какие-то протесты, мы такие, можно, пожалуйста, уже сыграем этот матч с Ливерпулем несчастный, как бы, можете сыграть его там, типа, 0-0, его сыграли 2-4, и было еще веселее и радостнее, как бы, но уже про это тоже никто не говорил, потому что тоже там в какой-то момент сидел на цепиле. Было нестандартно и, ну, нельзя говорить весело, наверное, да, как бы, про это дело, что это такая стрессовая ситуация была для всех, но я прям, да, получил удовольствие. Драйвово. Раз уж мы затронули эту тему, Суперлига, как-то Англия стала таким вот мощным кулаком, который, как мне кажется, эту самую Суперлигу и уничтожил. Что вообще происходило в этот момент в Англии? И в целом, вот эта вот идея Суперлиги, которая появилась там в ночь с воскресенья на понедельник в 12 часов ночи, что происходило в Англии, как болельщики это воспринимали, как это все раскручивалось там? Ой, ужасно это все происходило, без объявления войны, конечно, кто так делает, как бы, ну, только это, только Барселона еще так делает, когда новый контракт Месси тоже объявляют, они вечером в пятницу, там, ближе к полуночу. Ну, вот, через 20 минут контракт у Месси закончится. Вот да, как раз сейчас начнется веселая история. Было странно, сразу зашумело, конечно, весь интернет и все пространство. Не было первые сутки, потому что они объявили в воскресенье, а в понедельник играл Лидс Ливерпуль. И вот до момента, когда сыграл Лидс Ливерпуль, было ощущение, да, что кто-то собралось какое-то там, типа, мировое зло против, как бы, нас, простых смертных, типа клуба, которые решили, что они лучше всех. Но, когда, мне кажется, что-то отчасти переломным моментом было то, что вышел клуб и вышли все игроки Ливерпуля, которые начали говорить, мы вообще ничего не знали. Мы тоже знали всего из Твиттера. И типа, что-то хрень какая-то, и нам все это не нравится. И, ну, там на самом деле было несколько составляющих. Во-первых, когда UEFA и FIFA тут же встали в позу и сказали, что как бы ладно ходить в Суперлигу, мы сейчас выкинем вас из всех ваших чемпионатов, и чемпионов вы играть не будете, а еще, значит, всех ваших игроков мы не допустим до сборных. Поэтому, типа, решайте сами. Хотите играть на свои там 12 команд, мы турниры по четыре круга, ну, играйте. Вот. Плюс игроки, конечно, тут же поняли, что как бы что-то за сборной, если не пустят. Плюс там в АПЛ, в других лигах тоже не надо играть. Это тоже какая-то непонятная история. Мы просто единым фронтом как-то так все выступили, и очень многие начали говорить, что потому что... Потому что Челси же вышел первым, ну, по крайней мере, заявил, что он выходит первым, когда болельщики пришли к Стэнфорд-Бриджу и начали там протестовать и бухтеть и бубнить. На самом деле, по словам всяких инсайдеров, еще очень быстро за вот эти двое суток, что Суперлига просуществовала, там всякие люди из Совета Директоров, всякие партнеры и всякое руководство клубов тоже начало говорить, что типа, что происходит вообще, вы типа в своем уме или нет. Есть реальное ощущение, что это 12 владельцев клубов, не знаю, собрались где-то в бане под Мадридом, не знаю, и что-то решили для себя по пьяни, да, на следующем, просто сказали, или в тот же момент сказали, что давайте объявим, как бы все это сделаем, но как бы не подумав и не поговорив вообще ни с кем, и не обсудив ничего, поэтому как бы быстро делой, быстро умерла, как бы там что-то еще Перис пытается сделать вид, что как бы сейчас мы зайдем на второй круг, но как бы никто же на второй круг не зайдет, конечно. Дарья, вам как представителю ОККО футбол уйдет в интернет? Мне кажется, что да, потому что, ну, мы видим, мне кажется, это по трансляциям евро, когда все ругаются, что невозможно посмотреть нормально в интернете нигде, да, у всех плохие стриминговые истории, потому что, ну, потихонечку увеличивается процент людей, которые смотрят с мобильных устройств, которые смотрят с ноутбуков, как бы у меня нет дома телевизора, как бы огромное количество людей, я знаю, что нет дома телевизора, то есть у многих есть там экраны, у многих есть проекторы, да, и сейчас я, по-моему, Линокер публиковал сегодня статистику, что в Англии, а в Англии ABC бесплатный телеканал, еще к всему прочему, да, и, но, по-моему, вчерашний матч Англии-Германия что-то порядка 20 миллионов посмотрела по телевизорам, и еще 7 миллионов посмотрела в онлайне, то есть, как бы, получается 25% аудитории у вас смотрят это все в онлайне, даже в такой консервативной, в общем-то, стране, как Британия, где в очень многих домах вся ваша мебель развернута к телевизору, да, здесь как бы есть такая культура телевизионных просмотров, поэтому потихонечку, я думаю, что да, я думаю, потихонечку начнется, ну, если какие-то клубы, клубы, какие-то, ну, например, у всех, у BT, у Sky Sports, здесь есть свои мобильные приложения, через которые можно смотреть, есть свои очень удобные, причем, приложения, то есть, с разным качеством, которые можно смотреть даже с телефона, и оно будет прекрасно прогружаться при любом интернете, с каждой статистикой и так далее, те же самые, мне кажется, трансляции «Формулы-1», я сама не большой фанат, но я знаю, что очень многие, при том количестве статистики, которые там есть, и данных, гораздо круче смотреться в приложениях, когда ты можешь там сам выбрать себе какую-то скорость на круг, какую скорость там на трассе, ты можешь, значит, отранжировать всех и смотреть всякую графику и так далее, и этого будет становиться все больше и больше, и как бы я была несколько раз еще до пандемии, на всяких, здесь устраивают всякие представители и BT, и Sky Sports, периодически какие-то свои конференции для людей из индустрии, и вот я там слышала, например, то, что обсуждает BT со всякими этими своими зелеными экранами, с кучей графики в контексте, например, олимпийских видов спорта, освещения там, олимпиад, это все будет все более технологично и, соответственно, это будет все более кастомно, то есть вы можете сами будете выбирать, не знаю, там, угол обзора, с камерой вы хотите смотреть и так далее, и так далее. На простом телевизоре это можно сделать, но затем это все будет уходить в интернет, а мне кажется, что сейчас, при нынешней недоступности, ну, когда ОКО только начинало, все начинали говорить там и вопили, что типа нет достаточного качества сети и так далее, ну, да, конечно, мне кажется, что как бы мы говорим не про путь, там, не знаю, в деревню под, там, Уэльсе, да, или в шотландских горах, где нет интернета, как бы, там, только овцы бегают и электричество вырабатывают, а мы говорим про цивилизованных людей, которые, там, не знаю, платят, здесь платят за подписки большие деньги, и, конечно, оно все будет гораздо более кастомное, чтобы вам можно было удобно смотреть на любых платформах, на айпадах, айфонах, планшетах, выводить на большой экран, делать это с телевизора, с интернетом, поэтому я думаю, что да, спорт будет все больше и больше уходить в интернет. Последний вопрос из чата, его спрашивали уже давно, как в Англии относятся к радужным повязкам, флагам, преклонениям перед матчем, олдовы и английские болелы не воспринимают ли все это как показуха? Да нет, мне кажется, некоторые футболисты воспринимают это как показуха Заха в Crystal Palace отказался еще весной вставать на колено, говорит, что это превратилось, конечно, в некоторую такую рутину, да, то есть как бы мы все перед каждым матчем в АПЛ там все встают на колено, ну как бы все игроки, тренеры и другие, даже журналистов и болельщиков не заставляют это делать. Ну, это проявление, и как бы, с одной стороны, Заха правильно говорит, что это все превратилось в такую для галочки, и люди считают, что ладно, раз мы встаем на колено, мы можем больше ничего не делать. как бы там просвещение, не просвещение, не знаю, в школах учить людей, что как бы расизм это плохо. Ну, к радужным флагам как бы нормально относятся, у нас здесь сейчас июнь, это Pride Month, да, во всем западном мире, как бы это история про, там, чтобы истребить всякое неравенство и оскорбление людей интервьюционной ориентации, да, нормально относятся, как бы, потому что здесь, как мне кажется, вся западная, весь западный мир это достаточно полерантное общество, это как бы показало даже на примере Евро, да, когда сейчас с одной стороны в Венгрии там они запретили всякие эти повязки, а с другой стороны тут же немцы на это ответили, тем, что они протащили там 500 тысяч флагов на радужных на матч, сказали, что вот нет, мы будем все подсвечивать, мы будем все, значит, размахивать и так далее, и так далее, поэтому, ну, мне кажется, нет никакой какой-то глобальной нервности, но болельщики посвистели, конечно, на матчах на Венгрии. разделения на молодых и более старшее поколение нет, ну, потому что кажется, ну, что молодое поколение, она понятна, легко относится к этому. Я думаю, что как бы, ну, здесь как это, пример Брэкзита прекрасно показал, да, 52 на 48, ну, то есть я наверняка уверена, что какие-нибудь деды в провинции сидят и говорят, что вот они там все, значит, с этими флагами, с коленями, там, кого мы все оскорбляем и утверждаем, ну, старшее поколение чуть более, чуть менее толерантное, чуть более, не знаю, расистское и так далее, ну, это нормальная история, мне кажется, это во всех странах, молодежь чуть более прогрессивная, ну, люди с высшим образованием, нормальная история одинаковая примерно для всех, здесь это не так ярко и здесь это не так много, да, то есть мне кажется, что вот там в Кунти Америке, да, те же самые Black Lives Matter, они, у них в каких-то моментах было избыточно все эти там протесты и так далее, здесь, ну, на колено встают и встают, занимает 15 секунд, перед началом, сейчас уже действительно немножко для галочки, я не знаю, как это сильно влияет на реально там расизм и всю эту ненависть к представителям разных меньшинств, но, да нет, встаем и встаем. Тогда давай две темы, которые я еще хочу обсудить, не знаю, долго ли, коротко ли, но первая тема, у меня в принципе достаточно много как раз вот со всеми, кого я приглашаю на подкасты, очень много общаемся про освещение футбола и про то, что футбол, по крайней мере, общемировая тенденция, что у молодежи футбол все менее и менее популярен, все более фортнайты, все более там какие-то другие вещи, стриминговые сервисы, которые активно развиваются, вытесняют футбол и молодежи футбол становится все менее, менее, менее интересен. Собственно, Перес со своей суперлигой говорит примерно об этом же самом. Как в Англии показывают футбол, в принципе, как в Англии показывают футбол, как привлекают новых болельщиков, как завлекают их вот в эту вот секту футбольную, какие фишки использует английская лига, да, АПЛ, для того, чтобы футбол продолжал быть таким же популярным и вот именно в плане освещения, в плане медиа. Я думаю, что здесь английский футбол плохой показатель работы с молодежью, да, скажем так, потому что, когда я говорила тоже про журналистику, здесь, которая в основной массе, все за исключением того, что делает заатлетик, это очень консервативно, это очень классически, это как бы те репортажи, да, вот именно традиционные репортажи, которые в Спортэкспрессе и в Советском спорте публикуются, их никто не будет читать, то есть, как бы, в принципе, из молодежи, естественно, но при этом все прекрасно понимают, что я говорила с какими-то там журналистами и редакторами, они говорят, да, но мы их публикуем и нам приходит, типа, полмиллиона просмотров из Индии, например, или как бы из каких-то еще английских трактов. С АПЛ, в принципе, более, АПЛ, в общем, сейчас, поэтому гораздо больше развивается не на внутренний рынок, а гораздо больше все эти контракты с ближневосточными бродкастерами, все эти контракты с Питаем, все эти контракты с Америкой, в том числе, все эти американские владельцы, да, то есть они двигаются вот в те какие-то стороны и в направление. Я не могу сказать, что они, не знаю, там устраивают какие-то там, не знаю, что там кто-то покемонов ловит, да, на трибунах стадиона АПЛ, да, здесь этого нет. Английский футбол достаточно классический и очень традиционный. Здесь нет каких-то там, не знаю, групп поддержки, да, какой-то дополнительной яркой цветастой графики по ходу матчей на Sky Sports. Нет, здесь все очень, в принципе, в классическом понимании, в очень достаточно углубленном для понимания кланов. То есть если смотреть Sky Sports тот же самый, то все эти поднимачивые аналитические разборы, ну, то есть если ты просто пришел там посмотреть футбол и параллельно что-то еще поделать, вряд ли ты что-то поймешь. То есть там те те оптические разборы, которые они делают, там тот же самый, как и Карагер и Невилл устраивают, но он требует более-менее понимания того, что происходит. Но поэтому я не могу сказать, что футбол тут как-то идет навстречу молодежи. Футбол, они абсолютно точно понимают, да, что они потеряют очень часто там сейчас часть большую там европейских каких-то своих зрителей, но они идут на восток, они идут на запад и они скорее расширяются и держат себя на плаву за счет вот каких-то международных контрактов. И там пока так много денег, что им еще на пару десятилетий, я думаю, хватит, а потом уже, да, будут в ТикТоке уходить. Среди обозревателей футбола, да, можно ли сказать, что вот те, кто обозревает футбол, это суперзвезды, ну вот условно говоря, Гарри Линекер, не потому, что он там футболист бывший и великий, да, или Каррагер, или Хилл Девилл, а вот именно то, что они сейчас делают и именно вот эта их ипостась делает их суперзвездами в Англии. Да, плюс ко всему с вот этим, то, что началось лет 10-15 назад, когда звезды футбола после завершения карьеры поняли, что еще и в телевизор можно двигаться. Тут все ломанулись, поэтому почти все, мне кажется, действующие, бывшие корреспонденты, не корреспонденты, футболисты, тренеры, все посидели в студии в качестве каких-то экспертов. То есть я сейчас смотрю освещение Евро, здесь там у одного телеканала Флэмпорт сидит как бы в качестве экспертов в студии. И это совершенно нормально. Тут, извини, тут история такая, что у нас тоже на Матч ТВ люди сидят в студии, это Владимир Быстров, Мостовой, но назвать их звездами обозревания футбола язык не повернется ни у кого. Это скорее такие клоуны. Бывают разные здесь. То есть есть, ну здесь там все, конечно, издеваются над Алланом Ширером, который сидит в студии Матча в Зе Дэй на BBC, это главная аналитическая программа, и он выдает именно очень классические ответы на вопросы, очень классический и простой анализ игры, но надо понимать, что как бы все эти люди, которые говорят, то есть здесь уровень, мне кажется, компетенции и погруженности в футбол просто выше. То есть здесь нет такого, что если у тебя футболист пришел в студию, если у тебя даже Аллан Ширер, который не гений аналитики, потому что его по голове сколько били мячами, ну то есть ясно, что он там не гений аналитик, он все равно, если он говорит, не знаю, про матч там Нью-Касла, это значит, что, как правило, он смотрел последние матчи 10 Нью-Касла, и он просто в силу того уровня, на котором он играл, он понимает, что происходит. То есть мне кажется, что все эти мостовые быстрого, я не знаю, сколько матчей там премьер-лиги российской они смотрят перед тем, кто прийти в студию матч 2, если смотрят вообще что-то, кроме как результат, да, и там кто голы забил, и нарезки хайлайти. Здесь, мне кажется, требования повыше, все-таки уровень экспертности, то есть действительно, они могут быть не гении с точки зрения анализа, то, что Невилл внезапно превратился в очень крутого тактического аналитика, но это его работа большая, это как бы действительно его очень крутая, значит, плюс Невилл, например, очень превратился в хорошего комментатора, а это все-таки немножко другая работа в сравнении с сидением студии, например, Гарри Линекер не комментирует, Гарри Линекер ведет программу, он вот именно ведущий, но не комментатор, это как бы разные совершенно ипостаси. Невилл при этом работает матчи даже в качестве не вот эксперта, как у нас Луцкого, например, приглашает, а он может вести матч сам, как бы, это тоже другой навык, который оттачивается, и здесь люди, ну, здесь немножечко, конечно, требования повыше, скажем так, скажем так, немножечко, потому что, ну, им платят большие деньги, им платят большие деньги не просто за то, что они как бы звезды кого-то, как-то там, Денайта, Ливерпуль или кого угодно, то есть, ну, мы знаем, я знаю даже банальную самую историю, что Карагер занимался, мне кажется, ему ставили речь, потому что Карагер, когда он только закончил играть, а Карагер из Ливерпуля, у него очень жесткий был акцент, и были байки, что его в каких-то программах его пускали здесь, в Англии, с субтитрами, потому что невозможно скаус понимать, как бы даже на слух, даже местно, но он сейчас говорит гораздо чище, гораздо лучше, и это тоже работа, которую надо над собой вести, да, то есть, это вот тоже часть твоего имиджа, и понятное дело, что не все, бывшие футболисты, которые достаточно простенько на все это реагируют, но большие звезды, действительно, Гарри Линекер главная сейчас звезда, которая может позволить при всем при этом отказаться от контракта с Битти на освещение Лиги Чемпионов, он большая звезда не потому, что он играл в Барселоне, он большая звезда не потому, что он играл за сборную Англии, он большая звезда, потому что последние 20 лет он на телевидении, и он круто делает свою работу. И он может позволить себе выйти в трусах в эфир? Да, потому что, это почему нет? Опять же таки, он пообещал, что это тоже круто, это тоже показатель, мне кажется. Он пообещал в декабре того сезона, что если Лестер выиграет чемпионство, он выиграет в трусах в прямой эфир, а матч из Дэйзи запишется в прямую. На тот момент времени никто в жизни не думал, что это сработает. Но да, он вышел, опять же таки, это были не стринги, это были семейники по колено, но все равно, более того, Карель Линекер в своей экспедиции в очень хорошей технической форме. Если вы посмотрите сейчас там в интернете запись этого всего, то что многим вот как бы комментаторам, некомментаторам любого телеканала в любой стране мира так бы выглядели 55 лет. Он, конечно, говорил потом, что он все лето там качался и тренировался, что в общем достойно выглядели, но это было круто, и вся Англия ему поаплодировала, потому что, опять-таки, давайте вспомним, Василий Уткин сколько раз обещал там фабрицы на лосо, что-то еще сделать, если там сборная России что-то сделает, не сделает, сколько раз он это сделал. Ну, как бы, за слова надо отвечать, как бы, ну, не хочешь отвечать, ну, не спорь, да, не обещайся, то есть, как бы, здесь это, ну, история про твою, ну, про твою резюме в том числе, как бы, про твою репутацию, как бы, у Линокера, в общем-то, мне кажется, одна из самых кристальных репутаций, то есть, он, ну, опять, человек, который не получил ни одной карточки за карьеру, да, это, в общем, тоже надо было постараться, и то, как он себя ведет, он очень крутой ведущий, да, он очень крутой эксперт, как бы, он, ну, наверное, одной из лиц английского футбола сейчас, именно вот там, за кадром, поэтому, то есть, люди работают, я действительно там, у меня есть несколько знакомых, которые работают, например, на всем этом продакшене, на BBC, на разных там телеканалах, и они говорят, рассказывают о том, как эти люди приходят, как они смотрят реально кучу всех этих матчей, как они себя с тактическими раскладками, какими-то, в общем, графиками, чем-то еще, и они готовятся к эфирам, то есть, это не история про то, что ты пришел, что-то сказал, да, как, не знаю, все там эксперты на матч-ТВ очень часто делают, да, не посмотрев ни одного матча при этом, поэтому, я думаю, что, да, здесь, ну, это работа, и тут, опять же-таки, тут этих футболистов, которые заканчивают карьеру каждый сезон, их огромное количество, если, даже если Алан Ширер несчастно не будет готовиться к эфирам, ну, потому, следующего, вот что, Лэмпортит без работы, сейчас Хоршинс без работы, сейчас вот дедушка Хоршин будет тоже ходить по каким-то телеканалам, если ему это интересно, поэтому Билич сидел без работы, Билич, например, работал весь чемпионат мира в России, тоже на одном из телеканалов, как бы, и они понимают игру, они, как бы, им, конечно, это может быть дело чуть проще, просто в силу того, что у них там были карьеры игрозкие, тренерские, им там меньше времени требуется какой-то анализ, но у них есть насмотренность, если, как бы, они говорят про это, то есть мне кажется, что тот же самый Невилл посмотрел все матчи Юнайтед в последние сезоны 5 точно, он все их видел, он видел все это развитие, он общается там с игроками, он знает какую-то внутреннюю кухню, и поэтому он может там позволить себе чуть меньше покопаться в статистике, там, мне кажется, посмотреть все матчи МЮ за последние лет 5, это тоже может психику разрушить, ты назвала матч Овдэй, Овдэй это как самую главную футбольную передачу, но я слышал мнение о том, что это в принципе самая главная передача на британском телевидении, так это или не так? Ну, она на бесплатном телеканале, и она в прайм-тайм вечером в субботу, поэтому я, ну, как в прайм-тайм, в 10.30 она обычно вечера, когда все, в общем, если, да, все, в общем, практически у телевизоров, да, ну, потому что футбол здесь это гигантская штука, потому что действительно позволить себе смотреть футбол на BT и на Sky, это достаточно дорогое удовольствие, то есть все те люди, которые ругаются на то, что наука подписка 3000-4000 рублей в год, я когда британцам называю эти цифры, и когда я говорю им, что типа вот там подписка на, мне канала стоит типа 30 фунтов, они такие начинают кивать, они такие, я такая говорю, в год, они такие, в год, типа что вообще, типа можно я как-нибудь заплачу за это тоже, и проведу себе кабель из российского телевидения, да, домой. При этом российские пользователи при этом еще говорят о том, что как это очень дорого, и как это вообще, что, почему. Понятное дело, что у нас, ну это в отрыве, это цифры, как бы, ну надо их сравнивать, да, со средними зарплатами и так далее, да, когда у нас там по России сколько средний зарплат, 30 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, если мы не Москву берем, а Россию в целом, понятное дело, что это, наверное, большие деньги, но еще интернет провести, да, такой, чтобы он работал, ничего не обрывалось и не облавоваться, но при этом как бы здесь, если вы хотите смотреть АПЛ, АПЛ здесь поделен между BT и Sky Sports, то, ну это в среднем порядка, типа, 80-100 фунтов в месяц, да, то есть это мы говорим, там 8-10 тысяч рублей в месяц, и, ну мало кто может себе это позволить, то есть я, я не знаю здесь людей, у которых есть вот постоянный доступ к обоим из этих телеканалов, да, то есть тут тоже народ смотрит собственно, тоже народ как бы смотрит на нелегальные трансляции, или там, например, у кого-то есть подписка там только на BT, потому что у BT еще контракт на Лига Чемпионов, и то есть у вас есть контракт на одно, а то, что показывают по Sky, вы там где-то в интернете находитесь, ну это нормальная история, это здесь тоже существует, нельзя закрывать на это глаза, но, почему я вела всю эту историю про деньги и так далее, а, вот, про матч of the day, что матч of the day, это бесплатно, это на BBC, это общий доступный телеканал, ну как бесплатный, мы платим здесь, здесь есть телевизионный налог, он порядка 15 тысяч рублей в год, то есть вы платите за телевизионную лицензию, чтобы у вас было телевидение в доме, она, где тебе дают сжато хайлайты всех матчей, которые пошли к тому моменту, там еще остаются как бы матчи воскресенья, но они, соответственно, там в воскресенье есть матч of the day, ну да, вам быстро, в течение часа люди, быструю нарезку важных моментов, какие-то важные интервью, и какой-то анализ всех важных событий выходных, это очень удобно, это прям быстро позволяет держать себя в курсе, позволяет тебе не смотреть целиком матч, Newcastle, Burnley, а быстренько посмотреть его хайлайты, во множественном числе, если вам повезет, и, да, и на этом как бы закончится свой вечер, поэтому, да, я не знаю, не скажу сейчас точно цифр, но это абсолютно точно, мне кажется, одна из самых просматривающих программ Британских футболистов. Скажи, вот ты, когда была в Локомотиве, сама сталкивалась с жесточайшим дисбалансом в уровне доходов футболистов и обслуживающего персонала, в том числе и журналистов, и всех вокруг, можно ли сказать, то, что в Англии этот дисбаланс чуть меньше, по крайней мере, для топовых, а-ля Гарри Линекер, журналистов, и в целом, что вот персонал, который не футболисты, он в целом, ну, получает адекватные зарплаты. Я не думаю, ну, как бы, если мы говорим про Гарри Линекера, Гарри Линекер, по-моему, один из самых оплачиваемых людей на BBC, в принципе, поэтому там, как бы, у него-то денег, именно поэтому, он может тебе позволить сказать, от контракта в BT, как бы, в общем, у Гарри Линекера, конечно, четверо детей, но он, в общем, может себе позволить, да, хорошо себя чувствовать. В среднем, сильно зависит от, конечно, как бы, какие-то звезды, комментаторы, эксперты, получают больше, но это же огромная еще история про закат. Я не знаю, сколько получают сотрудники пресс-службы, честно говоря, но средняя зарплата, опять же, вот сейчас цифра немножко сильно в отрыве, к примеру, средняя, по-моему, средняя зарплата в Лондоне, ну, как бы, это опять-то средняя температура в больнице, но это что-то порядка, по-моему, 40 тысяч фунтов в год. Я сейчас могу не точные цифры называть, но порядок такой. Средняя зарплата спортивного журналиста в издании, если мы говорим про пишущее издание, например, это порядка 24 тысяч фунтов в год. То есть это два, ну, все равно это больше для энтузиастов, для студентов. Да, конечно, конечно, это больше для энтузиастов. Я говорила даже с, у меня было большое интервью, если вам вдруг интересно про индустрию, то на sports.ru у меня был большой текст пару раз назад про Азоатлетик, собственно, самый большой, крутой спортивный сайт, который работает по подписке. Я говорила с его главным редактором, и они говорили, говорят, мы когда начали это делать, Азоатлетик как бы пришел, собрал всех топовых, в общем-то, экспертов индустрии, пишущие, и как бы собрали себе. Он говорит, мы не положили им гигантских денег, мы положили им просто достойные деньги, потому что мы поняли, что для любой, например, газеты, для любого интернет-издания, а здесь нету практически, что удивительнее для такой страны, здесь в каждой почти газете есть спортивная редакция, но нет чисто спортивных изданий, как, например, там, Марка в Испании, да, или там, газета De la Sport в Италии, здесь этого нет. Тут есть гигантские, там, по 10 полос будет в каждом Guardian Times, но вот именно чисто спортивных газет здесь нет. Поэтому любое издание, любая редакция будет, конечно, всегда у них будет политические всякие репортеры на первом плане, и если там у вас есть бюджет, вы отдадите их именно туда, да, вы отдадите их там на политику, на новости, не знаю, на шоу-бизнес и так далее. Спорту всегда, как бы, платят по отстаточному принципу. Плюс, надо прекрасно понимать, что если любой, например, даже топовый эксперт, который в 15 лет писал про Челси, если вдруг он скажет, слушайте, я что-то хочу немножко больше денег, ему любой редактор в принципе может сказать, хоть больше денег, иди погуляй, у нас 150 человек, которые стоят в очереди и готовы за еще меньшее деньги как бы писать про Челси, как бы, и может быть даже получше, чем ты, да, стоим там уже 15 лет опытом. Это нормально, ну, то есть как бы, это любая, как любая индустрия, которая работает на энтузиастах, которая работает на фанатах, мне как бы всегда будут недоплачивать. Я не знаю порядок цифр на, в пресс-службах клубов, но я допускаю, что там тоже в принципе как бы не гигантские деньги. Возможно, да, там у каких-то там пресс-скошей и так далее, то что там чуть, ну, начальник медиапартамента там повыше, но у вот среднестатистических людей как бы опять тоже там иногда появляются какие-то в больших региональных, например, клубов, да, там, не знаю, кто-то в Нью-Кассел ищет себе там СММ-специалиста. Но это тоже будет порядок, например, 20 тысяч в год, как бы это будет там, типа, может быть, меньше даже. То есть это не гигантские деньги. То есть топовые люди, конечно, да, я уверена, что это гуглится, но как бы контракты всяких там, ну, невилов вряд ли. BBC просто обязан, так как публичная компания, они обязаны публиковать свои отчетности по зарплатам в том числе, поэтому все знают зарплату Бинокер на BBC. Как бы это гигантские деньги, и все те эксперты, которые как бы у них есть, это очень большие деньги. Но рядовой персонал, я думаю, что в такой, опять, эмоциональной индустрии, это тоже недоплачиваемые люди. То есть очень мало кто платит вот именно адекватные деньги, но вот The Athletic один из тех, кто гордится тем, что они как бы начали, в принципе, хорошие деньги, но там не трехзначные тысячи пунктов в год, конечно же, нет. Это тоже как бы просто не на порядок выше. То есть я думаю, что как бы там средники пить в Атлетике те же самые свои там 30-40, может быть, тысячу год получают после там больших. Я тебя поздравляю, мы вышли на четвертый час записи подкаста, поэтому давай кратко про сборную Англии, которая выиграла у Германии. Какое отношение к этой конкретной сборной Англии, этого конкретного Гарри Саутгейта в Англии, в Лондоне и в целом? Саутгейта не очень любят. Саутгейта, я разговаривала с многими англичанами, которые опять в очередной раз, ну, у Англии каждое поколение, это самое талантливое поколение в истории, как всегда, при тех возможностях, при тех, при том атакующем, наверное, например, потенциале, который есть в сборной Англии, и, конечно, то, что делают Саутгейт, многим не нравится, но это всегда история про вам шашечки или ехать, вам результат или красивую игру. Сборная Венгрии прекрасно и весело очень провела турнир, сборная Шотландии, например, гораздо веселее и бодрее провела турнир, Энди Робертсон за первый матч создал больше атакующих возможностей, больше моментов для гола, чем любой другой футболист, любой другой сборной за весь первый раунд Евро, но и где теперь Шотландия, да? Вот после матча с Германией, мне кажется, сейчас немножко изменилась история, что все поняли, а, окей, это работает, как бы вот этот скучный усыпляющий футбол работает, то есть очень много претензий, что, конечно, можно было там пользоваться поинтереснее, но такие турниры это семь матчей, тебе надо семь матчей провести достойно, особенно, когда это история про плей-офф, когда это история на вылет, тебе нужно как бы и тут при том количестве автоголов, при том количестве как бы там случайных голов, которые там в середину поля забиваются на этом Евро особенно, тебе главное не пропустить, Англия единственная сборная, которая не пропустила на этом Евро все еще, это тяжело смотреть, это вот прям немножко даже физически, мне кажется, больно, но тактически салгейт как бы к нему, мне вообще кажется, что работа тренера сборной это немножко странная такая история, то есть там, почему, например, Билищ был очень хорош в сборной Хорватии, это во многом история про мотивацию, когда вы, может быть, в такой небольшой, условно говоря, в стороне работать, то есть, ну, опять там, все эти штуки про, у швейцарцев был, по-моему, там, монолог гениальных тренера, который там извинялся перед страной, или у чехов, то есть у кого-то из этих сборных сенсаций, которые там выбили одного из фаворитов, вот, которые там вот могут так мотивировать, красивую речь сказать, и вот сейчас мы, значит, выйдем и порвем за нацию. Конечно, при этом решают, у больших сборных все решают фактические истории, да, там то же самое и Ахимлев, который не смог перестроиться после чемпионата мира, и поэтому он провалился и на чемпионате мира в России, и провалился сейчас. В общем, ну, да, что-то сломалось. С другой стороны, у него, простите, трофеев больше, чем у всех других тренеров, которые сейчас тренируют в сборной вместе взятых, мне кажется. Саутгейт они очень любят именно потому, что он показывает очень скучный футбол, потому что всем хочется, всем хочется, чтобы ваш клуб показывал яркий футбол. Все очень любят сейчас Лид Марсела Бьелса. Лид Марсела Бьелса очень весело и клево смотреть, но Лид Марсела Бьелса при наборе исполнителей, которые в принципе уровень чемпионшипа, ну, закончили в десятке, как бы очень круто, очень почетно, но вот они это такое, немножко шашками на голову. Это можно себе позволить на отрезки в длинный сезон, да, в 36 матчей, в 38 матчей, но когда у тебя 7 игр, которые, в общем, все по-хорошему бы тебе не проиграть и по-хорошему бы не пропустить, да, возможно, прагматический Саутгейт сработает. И, например, многие же обсуждали, моментами с Португалией тоже превратилась в такую очень скучную сборную и засушила игру. Скучные сборные выигрывают турниры, как бы, ну, к сожалению или к счастью, но это так. Скучная Англия может выиграть турнир, как бы. Сейчас они, конечно, шапками закидаются и вполне возможно, что они отгребут от Украины, но их спасает то, что Украина доигрывала свой матч уже полуживая, как бы. То есть они там и переломали половину народу, и половину народу там тоже они и отыграются 20 минут, как бы уже и так, в общем, с заменой, без травм, возможно, их это спасет. Но, как бы, сейчас, если пройдут в Украину, там дальше, наверное, будут датчане, скорее всего, как бы. С датчанами тоже опасно, но он вполне возможно может это все насушить. Опять же такие, примеры Жозома Урине, который тоже всегда ставил не последних лет, а вот предпоследних лет, да, когда он там добивался еще каких-то результатов, он сушил игру всегда, и это давало результат, как бы, Компт, который выиграл с Челси тоже чемпионат пару лет назад, тоже, как бы, это было очень скучно достаточно смотреть, там не было яркости, веселья. Вот Лэмпорт пришел, ярко, весело, здорово, как бы, ну, и где Лэмпорт. Поэтому, это про баланс, и если баланс на дистанции длинного сезона АПЛ вы еще можете строить, как бы, у вас где-то повеселее, где-то порадостнее, а где-то поскучнее, к Саутгейту не любят, но если Саутгейт выиграет, если это It's coming home, все забудут, слушай, результат останется. Ну, что, мы сейчас помним, там, сборная Дании с 92-го года помнит, как они играли, нет, но они помнят, что у них есть чемпионство, Греция помнит, как скучно они играли на том сезоне, нет, очень мало сборных веселых и крутых, ну, испанцы выиграли, как бы, круто свои чемпионства, а после этого, ну, что, Португалия была очень яркая и радостная в 2016 году, нет, ну, нет, совсем нет, поэтому, но тут же довольно, как бы, есть пример сборной Англии на чемпионате мира 2018 года, и вроде как, он должен быть яркий перед глазами, и, конечно, они не привезли домой, но, тем не менее, по сравнению с другими выступлениями сборной Англии, это было весьма и весьма, неужели, забыли все? Ну, по результатам, не, по результатам, да, помнят прекрасно, но, слушайте, они еще помнят, через кого сборная Англии дошла до полуфинала, как бы, как только сборная Англии дошла до нормальной команды, до хорватов, как бы, тут же отлетели, полетели домой, они, что, ну, в плей-офф, ну, они по нами шесть забили, да, на групповом этапе, как бы, там все эти были прекрасные сборные, а Колумбию, еле живую, проползли по серии пенальти, это был, конечно, больше эмоциональный заряд, чем гениальная, какая-то тактическая история, шведов, ну, но там сборная Англии, который выехал, например, на стандартах, там же было много историй про то, что они, как бы, стандарты лучше всего тренировали, и поэтому они много с них забивали, и как-то было все весело раз. Сейчас, как бы, он обстроил защиту, он обстроил полузащиту, так что максимально тягучая, просто невозможно пройти, он просто переламывает, как бы, всем, все атакующие действия соперников, но это работает, реально, будет финал, а если тем более еще выиграет, забудут вообще все, будут носить на руках, будет просто в этом, ну а отмажется за свой незабитый пенальти в 26-м, наконец-то, да. Его, его правда не любят, то есть его не любят, но это как всегда, то есть здесь, там, к нему много претензий, условно говоря, там, он не взял Лингорода, да, который был совершенно прекрасен в концовке сезона, и к этому очень много претензий, да, он очень долго, ну, то, что он не взял на Евро Мэдисон, это, в принципе, нормальная история, Мэдисон провалил концовку сезона, но Мэдисон, например, там, начало прошлого сезона был совершенно прекрасную игру показывал, но Саутгейт его не любит, ну, как бы по каким-то своим причинам, ну, и просто не вызывал в сборную, ну, ему, может, не нужны так много атакующих игроков. Сейчас болельщики сборной Англии обожают Грилеша, то есть, нет такого футболиста, которому они бы так много пели песен, как Грилешу, но он его выпускает на 15 минут, ну, на 20 минут, ну, как бы Грилеш выходит, делает результат, да, да, поэтому, мы будем смотреть 70 минут суббола, а потом выпускать Грилеша, как бы, он будет отдавать голевую перед голевую передачу, и это будет работать, ну, как бы, да, как бы, это работает, это вот действительно шашки или ехать, как бы, поэтому хочется верить, что, да, что it's coming home, но, как бы, вот, в зависимости от того, собственно, как все сработает. Если, опять, если он проиграет, если он сейчас проиграет Украине, вспомнит все, конечно, если он проиграет там дальше Дании, тоже вспомнит все, но, я думаю, что они целят как бы полуфинал, если он выйдет в полуфинал, то это будет признано, выступление будет признано успешным, и кредит доверия будет выдан еще там, соответственно. технический комитет английской федерации футбола с каким-нибудь 96-летним, не знаю, остались ли еще 96-летние победители чемпионата мира. Коби Чарльтоном, да. Вынесут вердикт, что все нормально. Ты сказала про Лингарда, про Мэдисона, игроки которых не взяли, а есть те, которые есть в составе сборной Англии, но никто не понимает, зачем? Да нет, мне кажется, то есть сборная, то есть действительно, здесь конкуренция достаточно хорошая на каждую позицию, ну все удивлялись, зачем ему, сколько, 4 правозащитника, 5, 5 было. Вот, 5, да, это стало понятно, когда сломался тренд, и ладно, типа, ладно, уже 4, типа, протянем, вот, но, в принципе, нет. В целом он их почти всех и разместил в матче с Германией, нормально было. Ну да, поэтому, ну действительно, вот все ругаются на то, что атакующих он взял чуть меньше, чем, наверное, хотелось бы, но теперь мы все видим игру, которую он ставит, и там, в общем, зачем туда ему еще больше атакующих надо было, поэтому, я думаю, что нет. В общем, в целом, вот сейчас, да, если бы мы записывали это до Германии, то я бы сказала тебе больше плохих слов и больше плохих ощущений от англичан по отношению к Саутгейту. Сейчас немцев победили впервые с какого, 66-го года, наконец-то все, наконец-то проклятие снято, и можно теперь оправдывать и говорить, какой он хороший и молодец. Обошлось даже без Тофика Бахрамова. Ну это да. Давай завершаться, давай закругляться, мои традиционные вопросы про Евро 2020, кто будет чемпионом, и в целом, какое у тебя было самое яркое на данный момент впечатление от этого Евро? Самое яркое, наверное, как шотландцы захватили, два, самое яркое впечатление связано с большим количеством людей, я как бы говорю, мы немножко вот это, озверели, да, за полтора года, без больших столб, шотландцы захватили Лондон на матч Англии-Шотландия, и, да, 45 тысяч человек на Уэмбле, вчера на матч Англии-Германии, это было очень круто, это то, что делало атмосферу в этом, ну, очень тяжелом и унылом матче. А что касается, кто выиграет, ну, слушай, мы говорим так много про английский футбол, я не могу сейчас назвать что-то другое, но пусть будет сборная Англии, ладно, если как-то проиграют. С кем в финале? Ну, если не брать вот эту вот сетку, в которой там все уже определено, просто вторая по силе сборная, да, с кем бы в финале сетка? Италия, я думаю, что Италия, это будет, конечно, такая классика европейского футбола, Италия, Англия, финал Евро, мне кажется, это будет красиво. Мне бы очень хотелось, что Бельгия, на самом деле, как бы, ну, они тоже могут немножко на минималках проехаться на всем этом, засушить немножечко, где надо. А за Бельгией мне было бы интересно посмотреть, мне просто интересно, ну, опять, золотое поколение, все очень красиво, и с другой стороны, я не хочу, чтобы Бельгия выступала хорошо, потому что тогда Телеменц продадут Ливерпуль, поэтому очень большая дилемма, ладно, скажу Бельгия, Бельгия, Англия будет, мы, правда, видели это два раза на чемпионате мира, как бы, да, они играли в группе, а потом они играли в матче третье место, но, спасибо тебе большое, это было невероятно интересно, потрясающие 3 часа и 18 минут моей жизни, я надеюсь, что ребятам в чате тоже понравилось, многие писали лестные отзывы, говорили, что наконец-то у меня интересный подкаст вышел, удачи тебе в сезоне английской премьер-лиги СОКО, и удачи Лестеру, естественно, может быть, повторить успех, и тебе как журналисту в том числе. Супер, спасибо большое, было прям очень интересно и очень клево, спасибо, что позвал. Давай, пока. Так, ну что ж, пообщались мы с Дарьей, надеюсь, что вам действительно было это интересно, я, по крайней мере, очень много для себя узнал, больше всего я узнал о себе, что я безумно хочу посетить Англию, и что для меня крайне не характерно, я очень хочу сходить в Англии на футбол, причем не футбол английской премьер-лиги, а футбол вот этих вот низших дивизионов, Лига 2, конференция, может быть, на свой великий Данкастер попасть и дать пару советов тренеру, кого брать и как играть в футбол, но вот желание съездить в Англию вот после сегодняшнего стрима, оно у меня всегда было, я сам вообще невероятно люблю Англию, и все детство грезил о том, что когда-нибудь я пойду, поеду, посмотрю на все эти стоунхеджи, замки, рыцарей круглого стола и так далее, до сих пор этого не сделал, до сих пор ни разу не был в Англии, и вот очень надеюсь, что вся вот эта вот коронавирусная хрень спадет, и возможно, возможно тогда поездка в Англию будет делом одного из ближайшего времени, вот, ну а вам спасибо, спасибо огромное за то, что были на трансляции, как обычно, если вы что-то пропустили, то вы можете либо посмотреть записи на самом Твиче, либо все это появится в пятницу с утра на Ютубе, целиком все вот эти вот три часа с лишним, и там досмотрите на скорости x2 все, что вы не досмотрели, не дослушали, спасибо огромное, и на этом пока, извиняюсь, если какие-то вопросы, которые у вас были Дарьи, я не задал, но сами понимаете, и так три с лишним часа мы с ней прообщались, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok